Сколько денег нужно Нужно тебе сколько денег? Нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег? Нужно, нужно тебе Немного там, немного здесь И вот уже есть миллионов шесть Вилла в Монако, в Швейцарии счет Но надо, надо, надо еще Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым Сколько денег нужно, нужно тебе Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым Сколько денег нужно, нужно тебе Говорит и показывает Москва Крылатые качели Солистка Оля Новикова Надя, в универсал бананы завезли Да, да я два часа уже отстоял Сейчас там Танька стоит Да Ну ты ее подмени, слышишь меня? Давай Папка 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 Ванька, ну ты дверь сюда шипешь, а? Привет! Привет! Мафон! Ну-ка, руки, руки Мафон Мадын Джапан Здорово, Сапсон Здорово Ну что, как там, в Венгрии? Здрасте Жируют гады Здрасте Папка, привет А ты жвачки-то привез? Жвачки? Валюты не хватило, тут жвачки Ну пап! Че? Ладно, давай хватай, Сапсон, все будет Так Ну-ка, ну-ка, ну-ка Так, Ларик Это тебя, держи А что это? Верни, посмотри, че Папа мне Рука в теплее, подожди О! Петрович, держи Смотри, ласковый А че? Ликерник такой, уникум Класс Он такой, что это даже как-то неприлично Да ладно, ты че? Лара, ну там все в таких ходят Там нормально все Папа, а жвачка-то где? Так, ну-ка Грабли убрал свои На, держи, вот, смотри Перрари Понял? Ни хрена себе Ваня Так, ты при матери-то не выражайся Говнюк Вот На, держи Ого Живого тебе сколько Посмотрю на ваше поведение Так, поговори мне, чтоб со всеми поделился поровну Понял меня? Советская ложная политика Ориентирована на политике взаимопонимания На диалог На утверждение мирного сосуществования Как универсальной нормы В отношениях между государствами А можно я пойду посмотрю? Уроки учи засадить Как достичь этого и конкретная программа работы Во имя сохранения и утверждения мира Я сам посмотрю Советский союз действует и будет действовать на мировой арене Серьезно и открыто, активно и честно Мы намерены настойчиво и инициативно добиваться ликвидации ядерного оружия Радикального ограничения гонки вооружений Построение надежной, равной для всех Государской бездородной безопасности На кассе сокровения мира Обуздание гонки вооружений Сильно и страстно прозвучало Уступление государства Ах ты! Ублюдок! Гаденыш мелкий! Убью! 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 Гаденыша Иди! Принеси мне веник! Самок не забудь! Аркашка! Нечего Пороть тебя некому Ну чё очка на Проспался веселье и видишь ничего не осталось У тебя же есть еще Дай хоть одну Это НЗ Анжела Видишь в ломике 36 цветов Порисуем вечером Подумаешь У Вити из соседнего подъезда 48 цветов У него Польский А это Япония А машинка то где? Очканав Держи его Лови его Ну что попался? Пусти! Видали? Ах ты крыса! Пусти! Пусти! Девчонки Смотрите у нас какой анитаз грязный Надо бы протереть Пусти! 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 Громко булькает вода в дырке унитаза Не забуду никогда Аркашева до лаза Дебил! Ты еще пожалеешь? Да ну! Когда? Да, когда вырасту, ты ещё в жопу меня будешь совать, чтобы я тебя простил. Чё ты сказал? Спасибо. Спасибо. Как вы все знаете, я родился и вырос в нашем Синеозёрске. Детство у меня было трудное. Я вырос в коммуналке и видел проблемы простых людей изнутри. За четыре года моей работы мэром было сделано немало, но предстоит сделать ещё больше. Я очень хочу, чтобы наш город, наш с вами любимый Синеозёрск процветал. Поэтому я выдвигаю свою кандидатуру на второй срок. Спасибо. Спасибо вам, дорогие. Спасибо за новое. Спасибо. Спасибо. Аркадий Борисович, кто ваши основные конкуренты? Мне некогда об этом думать. Слишком много дел. Скажите, когда вы озвучите вашу программу? На днях, на сайте администрации. А вашу кандидатуру поддерживает губернатор? Самое главное, чтобы меня поддерживал народ. Мэр Вандал! Мэр Вандал! Мэр Вандал! Мэр Вандал! Мэр Вандал! Мэр Вандал! Стойте! Виталики, стойте! Подождите, не трогайте. Отойдите. Вы, собственно, кто? Я, Валинкина Марина Сергеевна, доцент Синеозерского университета, а я твои студенты. Очень приятно. И в чем, собственно, дело? А вы не знаете. Нет, я не знаю. Не надо врать. По вашему указу сносят культурный памятник, а на его месте хотят построить торговый центр. Вандал! 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 Послушайте, какой памятник? Стена Синеозерского монастыря. Мы вот вчера со студентами ходили посмотреть на наши достопримечательности. Знаете, что мы увидели? Строительные работы. Подтвердите, ребята. Да. Послушайте, это какая-то чушь. Этого не может быть. Синеозерский монастырь для нашего города, это ценность, это наша история. Ему восемьсот лет. Знаете, это не чушь. Вот копия решения земельного комитета о том, что земля передана на подстроительство к какому-то некому бизнесмену-аракеляну. Как странно, я ничего об этом не слышал. Но, быть может, мой заместитель что-нибудь об этом знает. Павел Юрьевич, это что такое? Аркадий Борисович, мы ведем переговоры по этому проекту. Просто не хотели вас беспокоить. Вот скажите, Марина. Сергеевна. Сергеевна. Почему мне приходится иметь дело с такими идиотами? Вы что? Совсем нюх потеряли. Вы хотите лишить нас наших корней, нашей истории? Ни в коем случае, Аркадий Борисович. Отменить. Все отменим, просто там бумаги. Ты у меня эти бумаги жрать будешь, ты понял? Простите. Я всем вам, и конкретно вам, Марина, обещаю, что с нашей исторической ценностью ничего не случится. А мы, знаете, со студентами за этим проследим. Да, мы проследим. А вот это правильно. Доверяй, как говорится, но проверяй. И поэтому я приглашаю вас войти в общественный совет при мэрии. Ведь только благодаря таким честным и ответственным людям, как вы, мы можем спасти наш город. Спасибо. Спасибо вам, Марина, спасибо. Извините, тороплюсь. Пойдемте. Это что за сучка такая резвая завелась? Сделай так, чтобы я о ней больше не слышал никогда, понял? Сделаю. И не затягивайтесь с торговым центром. Я вам вечно жопу прикрывать не буду. Так это ж не я деньги задерживаю, а Ракелян? Пойдем, милая. Расходимся. Виктор Степанович, приветствую вас. Привет, Аркадий Борисович. Что делаешь? Ну, что я могу делать? Тружусь на благо города. Делаю жизнь людей лучше. А мою жизнь лучше сделать не хочешь? Виктор Степанович, к сожалению, сегодня никак не могу. Работы очень много накопилось. Ну, приезжай вечером. Я трахаться хочу, кот. Виктор Степанович, я тоже хочу решить этот вопрос. И как можно скорее. Но войдите в мое положение. Я вечером супруге обещал время уделить. Ну, не хочешь, как хочешь. Я и сама с собой хорошо время проведу. И начну прямо сейчас. Виктор Степанович, не надо кричать. Хорошо, я буду. Я буду сегодня. Все, жму руку. Что? Совещание экстренное назначил. Опять полночи этого козла старого слушать. Так тебя не ждать, Виктор? Нет, милая, не жди. Поработать немного надо. Аркадий Борисович, извините. Но вот человек, который русского языка не понимает. Я ему сказала, что у вас сегодня неприемный день. Так он никакой реакции. Все нормально, Лидия Алексеевна. Лидия Алексеевна. Ну, здравствуй, Самсон. Знов. Знавах. Пошел. Спасибо, что принял меня. Я думал, может, пошлешь? Ну, что ты? Послушай, да кто помнит все эти старые обиды? Я очень рад тебя видеть. Ну, рассказывай, как дела? Да. Ну, что? Все нормально. Все пучком. Живу там же. В нашей коммуналке? Ну, да. Обалдеть, с ума с... Хочешь прикол? Я до сих пор там прописан. Не стал выписываться. Пусть, думаю, в декларации написано будет, какой я скромный. Ладно себе. Ты как? Так, вроде, все нормально, все. Все пучком. Работаю на стройке. С коллаторщиком. Хорошо. Ну, платье, правда, не очень, конечно. Так это у всех сейчас так? Ну, да, да. Вот. Вот. Ну, ну. Ну, бывает там... По мелочи, знаешь, там... Ну, недомовки с начальством. Что такое? Да, ну... Да, придирается, что... Аркаш, я, честно говоря, че пришел-то, я попросить тебя хотел. Угу. Может, тебе есть возможность предложить мне, ну, что-то посерьезней? Ну, ты же сам понимаешь, в общем, ничего. Экскаваторщик не мой уровень. Может, поможешь? Вообще не вопрос, Самсу. Конечно, помогу. Ты где сейчас работаешь? Ну, на стройке, это... Третье управление, смотри. Так это вообще моя контора. Да ладно. Кто там у вас сейчас начальник? Ну, это-то Головамзюк. А, Головамзюк. Этот пердун старый. Слушай. А давай-ка мы его уволим к чертям, а тебя на его место назначим, а? Как тебе такая перспективка? Да ладно, да ладно, что, серьезно? Ну, конечно. А у тебя есть телефон его? Ну, да, есть. Давай. Сейчас. А, вот. Звони ему. Да ладно, что ли? Позвони и скажи, Головамзюк, иди ты нахрен. Ну, что, прям так и скажешь? Прям так и скажи, давай, набирай. Да ладно, ну... Набирай, набирай. Сейчас. Давай-давай. Алло, Николай Филиппович, приветствую. Это Самсонов беспокоит. Тут такое дело. Я сейчас нахожусь в кабинете у мэра. У нашего, да? В общем, теперь я начальник нашей стройки. А ты, ты уволен. Кури бамбук, говна кусок. Кури бамбук, говна кусок. А, а ты, кури бамбук, говна кусок. Самсонов. Хорошо. Вот. Аркаш, ну. Что, скажи, когда приступать? В любой момент. Все, готов. Одну формальность только владеть надо. Командой какую? Поцелуй меня в жопу. Чего? В жопу меня поцелуй. Помнишь, ты, когда в коммунальной квартире меня головой в унитаз окунал, помнишь, я тебе сказал, ты меня еще в жопу целовать будешь? Скотина ты, а? Помнишь, да? Ну, что и за мэр такой, который не исполняет своих обещаний. А? А ты все помнишь. Очканав. 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 Да ты не волнуйся. Прямого контакта не надо. Через трусы можно. А то, мало ли, что ты этими губами трогал. Охрану сюда не надо, самсон. Не надо. Сейчас прибегут эти головорезы. Сначала покалечат, а потом разбираться будут. Я их сам боюсь. Не надо. Проводите, товарищ. Ну, ты урод. Передумаешь, приходи. Должность ждет. Какое хорошее утро. Лидия Алексеевна, чашечку американо, пожалуйста. Хорошо, Аркадий Борисович. Аркаш, можно? Заходи. Реакция на уступление положительная. Электорат настроен позитивно. Так, с торговым центром что у нас? С Саракеляном поговорил, просит отсрочек, потому что сумма очень большая. Так, три дня ему даем. Все. Либо он делает этот взнос, либо отдаем это землю дагестанцам. Я понял, сделаем. Давай, действие злодействия. Аркаш, слушай. У меня москвичи звонят каждый день. Ну, насчет строительства этого промышленного кластера. Может, мы все-таки передумаем, а? Ну, а что передумать, Паш? Я же четко сказал нет. Просто ты подумай, там такие суммы, огромный промышленный комплекс, госзаказ, там бабки рекой потекут. А потом отходы потекут, так? Ну, помнится, кто-то мне говорил, что мы вроде как бизнесом здесь занимаемся, или нет? Слушай, родной мой, ты че такой трудный, а? Ну, посмотри, какой у нас городок прекрасный. Озера, луга. С этим кластером здесь же через год дышать нечем будет. Ну, мы все-таки здесь выросли. Спасибо, лидерис. Все на стране. И о людях тоже, Паш, думать надо. Не часто, но надо. Потом там деньги этим москвичам какие-то сумасшедшие нужно отвалить. мутная какая-то схема. Я все проверил, чисто там все. Жадность Паши должна быть умеренная. Комнатной температуры. Не знаю, я бы на твоем месте подумал бы. Вот поэтому, Паш, ты и не на моем месте. Слушай, Паш, какой-то ты в последнее время напряженный. У тебя как вообще личная жизнь? В смысле? Ну, трахаешься часто? У тебя лицо человека, который очень мало трахается. Ты потрахайся, Паш. Хорошо. Нет, я серьезно. Восприми это как приказ начальства. Обещай, что прямо сегодня поедешь и потрахаешься. Обещаю. Все, свободен. Очень плохое лицо. Николай Филиппович, ну поэтому я вам сразу и звоню. Ну, ну, простите меня ради Бога, ну, я, правда, я сам не знаю, как это произошло. Я все грибов маринованных хватанул, может, какой-то галлюциногенный попался. Тише. Вот меня отпустило, я вам сразу и набрал. А что вы сразу так грубо разговариваете-то? Ну, Самсонс, ну я ж просила. Слышь, только родителей не надо трогать, хорошо? Да пожалуйста. Индюк, блин. Ну, че, довольна? Друг детства, друг детства, блин. Сходи наладить отношения, сходил, блин, наладил. Теперь новую работу искать. Ну, мог бы и не искать. В смысле? Ну, тебе ж предложили работу. Начальник, СМУ. Че, плохая работа, что ли? Подожди, Инда, ты не врубилась. Он мне реально предложил жопу поцеловать. Ну, и че такого? Ну, чмокнул бы разок. Тем более, он сказал, что можно через трусы. А это ж как, ну, ткань поцеловать. Все. Ткань. Инда, ты че, прикалываешься, что ли, ну? Юльке бы дубленку купили. Славику бы ноутбук. Наконец-то бы уже съехали вот с этой коммуналки. Инда, ты че гонишься, а? Дети, посмотрите, ваша мама поехала кружать. Слышишь, че она говорит? Ну, а что, может быть, через трусы не так уж и страшно? Угу. Да вы че, семья? Вы че хотите, чтобы ваш папа дядю в пупу поцеловал, что ли? Вы че, совсем охренели? Нин! Чего? Ну, чего, Вань? Ты понимаешь, что меня уже вот тошнит от этой коммуналки? У нас вон стояк уже неделю течет. Да блин, я купил герметик, я замажу, все будет пучком, блин. Пучком? Да он через неделю снова потечет. Ты понимаешь, что я уже, я не могу уже вот это вот готовить, вот это вот все стирать, вот убирать, вот здесь все. А я хочу на море. Я хочу нормально жить, да. Беде хочу, понимаешь? Идите, вы знаете куда? Семейка предателей. Мам. А? А что такое беде? Про гугли узнаешь. Ладно. Нет, нет, Сереженька, ты меня не понял. Я хочу, чтобы этот день города был для людей как многократный оргазм. Сделаем пиво бесплатное, пусть нас живут же все. Дернем из Москвы какого-нибудь Стаса Михайлова, молодых там каких-нибудь препидориных. Ну, кто там у них сейчас, я не знаю, там, Корш, Дорн, Фараон, кто? Короче, бабок не жалей, понял? Я хочу, чтобы народ от счастья дружно кипятком ссал, да. Сначала дружно ссал, а потом дружно голосовал. Нет, 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 салют, дорогой, не надо. Они потом говорят, будто мы бабками в воздух стреляем. Негативно реагируют. Да. Да, ну все. Все, Сереженька, все, давай, дорогой. Действуй, злодействуй. Пока. О, Самсон. Спасибо, свободно. Че пришел? Один раз. Что один раз? Ну, это то, что ты говорила. Что? Поцелуй. А, ну, как хочешь, один, так один. Так через трусы. Хозяин, барин. Ну, что, приступим? И это правильно, Самсон. За должность нужно бороться. Лидия Алексеевна, зайдите, пожалуйста, и охрану пригласите. А что, зачем это? Чтоб свидетели были Самсону. А то откуда я узнаю, что ты меня губами, а не пальцем трогал, да? Лидия Алексеевна, сейчас вот этот мужчина будет целовать меня в попу. Проследите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Приступим. Ну, смелее, Самсон, должность ждет. Лидия Алексеевна, был контакт? Был. Че так вял это, Самсон? Вообще никаких ощущений нет. Ну, ладно. Вот теперь мир. Мир, мир. Че, когда заступает? Куда? На должность. А, слушай, Самсон, я тут подумал. Головомзюк, он же такой опытный специалист. Не можем мы с тобой его взять и уволить. Неделикатно это по отношению к человеку. Неправильно. Нехорошо. Ну, а кем тогда я? Ты кем? Так, а ты на биржу труда ступай. Наверняка там какие-нибудь вакансии найдутся. Ты че, ты че, ты че, ты че, ты слово дал? Ты слово дал, ты! Ну, а что из-за мэр такой, который держит свое слово? Ты урак! А ты, Самсон, как был тупой, так и мэр остался. Пусти ты! Потянь это поцелуй и приходи. Какой хан? И не говорите. Черли. Виталик, ну че тащимся? Притопи. Да. Аркадий Борисович, здравствуйте. Мария Кирян говорит. Я по поводу торгового центра. У меня все готово. Это хорошо, что готово. А то мы уж беспокоиться начали. Так, ладно. Вечерком меня набери. Насчет завтра договоримся. Я извиняюсь. Вечером не могу. Ереван улетаю. Мама болеет. Не могли бы сейчас пересекнуться? Как же ты не вовремя со своей мамой? Где ты сейчас? В Санта-Фе. Ладно, будь там. Через 10 минут буду. Виталик, в Санта-Фе едем. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте. О, на умочке. У тебя пересдача помощь? Да, да, помню, помню. Здравствуйте, Лена Викторовна. У себя? Он просил не беспокоить. Я на минуточку. Даже не представляю, что сегодня случилось. Подожди, Марилочка, что ты делаешь? Я спасла Синеозерский монастырь. Послушай, здесь такая история произошла. Я сегодня со своими студентами ходила к... Марилочка, я уже в курсе этого всего. Ты послушай, мне звонили из мэрии. И поверь, там все не так просто. Ты же знаешь, какие это мерзавцы. Если они за что-то схватились, они же уже не отпустят. А ты своим идеализмом, видимо, перешла дорогу очень важным и серьезным людям. Ну, а что ты предлагаешь? Я предлагаю всем заняться своими прямыми обязанностями. Ты преподавай, воспитывай новое поколение. А эти мерзавцы пусть строят свои торговые комплексы. Их накажет история. То есть ты предлагаешь просто стоять и смотреть, как они сносят памятники культуры? Марин, у нас нет выбора. Эдуард Владимирович, не этому вы нас учили. Мариночка. Знаете, а я вот глаза на это закрывать не буду. Есть фейсбук, сообщество, есть коллеги, студенты. Я подниму общественность. Хорошо. Тогда ты вынуждаешь меня сделать то, что я делать категорически не хотел. Ты уводишь меня? Ну, я надеюсь, до этого же не дойдет. Пожалуйста, прислушайся к голосу разума. Вспомню, у тебя сын больной. Я, у тебя институт, у тебя преподавание. Это же Марина. Куда ты столько пьешь, Марина? Ну, о боже, Марина! Идите к черту. Мариночка, подожди, подожди, я не хочу ругаться. Хочешь увольнять, увольняй. Подожди, подожди. Ну, Марина, я же, я же люблю тебя. Присядь. Ну, я прошу тебя, я прошу тебя, отрекись, Марина. Галилей, он тоже отрекся, но остался великим ученым. Вот и возьми на работу, Галилей. Мариночка, подожди, Марина, Марина, подожди. Ну, я здесь уже, где ты? Где здесь, Бутин? Ты что, смеешься, что ли? Ну, ты даешь. Привет. Здравствуйте. Ну? Ты где есть-то? Я здесь. Ты чего сюда засел, Ара? Конспирация, Аркадий Борисович. Слышишь, конспиратор, а че грустный такой? Многовато. Кризис же. Не прибедняйся, Ара. Ты эти бабки через полгода отобьешь. Ты че, фильмы о шпионских насмотрелся? Это наш город, Ара. Нам здесь бояться некого. Стоять! Капитан Гнездо, Следственный комитет. Гражданин Аникеев, вы арестованы по подозрению о получении взятки в особо крупных размерах. Понятые, подойдите ближе. Спокойно. Убей вас, суку. Ну, это ж надо было додуматься. Пойти мэра взад поцеловать. Все сказал? А че ты орешь-то? Че я ору? Че я ору? Я жить нормально хочу! Мне беде подавай! Да? Слушай, ну, если ты на это решился, надо было как-то подстраховаться. Как тебе подстраховаться, а? Как подстраховаться? Надо было у него расписку взять. Да вот даже ребенок знает, как надо было! Иди, уроки учи. Я выучил. Че ты бубниешь? Расписку внуш. Ну, к пуль дай. При получении взятки с поличным задержан мэр города Синеозерска Аркадий Аникеев. Интересно, что только сегодня Аркадий Аникеев заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. После задержания мэр был доставлен в городской суд, который избрал меру пресечения, домашний арест по месту прописки. Все, без комментариев. Мне пойдет пишет. Время по следующим обязанности мэра назначен действующий заместитель Аникеева Павел Асимовича. Кто? Федеральная служба исполнения наказания. Откройте дверь. Пап! Пап! Туда. Квартира 9. Да. Здрасте. Заводи. Господи, Аркашка. А что стряслось-то? Прописанный по этому адресу гражданин Аникеев будет находиться здесь до окончания следствия. Где ваша комната? Пожалуйста, покажите, где ваша комната. Там. Пройдемте. Покажите конкретно, где. Где-то здесь была, а теперь нету. Пойдемте. За шкафом дверь. Разберемся. Стойте здесь. Я стою. Аккуратно. На тебя. Заходите. Вперед. Значит так, Аркадий Борисович, сейчас мы установим вам стационарный аппарат. С ним связан браслет, который мы закрепим у вас на ноге. Если вы отойдете от этого аппарата больше, чем на 50 метров, на наш путь поступит сигнал. Будь здоров. За нарушение поедете в СИЗО. Вам все понятно? Один мой браслет. Аркадий Борисович, поставьте, пожалуйста, правую ногу на кровать. Пожалуйста. Штанину поднимите, пожалуйста. Пожалуйста. Будь здоров. Спасибо. Видит его? Да. Аркадий Борисович, смотрите, кнопки вызова. Скорая, полиция, ну и мы. И все что ли? Нет, там еще внизу пиццу вызвать можно, и проституток. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо. А, господи. Самсон, послушай, это месть была. Это была месть. Ты меня, я тебя. Все у нас теперь один-один. Все по правилам, как этот рыцарский турнир. Я тебе хотел позвонить. Позже, правда. Вот, ну просто разыграть тебя немного хотела. Самсон, ну улыбнись. У нас же мир. Ты помнишь, у нас мир? Ну, Самсон, у нас мир. Мир. У нас мир. Мир. Дорогой. Нин, знакомишь-то. Это Аркаша. А это Самсон. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Вот парень. Он мне палец сломал. Самсон. Самсонов, больше ему ничего не ломай. Я не до того бинты на работе ворую. Чтобы на всяких взяточников наматывать. А-а-а. Волнуйся. Не буду. Твоя жена очень мудрая женщина. Ты ее слушай. Вань, пожалуйста, слушай. У меня на него другие планы. В смысле? Все, Нинок. Закончи свои мучения. Стирки, сборки. Все. Теперь у нас есть личный раб. Что, простите вы? Ну, как хотел, Аркаш. Ты же слуга народа. А мы и есть народ. Так что, будешь нам служить. Послушай, Вань. Послушай меня. Самсонов? Пожалуйста, послушай меня. Самсонов? Погоди. Нина, Нина. Я правда говорю. Что-то себе позволяй. Слухи. Что ты? Ай, пусти меня, сказал. Узнаешь? Пусти. А у нас здесь ничего не изменилось. Он сейчас будет стояк чинить. Помнишь, что тряпочки примотаны? Вот это все снимешь, просушишь, герметиком зальешь. И подотри здесь все потом, понял? Он не даст нас будет помыть. Что ты сидишь? Старай, старай. Звука народа. Послушай, Самсон, я в дерьме ковыряться не буду. Ты меня понял? Да ладно. Оля, байпус. Послушай, послушай, я выйду отсюда через две недели, максимум. Я решу все ваши проблемы. У вас будет все, что захотите. Вы ни в чем нуждаться не будете. Самсон, послушай меня. Самсонов, подожди. Все, что захотим, говоришь? Все, что захотите. Все, что захотите. Мамой, клянусь, вот. Я что слушаю? Это же разводняка череда. Нет, это не разводняка. В этот раз все будет официально. Мы бумаги оформим. Мы все сделаем, вот, ну, как надо. Пока все не подпишешь, отсюда не выйдешь. Вот, нет. Вот, вот, сразу видно, деловая женщина. С вами можно сотрудничать. Заткнись. Юля, неси ручку и листик. Послушайте, а можем мы отсюда как-то немного переместиться в другое место? Потому что здесь запах немного, ну, креативу мешает. Квартира трехкомнатная. Квартирка будет отличная. У нас как раз на Симашко новостроечка есть. Там квартирка есть для бюджетников. Ну, Симашко, хороший район. Прекрасный район. Я себе, значит, три штучки там оставил. Ну, для особого случая. А вот как раз он, особый случай. Значит, там три комнаты, балкончик со стеклением. Вок квартирка, вок. С мебелью и ремонтом. Разумеется, разумеется. Машина. Немец. Машина. Немец. Бэха. Бэха. Мне еще работа нужна. Работа. Работа. Я думаю, для вас мы можем салон красоты открыть. А? Или еще лучше СПА. 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 Давайте. СПА. А, Юльке в институт поступить надо. Мам. Чего? Тихо. Это вообще без проблем. На любой курс, на любой факультет решим напрямую с ректором. Слышечка, нам обманешь же тебя в башку торгу, понял? Самсонов. Самсонов. Ваня, ну расслабься ты в конце концов. В этот раз вообще без обмана. И потом, что это за манеры? Почему он мне все время за горло хватает? Я его в конце концов. Мама, помогай. А мне что? Что тебе? Во. А это как раз, это как раз мой заместитель пришел вовремя. Пойдемте, я вас с ним познакомлю. Прекрасный человек. Пойдем, Ваня, пойдем. Вика, Паша, как я рад. Проходите, пожалуйста. Проходите. Я тебе тут вещи привязываю. Да, очень хорошо. Проходите. Проходите. Ну что? Давайте ознакомиться. Это Паша, мой заместитель. Это Ваня, друг моего детства. Вот Ниночка, жена его, их детишки. А это моя супруга Виктория. Аркаша, что спать? Ничего страшного, сломал просто. Вот ведь Викуль, бывает как. Разбросает жизнь по разным сторонам. Но ничего, теперь мы все вместе. Теперь мы одна команда. Вика, ты на какой машине сегодня приехала? На Каене. На Белом? Ну-ка, давай сюда ключи. Давай сюда ключи. Ну, быстрее. Вика, мы дарим Ване Каен. Ваня, это теперь твое. И это только начало. Вика, надо оформить дарственное, поняла? В смысле? Я потом все объясню. Потом. Все вопросы, все потом. Пап, у нас что, теперь Каен есть? Да, малыш, теперь у вас есть свой собственный Каен. И если вы хотите его увидеть, спускайтесь вниз на улицу, он там стоит. Ничего не надо. Пойдем заценим аппарат. Да, сходите, зацените аппарат. Там во дворе такой белый турбоэс стоит. А то у нас во дворе много Каенов. Боюсь, перепутал. Не перепутайте. Что это было? Ничего не было. Ни хрена я им не подарю. Так химчистку потом в салоне сделаешь. Так, давайте вперед, надо погладить. Вперед, вперед. Давай сюда. Ради. Так. В общем, Паш, я тут, короче, прикинул. Менты сработали не местные, московские. Короче, на Дамина Аракеляна, чтоб он забрал свое заявление и написал, что эти бабки в кафе он мне просто одолжил. Все. Не заберет он заявление, Аркаша. Ничего тебе учить. Знаешь, сделать так, чтоб забрал. А зачем, если я сделал так, чтобы он его написал? Так это ты меня сдал? Я утром что тебе сказал, помнишь? Аркаш, не торопись, не торопись с решением. Подумай, это очень важный вопрос. Но ты же у нас патриота начал корчить из себя. Как так, Паша? Как? Я ж тебя из говна достал. Ой. И всего в какашечках на груди пригрел. Ты слишком сентиментальным стал, Аркашенька. А лидер должен быть жестким. А ты нас совести отрастил. Все в городе хотят этот класс. Все. Все готовы в него вложиться. Только ты в позу встал. Ты! Ты поняла, Вика? Он нас кинул. Ах ты, тварь. Тихо, тихо. Бери руки. Не трогай ты меня. Ну ничего, Паша. Ты знаешь, сколько у меня бабок? Мне хватит десять таких вопросов, как ты, закрыть. Я тебя закопаю. Я вас всех закопаю. Посу на вас сверху. Да нет у тебя никаких денег. Все бабки у жены твоей. Ну и что? Какая разница? Так все. Когда ты ей должна была это сказать? Аркаш, я понимаю, тебе сейчас без этого тяжело. Мы с Пашей месяц, как любовники. Вика, ты че, меня изменяешь с этой тварью? Как ты можешь, Вика? Кто бы говорил. Ты думаешь, я про твоих тюмок не знаю? Губернатор ему звонит. Да при чем здесь это, Вика? Ты жена моя. Законная, Вика. Вспомнил? Я давно тебя не интересую. С Пашей, я почувствовала себя женщиной. Снова. Вика. Да ты посмотри на него, Вика. Хорошенько посмотри. Он же разводит тебя, как дурочку. Вика, ему же бабки только твои нужны. Ты че, ты головой подумай. То есть ты хочешь сказать, что меня можно полюбить только за деньги? Нет, Виктория, я совсем не это тебе хочу сказать. Какой ты козел, Ганекеев. Вика, послушай... Какой ты козел. Вика! Викуля, постой! Вика! Вика! Вика, Аркашенька, поедем мы, пора. Тебе надо как-то обустраиваться. Да и у меня тоже гел по горло. Выборы мэра, потом надо москвичам передать эти деньги твои из подвальчика. В общем, ну и кластер строить, конечно же. Ладно, давай. Пока. Самое главное, ты забыл. Я выполнил твой приказ. Потрахался сегодня. Паша! Нет, ну а что, ну было же, я выложился сегодня с утра. Нормально такое, пара, да? Руками-то не лапай-то мне. Не пачкай! Что, правда, что ли, наш? Ну, а что, и нет? Привыкай. Даже не верится. Хочешь, к Крюну не упои? Че, Крым же наш. А может, Европа? К этим пиндосам? Зато к России. Находишь к пиндосам, как пиндосам. Важно. Извините, можно ключи? Ну, я еще завалю. Эй, эй, эй! Эй, эй, эя! Флова! Ты что, Эшканат, кинуть меня решил? Где сколько жизни? Все, гораздо хуже Ваня. Меня кинут. У меня больше ничего нет. Ты что любишь? Ты на списку писал? Квартира, машина, спа, давай, саваня. Ванечка, ты что, тупой? Я тебе говорю, у меня ничего больше нет. Где я тебя возьму, квартиру высру? На, держи, герметик. Зачем? Давай, шагай! Стояк будешь чинить. А знаешь, что сделай с этим герметиком, Ваня? Жопу замазь жене и детям своим, понял? Чего ты вылупилась? Королева, блин, спа она захотела. Вот оно, твое королевство. Вот оно, вот оно. Вот, вот. Вот твое королевство. Ваня, прости. Ванечка, прости, не специально. Ваня, Ваня, я тебя прошу. Ваня, не надо, я прошу тебя. Ваня, не надо. Прошу-ка. Слушай, Ваня, слушай, Ваня! Ваня, я прошу тебя. Это же общательный туалет, Ваня! Ваня, не надо. Ваня, не надо. Ваня, не надо. Господи, прости, казни египетские. Не, только не сердись, ладно? Он еще что, замоет. Правда, здесь еще все в лесе не будет. Да, правильно он все сказал. Вот мое королевство. Чего ты, Нин? Лучше бы я тебе тогда в ЗАГСе не отсказала. Нин! Ну, и чего ты стоишь-то? Давай, давай, убирай. Все. Ты чего размазываешь? Ты чего размазываешь? А что едешь? А что едешь? А что едешь? Само чуть-чуть промокни. Промокни. Вот, как раз. Вот, садитесь на унитаз, держите в натяжку, никто не войдет. Завтра мы поставим защелку, держите. Спасибо вам, дорогой мэр, за заботу о пенсионерах. Пожалуйста, только дождитесь, пока я выйду. Что ты сдох, Аркашка? Не ноль. Ну, я все замыл. Все чисто, как в аптеке. Ну, правда, Нин, все пучком. Нин. Слушай, а мы с этим сварюга, если не задором, мы решили немножко в очушки накатить. Может, присоединешься к нам? Нин, ну подай хоть признак жизни-то. Без комментариев, без комментариев. Обиделась. Ну, у нее всегда так. Обиделась, потом пройдет. А, в ЗАГСе бы она мне ничего не сказала. В ЗАГСе уже в пузе у нее, Юлька была. Давай. Я самый Синеозерский, не знаю его, как никто. И теперь, когда наш прекрасный город избавился от главного кровососа, у нас с вами появилась возможность решить все накопившиеся проблемы. Поэтому я решил выгонять свою кандидатуру на пост главы города. Ты смотри, как гладко чешет. Чтобы наш с вами прекрасный город... Меня научился. И поэтому первым шагом будет строительство нового промышленного комплекса, или, как сейчас модно говорить, кластера. Это будет градообразующее предприятие, которое даст тысячи рабочих мест жителям нашего Синеозерца. Ничего, я до тебя еще доберусь. Френ, ты у меня эти выборы выиграешь, Пашенька. Очень благая водка. Ничего, ничего. Ну что, как говорит наш губернатор, выход всегда есть. Он один раз три миллиона долларов жег, когда узнал, что к ним с обыском едут. Да ладно, стреляем. Это он на свободе. Никто, правда, так и не приехал. Думай головой, Никеев, думай головой. Знаешь, хочешь, ты по чесноку скажешь? Тут по мне один хрен. Что ты, что он. Ну вы же все воры и уроды. Ну что, не так, что? Вы же всю Россию растащили себе по нормам. Вот тебе же похрен, как живет народ. Насрать. Правильно? А знаешь бы, как сделал? Я бы вырыл яму. Собрал вас со всей России. И туда посадил. Без еды. И вот бы вы начали дурношечку пожрать. А все бы стояли со стороны и смотрели. Знаешь, что самое главное? Никому бы вас жалко не было. Блин, как же я сразу не догадался. Про яму? Могу устроить. Самсон, ты русский? Эфиоп. Не сидел? Типунти на язык. Бог миловал. Бог. Православный? Ну а какой? Так, русский, православный, не сидел. Жена, двое детей. Работал на стройке. Служил? Вот и вы. Вот оно. Вот оно. Самсон, ты будешь новым мэром. Согласен. Ты не поднял меня. Я тебя сделаю новым мэром. Через два месяца выбора. Ты же хотел новый уровень. Так вот я тебе его обеспечу. Заодно и город от этой твари спасем. Смотри. Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Ты будешь новым мэром, Самсон. Ты будешь новым мэром. Папа, к нам подступает говно. Ну мне-то это за что? За мной в школе все пацаны бегали. Ну Санька Петрова сейчас завод. Антон Михайлов сейчас ФСБшник. Егор Баранов вот такого расточка был. Он облысел в седьмом классе. А сейчас режиссер в Москве. Говорит, так и я вот этот вот счастливый билетик вытащил. Короче, Леха все плохо. Ты что, запросил? Запросил. Спит. Да. Пиваешь? Спасибо тебе. Марин, ну вот скажи, за что мне это все, а? За мной в школе все пацаны бегали. У Санька Петрова сейчас завод. Антон Михайлов сейчас ФСБшник. Егор Котобаранов вот такого расточка был. Облысел в седьмом классе. А сейчас режиссер в Москве. Только я этот счастливый билетик вытащил. Не убейся. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Нужно тебе. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе. Жена топ-модель и любовница тоже. Но только она чуть-чуть помоложе. Белая яхта, белая яхта по морю плывет. Счастье все ближе, счастье вот-вот. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе. На кухне картины вдали Ивангога. Построена церковь, мечеть, синагога. И для страховки буддистский храм не выгорит здесь, выгорит там. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Держи! Спасибо! Спасибо большое! Слушай, Аркаша, извини, а ты не пробовал это вложить как-то? Ну, деньги же должны работать! Ну, тут я так просто спросил Извини, конечно На тебе бонус, Паша Вложи Спасибо! Спасибо большое, Аркаша, я их не ожидал Спасибо! Слушай, я, короче, отъеду сейчас на часик полтора Ага Ты с Викой посиди, понял? Что ж я ей скажу-то? Че, ну, придумай что-нибудь Авария, скажи, в городе Ага Салют по станции попал Три района без света Только дай Цыганкову позвони, пусть отключит Чтоб я не спалился, понял? Понял Все, давай, действуй, злодействуй Давай, давай, давай Виталий Алексеевич, приветствую, с Новым Годом Слушай, скажи, пожалуйста, ты можешь вырубить Ленинский, Октябрьский и Симашко? Ну, давай часа на два с половиной Ну, потянуло кота на сметану Давай, с Новым Годом Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым Сколько денег нужно, нужно тебе Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым Сколько денег нужно, нужно тебе Немного там, немного здесь И вот уже есть миллионов шесть Вилла в Монако, в Швейцарии счет Но надо, надо, надо еще Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым Сколько денег нужно, сколько денег Нужно, нужно тебе Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым Плохая водка Плохая водка Что водку не ругай Водка, жидкий хлеб Классно, из тебя мэр получится, Самсон О Булька у тебя Как будто всю жизнь В Государственной Думе просидел Угу Будочка моя Хлеборезочка Мэр Ну че, ну че, ну че, ну че, ну руки забери Че Че Я вообще, раз вытки не до туда снимаю Че это ты Снимаешь, почему? Потому что Я не вор Так это придет, Самсон Это вопрос тренировки, и все Я это ничего не понял, Арташ Я не вор И человек чистый Я вот здесь Не вор вообще Ну вот Вот так на митинговые будет говорить, запомни На митинговые, да Вор, вор Откуда это слово, вор Это бизнес Самсон Бизнес Какая разница, кто дороги тебе будет строить Моя фирма Моя фирма Или, дяди Из Москвы Моя фирма Собеседник потерян Ну, как же я здесь чего ненавижу? Ненавижу тебя, кресло. Стол, я тебя ненавижу! Я ненавижу тебя, Юстра! Шкаф, тебя я вообще-то презираю. Это ты, старая плесень. Да почему я не сменил прописку? Потому что ты недоделок. Ух ты! Ах ты, старая вобла! А ну-ка, ступай обратно! В ад! Это ты сейчас в аду, миленький. И знаешь почему? Потому что ты ублюдок. Ты даже воровать нормально не умеешь. Изведи. Изведи. Как там? Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Прочь! Я-то уйду. Ты-то здесь навсегда. Да. Ну-ка, пошла отсюда. Пошла отсюда, стараясь. А-а-а! Ай! Ай! Больно. Больно. Ой, как же я здесь что ненавижу. Ан-ана. Ай Уаа... Вааау Уаау Уау У! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вика, 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 просыпайся. Вика, проснись. Что? Что случилось, паршка? Курочка, деньги где? Какие деньги? Ваши, это наши, наши деньги. Где? Вот. Так. Вот здесь, здесь миллиона три, а? Деньги, где? А? А я не знаю, я обычно отсюда брала. Паш, что случилось? Нет, ничего. Ничего не случилось, спи. Спи, спи, спи. Спи, спи, спи. А? Поехали. Очень плохая водка. Там папа плавал. Кошка, скотина! Пардон, пардон. Ты за мной. Это ты за мной. Маленький умеет тюльпеть, взрослый нет, понял? Так не честно. Как тебя зовут, мальчик? Лёха. Всё честно, Лёха. У кого пиписька больше, тот первый идёт, понял? Что ж такое? А хватит. Ой, вернись! Кому нужны эти ваши райские кущи? Мам! Молодец, Сапсон! Не нингит в уши заливаешь? Да пучком не вздал. Ах! Ах! Послушайте, в чём дело, женщина? Не видите, занята здесь. Ладно, вы взяточник. Сюда ещё не было. Ну, вперёд больного ребёнка, в туалет лезть. Это совсем гнусность. Я вас где-то видел, кажется. А я ваш советник по историческому наследию Синьозёрска. Забыли? А, да, да. Ну, только вот всё вот это к историческому наследию пока не относится, слава богу. Извините. Ах! Запомните. Зло всегда возвращается от правителя. Да. Пойдём. Сталину расскажите вот это. Ха! Дура. Ах! Ох! Слушайте, ну вы неугомонная какая. Ну, видите, я ещё... Послушайте, Виталик, я ещё не закончил. Посмотрите, ну я ещё писаю. Ребята, ну что вы делаете? Вы что творите? Извините, Аркадий Борисович. Было приказано доставить вас с пугающей грубостью. У вас получилось. Пока нет. Ещё раз извините. У-у-у. А-а-а! А! А-а-а-а! А-а-а-а! Где деньги, Аркаша? Ай! У-у-у! Аркаша, подъём. Причёшь, не нагрызай, а? Приуныри. Папка, вон, уже закалку совершил. Ты дурак, что ли? Войной. Ну ладно, ну чё ты, ну. Ну тебя. Ладно, давай лучше мужу полтишку плескани. Чё за праздник-то? Ну, есть праздник. Покарабкиваться мы с тобой начинаем, походу. Да? Да, всё будет пучком. Чё-то я не вижу. Да просто ещё не в курсе. Лин, ну, короче, такое дело. В общем, я в мэра буду выбираться. Куда? В мэры. В мэра нашего города. Аркаш предложил, я буду на его место баллотироваться. Ну, чтобы его потом вытащить. А у меня все шансы есть. Жена, двое детей, православный. Ты не сидел в ДВ. Чё ты молчишь? Ничего. Радуемся детям. Начинаем радоваться. А ваш папа идёт в мэре. А может, потом в президенты. Володю подвинет. Лин, ну вот чё ты начинаешь, а? Блин, ну, тебе не угодить. Ну, чё ты вообще тогда меня хочешь? Да ничего. Ты мозги-то включи. Сходи ты к голымзику, попроси ты у него прощения. Ты знаешь, как он моих родителей называл? Ну, понятно теперь, как он к нам относится. Лин, поимей совесть, а? Да я ради вас вчера чужого человека в задницу сама знаешь чё. И чё? И чё? Всё, теперь герой ничего делать не надо, да? Только бухать. Я стану мэром, понятно? Понимаешь, Акашенька, мы все скидываемся на этот кластер. Кто сколько может. Мне москвичам сегодня 150 отдавать надо. А без твоих 40, у меня 110, понимаешь? На твои деньги рассчитываю, и теперь у меня проблемы. А ты в следующий раз на мои деньги не рассчитывай. И всё будет хорошо. Чё ты из себя мафиози строишь? Ты же завхоз в третьем поколении. Пошёл ты. Бери ногу свою понючью. Значит, предложение такое. Ты мне говоришь, где твои 40 лямов, я тебе делаю условку. Плюс ты забираешь все бабки, которые в комоде лежат у Вики. Ну, если хочешь, вместе с Викой. И всё, катись на все четыре стороны. Предложение, конечно, хорошее. Знаешь, что я тебе скажу? Что? Я тебе сказал, я тебя закопаю. Я выйду отсюда, меня оправдают. Аркелян заявление заберёт. Ай, ай, ай. Бери, больно, больно. Значит так, срок у тебя до вечера, понял, Аркадий Борисович? Я надеюсь, что вы примите взвешенное и верное решение. А если не приму? Ну, тогда приступим к угрозам физическим. Ребят, ты знаешь, они с тобой поработают. Только не так, как раньше. Подумайте. Потому что пальчик-то вы повредили уже. До свидания, Аркадий Борисович. До свидания. До свидания. Тварь. Тварь. Аркаша, поправишься? Что? Фух. Очень плохая водка, Самсон. Вот скажи. Два. Она не верит. Скажи, что я мэра могу ставить. Он может, да. Ну так. Что, когда начнём? Что начнём? А, что, выборы, выборы, это же надо как, ну, выдвигаться же. Слушай, Самсон. Я здесь подумал, знаешь. Схема действительно рабочая, но только времени на неё совсем нет. Мы сейчас с тобой обо всём договорились. Ты же сам это всё... Всё, выборы закончились. А глава Мзюк ждёт. Слушай, Самсон. Дай телефон, позвонить нужно губернатору. Дай, полай, дай. Самовой айфон нормально у меня просит позвонить. Да он заблокировал, ну, не дают мне позвонить. Ниночка, дайте, пожалуйста, телефон позвонить. Я когда отсюда выйду... Ну, вот когда выйдешь, тогда и дам. Шагай. Ладно. Добрый день. Добрый. С прилётом. Спасибо. Добрый. Я... Господа, прошу прощения, произошла техническая накладка. Деньги... Будут. Будут когда? Мне нужно немножко поработать с бывшим мэром. Вы мне сказали, деньги будут сегодня. Да. Мы сюда зачем прилетели вообще? Ну, как зачем? Я сразу сказал, с ним ловить нечего. Павел Юрьевич, я вас, конечно, очень уважаю, как человека, как партнёра, но... Вы себя поставьте на наше место. Я ставлю. Ну, как так? Мы всё согласовали с министерством. Документацию всё подготовили. Прилетели на сделку. Я же прекрасно понимаю. Что вы понимаете? Нет, конечно, у вас здесь удобная развязка, хорошая логистика, но... Проект стоит. Степан Геннадьевич, посмотрите, как нервничает. Да что ты ему объясняешь? Он же чудил. Степан Геннадьевич, почему чудил? Я же внёс аванс. Чего ты сюда припёрся? Пустой! Степан Геннадьевич, ну вы не преувеличивайте, ну... Человек работает, старается, хочет. Да. Ну, а накладки всегда бывают? Всегда, Степан Геннадьевич, накладки. Всегда. Павел Юрьевич. Да. Давайте так. Если через два дня вы не выходите на сделку, мы переводим проект к Калугу. Ну, а ваш аванс, конечно же, остаётся у нас. Подождите, как два дня? Это же очень мало. Для тех, кто сопли жуёт. Степан Геннадьевич. Хорошо, давайте три. Под мою личную ответственность. Валенок. Павел Юрьевич. Три дня. Больше не могу. Три. Степан Геннадьевич. Орёл, Орёл, наше действие. Внимание, отбой операции. Отбой операции. Это приказ, пропустите их. Ещё раз повторяю, отбой операции. Через полчаса встречаемся в управлении. Чё ты гудишь? Что я буду? Убирай свою ***! Сейчас людей найду и уберу! Ну, чё ж так рано приеду? Как раз в гости стоять, чтоб происходить бедря? Подождёшься, давай ищи людей! Людей, вот! Здорово! Да! Давай, давай! Людей! Сейчас найду и уберу! Всё! Занят! Николай Филиппович, приветствую! Не помешал? Помешал! Вали отсюда! Ну, ладно, Филиппович, ну чё ты? Я ж извинился! А я тебе уже извинил! Ты уволен, Сапсонов! Ну, Филиппович! Филиппович! Да где это видано? Чтоб эскаваторщик своего начальника называл куском говна! Ну, Филиппович, ну чё? Забыли! Самсонов, ты идиот! Как я могу это забыть? Ну, хотя давай попробуем! Давай! Я начал забывать! Поехали! Забываем! Ну, ну чё ты издеваешься? Нет, не получается у меня это забыть! Прям во мне всё это сидит! Внутри! Так что, удачи тебе! На новом месте работы! До свидания! Филиппович! Миксер проехать не может! Радиаторы мешают! Ну и в чём проблема-то? Возьмите их сами и перетащите! Нет никого! Всех лучших людей Забрали! В полицию! Для проверки документов! А мужики говорят, мы не должны рабочие батареи тебе дать! Лохин! А! Ну, где я тебе сейчас найду Грушечков? Ну, я! В смысле ты? Ну чё, я могу! Самсонов, ты видел эти радиаторы? А брат возьмёшь? Самсонов, ты сдохнешь! Да я три года Грушечком работал! Тут где лох-то на 15 минут! Засекай! Угновение Лёва, ну вот что ты мне опять глаза мозолишь, а? Ты не видишь, я работаю. У нас и так без тебя здесь цирк. Извини. Дядь Миш, переведи в опергруппу, а? Достал он меня уже в этом архиве сидеть. Он мне уже вот где. Какая тебе опергруппа? Мне твоя мать голову оторвет, если с тобой что-нибудь случится. Ты же глава управления, а женщину боишься. Разговорщики, лейтенант Соколов. А ну-ка, давай быстро на рабочее место. Разрешите? Поздравить желаю. Поздравить желаю. Джеймс и Бонда явились. Что? А посратушки? В столице на дорогие шмотки деньги выделяют, а мозг не вставляют. Генерал Круглов ждёт выхода на связь. Будьте любезны, обеспечьте спецлинию. Ты посмотри на этих столичных лейтенантов Соколов. Пальцы веером, с сопли пузырями. А сами операции проваливают. Это я не тебе. Дима, Дима, соедини меня с Москвой, с четвёртым отделом. Да, с генералом Кругловым. Всё. Дай поиграть. Уровень пройду и дам. Тоже третий проходит. Соседи! Привет. Слушай, дружок, дай свой телефон на минутку. Зачем? Позвонить нужно. У вас свой есть. Он залочен. Его в суде заблокировали. Тебя судили когда-нибудь? А? Не дам. Ах ты жлоб какой. Девочка. У меня нет денег на телефоне. Слышь, мелкий, у тебя есть телефон? Мама запретила с вами разговаривать. Розаточник. Послушай, суда ещё не было. Так есть у тебя телефон? Нет. Тогда не разговаривай. Так, жлоб, смотри сюда. Меняю свой новый айфон на твоё фуфло. Как с Каеном, да? На этот раз по-честному. На крокодиловом чехле. Пацан! Нет? Ну смотри, как знаешь. Я к лапзи Викторову него загоню. Постойте. Ну что там у вас, повязали их? Никак нет. Почему? Георгий Борисович, у нас возникли непредвиденные обстоятельства. Какие? Мэр перепрятал куда-то деньги, и теперь местные коррупционеры не могут собрать необходимую сумму и выйти на сделку. Понятно. Так, и что? Ну, мы дали объекту три дня на сбор денег. Ну, сейчас он этого мэра прессанёт, и всё. Закончим операцию. Да вязать их надо, а деньги потом найдём. Да? Вон, сколько их уже посадили, а деньги в офшорах. Да закрывать их надо. Товарищ генерал, операция называется «Золотой ярд». Кренарт! Операция называется «Золотой ярд», потому что наша задача изъять у взяточников миллиард рублей. В этом весь смысл. Ну, всё же хорошо. Легенда с кластером отличная. Всё работает. Зачем дёргаться? Да, все бабки брать надо. Так, а это кто? Лейтенант Соколов, товарищ генерал. Работает у нас в архиве. А почему он присутствует на секретном совещании? Спасибо, Линочка. А на секретном совещании он мой племенник. Здрасте. Лёва. Лёва. Так, операцию продолжаем. Михаил Михайлович, оказывайте Лаврову полное содействие. Есть. Всем чмоки в этом чате. Лёва. Ты что, охренел? Подставляешь меня перед этим бандерлогом? Так, я всё слышу. Я только видео отключил. Товарищ генерал, извините. Был взволнован. А вы чё ржёте, дятлы? А что за дебильное меню здесь? Ну, как выйти в номера? Вот так вот проводите. И трубочка. Так, дай яйфон. Зачем? Поменялись. Он мой. Мне телефон губернатора нужно посмотреть. Дай сюда. Только из моих рук. Что за жилоб у тебя страшный? Губернатор. Да нет, это тёлка. Свин. Наверите, свин. Свинка, Пеппа. Давай. Восемь. 966? Да. 090? Да. 1579. Так, слушайте. Ну-ка, ребят, выйдите из комнаты. Мне с губернатором нужно... Чё? Выйдите из комнаты, я прошу. Это наша комната. Так, ну-ка, вышли быстро из комнаты. Ну, я вас что? Слово мэра уже ничего не значит. Вышли. А вы мне тоже седьмой айфон подарите. Подарю. Всё вам подарю. Так, инвалида с собой забирайте. Давай. Давай, коллега. Давай, 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 давай. Давай. Рука за пояс, за спиной. Плотнее ко мне. Так. Вращаемся вокруг собственной оси. Отдыхай. Виктор Степанович, Аникеев беспокоит вас. Ой, какие люди. Ну, Аркаша, как дела? Плохо. К сожалению, очень плохо, Виктор Степанович. Я знаю. А мне-то чё звонишь? Мне очень помощь ваша нужна. Ой, как интересно. То есть ты меня подсиживаешь, сука, в наглую? Я... В Москве про меня всякие гадости рассказываешь. Кричишь, какой я неэффективный. Я... Какая у меня толстая жопа. Я знаю, как я у тебя в телефоне записан. Свин. Мне докладывали. Виктор Степанович, послушайте, это поклёб. Это поклёб чистой воды. Вы у меня батя записаны. Клянусь вам, я никогда под вас не копал. Клянусь вам. Мне некогда. Постойте, Виктор Степанович. Клянусь вам. Виктор Степанович. Вращаемся вокруг собственной оси. Руку тянем вот туда. Виктор Степанович, опять всё. Ну, какой назой был я. Да. Виктор Степанович, не бросайте трубку, умоляю вас. Я сейчас перед вами стою на коленях. Виктор Степанович, простите меня, дурака молодого. Простите, пожалуйста, я сволочь, конченая. Я осознал, я каюсь, каюсь. Вы самый эффективный. Вы столб этой области. Вы самый... Ну всё, слиплась жопа от сиропа. Чего хочешь? Виктор Степанович, мне очень плохо здесь. Я сегодня спал в одежде на панцирной сетке. Мне продуло. Меня жена бросила. У меня на правой руке два пальца сломаны. А вчера меня говном облило. Правильно. По мощам иелей. Это правильно, да. Я согласен. Но, быть может, мы как-то вытащим меня отсюда. А я в долгу не останусь, Виктор Степанович. Я в полном смысле слова, я в долгу не останусь, клянусь. Аркаша, дело сложное, понимаешь? Ты у Третьякова под личным контролем. Вот если Третьяков мне отмашку даст, я твоего заявителя нагнул. А сейчас, извини, я ничем помочь не могу. Виктор Степанович, а может быть, вы ему сами наберете? Что я? Позвони Третьякову. Я что, с ума что ли сошел? Он контуженный. Не, милый, я подставляться не буду. Вот ты сделай, чтобы он мне отмашку дал, а я уж отработаю. Все, давай, не скули. Не соединяй больше. Давайте уже закончим это. Давайте вы руку чуть-чуть потянете, а я все сам сделаю. А вот это правильно. Вот сам все и сделай. Я готов. Раз, два, три. Полежи пока не вставай. Что получилось? Супер. Просто супер. Хорошая фотография. Чего напишем? У меня два варианта. Без дзюдо никуда и без дзюдо никуда. Ты что, дебил что ли? Тогда классика. Мы все больны дзюдо. А вот это хорошо. Выкладываю? Выкладывай. Все, поехали ждать, ребята. Алло, Диман. Ты знаешь, что я сейчас с тобой по новенькому айфону разговариваю? В смысле не веришь? Да я сейчас фотку тебе пришлю. Слышишь? А как ты по нему разговариваешь? Он же залочен. Да я в настройки зашел, сотовую связь включил и все. Ваш суд не особо заморачивался. Охренеть. Нам необходимо установить наблюдение за этим мэром взяточников. На Осипенко надежды мало, будем сами разрабатывать. Да что его разрабатывать? Присануть по полной и все дела. Лёва, ты еще здесь? Ну-ка, живо в архив. Я же записываю. А тебя кто просил? Я все запоминаю. У нас здесь вообще записывать ничего нельзя. В архив. Да. А у вас тут в провинции, я посмотрю, профессионал на профессионале. Давайте по существу. Оно уже ушло, в архив. Извините, капитан Заварзин шутит. В квартире этой коммунальной, в которой бывший мэр под домашним арестом сидит, нам нужны уши. Да, поэтому нам необходима вся информация по всем жильцам. Прошу. Что смотрите? Мы тут тоже не пальцем деланные. Так, семья Самсоновых, он строитель, она медсестра, пьющая, поэтому я бы не рекомендовал. Дети, обычные подростки. Марина Былинкина, доцент из ТФАКа, разведена. Состоит в интимной связи с ректором своего вуза. Воспитывает больного ребенка. Ну, пацана что-то с суставами ходит на костылях. Так, гололенточница, активно выступает против власти. Ну, верните, Крым и все такое. Не в Минько. Поэтому остается Клавдия Сопрыкина. Миссионерка, коммунистка, верующая. Все про всех знает. Посоветую остановиться на этой кандидатуре. Скопируйте мне, пожалуйста. А мне больше нравится мамашка с больным пацаном. Ну, возьмите ее, если хотите все окончательно профукать. А у Кошана брать. Верняк. За Бухова маму продаст. Лёва, я тебе где сказал быть? В архиве. По ноптику. И место, где располагается наш с вами город Синеозерск, находилось в зоне постоянных набегов кочевых племен. И этот процесс продолжался в течение почти четырех веков. То обостряясь, то затухая, то Косатонова. А ты почему не пишешь? А у меня диктофон включен. Скажи, а экзамен вместо тебя диктофон сдавать будет? Так, остаемся в аудитории. Не шумим, я скоро вернусь. Вот. Ты увольняешь меня? Ты серьезно? Да, прости. За поведение несовместимое с педагогической этикой? Блестящая формулировка. Ты что, издеваешься надо мной? Мне горько, мне плохо. Я, между прочим, не молодой человек. У меня сердце, может, не выдержит. Мерзается. У меня больной ребенок. Я преподаватель по истории. Где я устроюсь в Синеозерске? Я уже позаботился об этом. Вот. Я попросил Леночку прошерстить кое-какие вакансии. Вот. Продавец-консультант в салоне связи? Ну да. А почему нет? Продавец, между прочим, получает больше, чем преподаватель. Мариночка, потом я сразу хочу предупредить тебя, что я разрываю только рабочие отношения. Что касается личного, это останется... Марина, я люблю тебя. Марина. Какое глупое и смешное умоление. Это тебе. Тебе смешно. А мне это очень печально и грустно. Прости. Это Алла Евгеньевна. Я должен ответить. Да? Да, Аллочка. Ну, как Томск. Да, как Колоквиум. Что, Шаповалов? Шаповалов провалил доклад? Ну, я же предупреждал вас об этом. Что? Не может быть. Вот это вот что такое, я вас спрашиваю? Вот это что такое, я вас спрашиваю? Что смотрите, бандерлоги? Вы совсем страх потеряли? Так я вам сейчас вмиг этот страх верну. Просрали указы президента. Что молчает? Не хочется перед президентом отвечать. Нет? Нет? Ты что на часы смотришь? Ты торопишься? Я тебя спрашиваю, ты что на часы смотришь? Да где я их взял в часы? Черт! Черт, покажи мне! Где ты взял часы эти? Снял быстро! Будет он мне тут еще придет. На, синий. Ты что смеешься? Я тебе клоун что ли? Мне понравилось вот это выступление мое? Они не нравились со мной! Так, встали! Встать, когда с вами разговаривает офицер российской армии! Всех закроем! Вы всасываете или не всасываете! Так всасете! Приятели! Ну как я позвоню этому Третьякову? Что я ему скажу? Здравствуйте, Петр Олегович, это Аникеев. Аникеев? Ну что, проворовался, сука? Да я тебя посажу, тварь! Ты у меня всю жизнь на зоне гнить будешь! Ты всасываешь или не всасываешь? Так носит, сасешь! Очень похоже. Да, реально похоже. Так может вы сами и позвоните этому вашему губернатору? И что? Ну ничего, я так один раз колосуху развела. Позвонила от имени директрисы и отменила контрольную. То есть, ты позвонила со своего телефона и все поверили, что ты директриса? Да нет. Ну, сейчас программ куча всяких, там, намбер фейк, фейкинг. Они подменяют номер. То есть, получается, звонила я, высветилась директриса. Пранкеры так часто делают. Да ну, бред. Бред какой-то. Он, конечно, не поверит все равно. А с другой стороны, чем я рискую? Так, слушай, давай свою программу попробуем. Так у меня и нет. Вы чего, там такой скандал был, я ее нафиг удалила. С переновы надо покупать. Сколько? Рублей пятьсот. Пятьсот. А, блин, ни копейки нету. Черт. Так, ребятушки, дайте денег, а? Дайте, я выдавшую отдам. У меня нет. У меня тоже нет. А у кого есть? Так, шнурок. У тебя наверняка есть копилка. Есть же копилка? Я по хитрым глазам твоим вижу, есть. Мы с мамой на PSP копим. Да? И сколько уже накопили? Восемьсот пятьдесят рублей. А сколько стоит твоя пипися? Пять тысяч рублей. Давно копите? Полгода. Полгода. Послушай, малыш, у меня есть к тебе деловое предложение. Смотри. Ты мне даешь пятьсот рублей, а я выхожу и покупаю тебе лучшее PSP в мире. А если не выйдете? Вот видите эти часы? Это Швейцария. Золото. Я их продам, понимаешь, да? А тебе куплю. Ну, согласен? Мама сказала, что вы сволочь. У вас, как жадина. Ну, допустим, я сволочь. А ты жадина. Жлоб. И не помогаешь людям, которые в беде. Ну и чем ты лучше меня? Что, обиделся? Иди, иди. На обиженных воду возят. Так, ребяношка, ну давайте, накидывайте еще варианты. Вы знаете, где деньги родители ваши хранят? Знаем. Где? Нигде. Я не жаден. Вижу, вижу, ты герой. Молодец. Так. Уже открывалка была снизу. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Сергеевна Булинкина. Майор Лавров. Капитан Заварзин. ФСБ. Что же, донесли? Не понял. А что здесь непонятного? Я это говорила, и от слов своих не отказываюсь. Каких слов? Крым, это не Россия. Вы преступно аннексировали чужую территорию. Так что вот, можете меня арестовывать и вести, как ваши эти. За стенки. Да куда хотите. Я готова. Извините. Одну минуту. Толя. Полкан прав. Она совсем ку-ку. Я бы не связывался. Но все-таки лучше, чем бабка. Сдох по сегодня. Сдох по сегодня. Видите, человек надрывается. Ну-ка, поможем быстро. Даур. Рахман, камон. Чего вылупились? Схватили радиаторы и вперед. Самсонов. Да. Зайди ко мне. О, Филипп, мне полчаса, скажи. По морю. Ну, хорош, Самсон. Понятно уже, что ты очень сильный. Держи. Ну, чё, один, что-то. Ну, чё, один, что-то. Ну, чё, забыли, Филипп, забыли. Вы зря теряете время. Шпионить вот это вот на вашу людоедскую контору я не собираюсь. Поймите, этот человек взяточник. Ну, его и посадят. В нашу тюрьму, в которую даже убийц сажать нельзя. Что вы от него ещё хотите? Чтобы он вернул деньги, которые украл. Чтобы их разграбили такие же, которые повыше сидят? Чем я вам могу помочь? У вас есть свои методы. Водичкой и лицо через тряпочку выливать. Или бутылкой от шампанского насиловать. Господи, Марина Сергеевна, у вас превратное представление о нашей работе. Нам всего лишь нужна ваша помощь. С другой стороны, мы вам можем чем-нибудь помочь. Как? Крым вернёте? Это вряд ли. А вот вашу работу вернуть можно. К тому же любой труд оплачивается. А у нас неплохо. Купите ребёнку PSP. Вы что, за нами следите? Откуда знаете, что мы копим на PSP? Господи, да все дети хотят PSP. Значит так. Продаваться за ваши серебряники я не собираюсь. Я не стукачка. Все. Марина Сергеевна, возьмите, пожалуйста, на случай, если передумаете. Я не передумаю. Ну, на всякий случай. Кто это не Самсон? Лучше скажи, за что ты меня так ненавидишь? Ну, ничего, я тебя иду. Ничего, я тебя иду. Ты смотришь на меня так, как будто убить хочешь. Ты что, нормально на тебя смотрю? Ты чего? Да. Ты через губу разговариваешь. Да нет, мы просто колбаса. У тебя какие ко мне претензии? Какие? Да ну не... Вот сейчас мне прям возьми и в глаза скажи. Ну, прям вот давай, говори мне в глаза. Хорошо. Вот смотри, Николай. Да. Вот ты мне сейчас водку наливаешь, да? Да. На самом-то французский коньячок потягиваешь. Вань. Чего? Ну, че, как маленький-то? Ну, тебе какая разница, что бухать? В смысле? Ну, у тебя какая цель? Что бы тебя торкнуло? Бухать как у тебя, чего? Ты же не вышел на уровень смакования дорогих напитков. А вы, Николай, вышли. Понял? Ты че, думаешь, я жадный? Думаю, жадный. Ты думаешь, жадный? Да. Я жадный. Я не жадный. Я разумный. Разумный. Ага. Тебе французский коньяк ни к чему. Тебе знаешь, вот. Вот тебе. На. Эта путевки на двоих в Крым профсоюз выдал. Март месяц, начало сезона. Знаешь, я мог Бухину отдать, либо сам поехать. Отдаю тебе. Подожди, там же в марте сейчас колотон. Ты че за человек все-таки такой? Андрей Иванович, я на это не подписывался. О, приятного аппетита. Спасибо. Они вместо трехсотого, сто пятидесятый бетон привезли. Сплошной щебень. Так что, похоже, Самсон-то и зря. Я радиаторы таскал. Ничего не надо, не зря. Матрешкин, матрешкин. Я сейчас этого поставщика, сука, в этот щебень и закатаю. Ты когда наряды подписывал, ты смотрел? Слушай, я у всех в бригаде поспрашивал. Никто не хочет в твой долбанный Крым в марте месяце ехать. Там шлашные дожди и снег. Врут. Врут. Уэй. Уэй. Ну что, все лайкнули? Так что я тут не очень поняла, куда это? Ксения, Татьяна Григорьевна, ну все же просто. Ну видите, вот здесь сердечко, видите? Ну жмите на него. Да, жмите. Так, все, давайте, начали. Священие. Смертность в крае за последний квартал превысила рождаемость на 18,6%. По сравнению с прошлым годом, показатели упали на 3,8%. При этом, ну что, сколько там? 117 лайк. А что так мало-то? Ну, мы же только начинаем. Через месяц по 5 тысяч будет. Смотри, не будет, я тебя уволю. Вы точно все лайкнули? Да. Так, тихо все. Полпред. С ума что ли сошел? Да-да. Ты че там дадакаешь? Дятел что ли? Нет. Че ты неткаешь там? Ты че там неткаешь? Я тебя спрашиваю. Ну ты че молчишь, бандерлок? Я? Головка часов заря. Вы что там нюх потеряли? Почему у вас Аникеев под арестом? А? Охренели совсем? Нет. Ну так он же на взятки попался. Ты что там сейчас прохрюкал? Свин. Какая взятка? Ты у меня сам, сука, на взятки попадешься. Отпустить немедленно. Петр Олегович, вы же сами сказали, чтобы... Ты че не всасываешь? Ты с первого раза не понимаешь, что ли? Понимаю. Ну а почему ты мне голову трахаешь? Почему голову трахаешь, я тебя спрашиваю? Я не трахаю. Вот и не надо. И порешай сегодня. Понял. Смотри мне там. Петр Олегович, не отключайтесь. Ну что там еще? Вы просто обещали решить вопрос с Арцебашевым. Это с полярником нашим. Я решил уже все, расслабься. Арцебашев доволен как слон, сам сказал. Как сам сказал? Как ты по телефону сказал. Так он же умер. Кто? Арцебашев. Речь-то о захоронении шла. Как мертвый человек может по телефону говорить? Кретин. Никак. Да потому что это не Арцебашев был, а его родственник. Благодарить пришел. Потому что ему Ваганьковское кладбище сделал. Идиот. Так оно там и было, Ваганьковское. Он просто просил свой прах над ледовитым океаном распылить. Распыляют удобрение чучело, а прах развеивают. Арцебашев хотел, чтобы его развеяли, а народ, чтобы у героя могила была. Поэтому я решил. Одну треть на Ваганьковское, две трети над океаном. Понял? Гениально. Вот просто и гениально. Все. Все, не благодари меня. И с Аникеевым реши. Все, отключаю. Все. Я не могу поверить. Люди за миллион баксов выйти не могут. А я что, за 500 рублей вот так вот все сделал? Угу. Держи, малыш, свое. Как и обещал. Жрать хочу. Слона бы съел. Так. Понятно. А есть что-нибудь? Да вон, мам, курицу свою. Курицу? Я еда спрашиваю. Есть? Чайник хотя бы поставить. Так, а чей холодильник? Это Клавдия Викторовна. А че замок висит? Она там взятки для врачей хранит. Взятки? А это уже что-то. Ох ты. Э, вы че? Нас же мама убьет. Так, успокоились все. Сейчас за мной приедут и увезут меня отсюда. Мы с вами больше никогда не увидимся. Но зато я вам сюда такие деликатесы подгоню, которые вы никогда не пробовали. Клавдия будет кипятком писать. Клавдия Викторовна будет кипятком писать. А так можно? Так. Хоть что-то. Ну скажи мне, я Жанна имею? Нет. Я рациональный. Мурлона. Ну это разве кравы? Вот в Сингапуре я поел краву. Ну а ты чего сидишь как неродной? Давай ешь. Мама говорила, что у меня мои кролюшки. Мама так говорит, чтобы ты у нее икру не просила. У нее денег нет. Вы же нищие. Давай, хватай. Мы ей не расскажем. Ешь. Ну, вкусно? Да. И никакой аллергии. Скажи мне, ты сидишь или стоишь? Осадись. Короче, мне долмазюк путевку в Крыму подогнал. В голове их. Ну да. Ну когда сейчас, в марте. Почему там холодно-то? Ты чего? Нет, там сюда только денег туда вбухали. Я серьезно говорю. Там сейчас есть эти бассейны с подогревом. Все это есть, конечно. Да. Это с морской водой. Ну. Давай лучше купальник себе какую-нибудь присмотри. Да. Давай, возьми два. Буду вечером выбирать. Я спи тебе куплю. Так. Ну а ты что хочешь, девочка? Я в Москву хочу свалить. Это хорошо. Это цель. Поможем. Жлобу уже айфон справили. Вы меня, ребятки, держитесь. И все у вас будет хорошо. Потому что я кто? А вы яточник. Слышь ты. Во-первых, суда еще не было. А во-вторых. Посмотри, пацан. Я тебе могу игрушку купить, а твоя мама нет. Почему? Да потому что она лохушка. Не в обеду я ей буду сказано. Как и многие. Она овца. И все ее стригут. А я помогаю людям. И люди мне за это благодарны. Мама хорошая. Да отличная мама твоя. Никто же не говорит. Ты просто с нее прим... Ты что, пацан? Слышишь? Номер скорой, быстро. 911. Это в Америке у нас, нашу скорую. 03. Девочка, ну сделай что-нибудь. Тетя Марин, тут ежи плохо. Воды надо. Может и будет. Что случилось? Лешенька! Леша, что случилось? Леша, Леша. Так, дыши. Дыши, сынок, дыши. У него жаление срочно. Все, вот он взял просто. Мы не понимаем. А, ну аптечка в тумбочке по телевизору. Слава, пусть ты. Давай, давай, дыши. 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 Сынок, дыши. Вам же ребенок сказал, что у него аллергия. Ну я думал, вы ему врете, потому что икра зарогая. Я своему ребенку никогда не вру. А откуда дети берутся, он знает, да? Знаю, охрану покупают. Оля. Знаете что, идите отсюда. Мама, на ругать, дядя Аркадь, у меня сегодня PSP привезет. С какой ты стати? Я ему копилку отдал за PSP. Знаете, мне кажется, даже для такого подонка, как вы, это уже слишком. В чем дело? Куплю я ему это PSP. Просто мне срочно понадобились эти копейки. А знаете что? Нам не нужно ваше PSP. Мы себе сами купим. Да, Алексей? Нет, не купим. Ты же вяток не берешь, потому что ты овца, и тебя все старикут. Что? А я буду брать, чтобы когда ты состаришься, помогать тебе буду. Что такое? Ты гнида. Еще раз к моему ребенку подойдешь, и я бомжа за бутылку найму, и он тебя во сне горло перережет. Понял? Что у вас за духи? Кристиан Диор. Жадор, верно? Я тебе предупредила. Сибиральная служба исполнения наказаний. А вот это за мной. Я покидаю вас. Ваш сын безопасности будет бедным и честным. Добрый день. Добрый день, господа. Как я рад вас видеть. В суд? Пора. Пройдемте. Я вам заберу свои вещи. Здравствуйте. Здравствуйте. Чао-какао. Частливо прозябать, как говорится. Частливо прозябать, как говорится. Порядка. Вот эту рыбку и гадика. Пожалуйста. Ну, привет, артист, пародист. Здравствуйте. Че стоим? Присаживайся, не бойся. Ты знаешь, Аркаша, я ведь повел сам, чуть тебя не отпустил. Представляешь, повезло. Третьяков перезвонил специально по твою душу. Я как идиот рапортую, все нормально, отпускаем Аникеева. Да, как же он орал. Ну, извините. Ну, ты молодец. Очень похоже. А давай-ка еще разок, скажи чего-нибудь. Ну, давай, ладно, хватит ломаться-то. Давай. Ну? Ну, чего ты несешь, Бандерло? Сниму тебя нахрен. Каракатица ты неспортивная. Че ты ржешь? Толстожопик хренов. Свой хрен, небось, только в зеркале рассмотреть можешь, а? Хватит, хватит, хватит. Простите. Один в один. Настенька. Ты талантливый, Аркаша. Спасибо. Ну, ты денежку-то отдай. Тебе же нормальные условия предлагают. А, так вы тоже в этот кластер вкладываетесь. Я? Я ни во что не вкладываюсь. Мне просто очень нужен этот проект. Он хороший. Резонансный. Ты же знаешь, я тут на соплях висю. А если не отдам? Ну, ты, парень-то, умный. Ты же сейчас один против всех. Хэппи-энда не будет. Давай, ты, приезжай к себе. Подумай хорошенько. Фокаччо можешь взять на вынос. А ничего-то я вам и не отдам. И Фокаччо мне ваша не нужна. Благодарю. Это я вам, кстати, дарил. Клоун. Рэкетир. Пошел ты. Здравствуйте, парень-витя. Самсонов, не входи пока. Давай. Короче, нет. Такое дело, короче, с работой облом. С Крымом понятно тоже. А никто и не сомневался. Мама, это ПСП! Мама, это ПСП! Мама, это ПСП! Ура, ура, ура! Пойдем, пойдем, не расстраивайся, мы купим. Дай сюда, идиот! Это мой айфон! Мечтай! Взрысни отсюда! Взрысни отсюда! Что за ешкин кот? Ну что, Аркашенька, наступила ночь, просыпается мафия. Что за шутки дебильные? Нормальные шутки. Дебильные же! Нормальные! Где деньги? Денег нет, но вы держитесь. Это ты держись. А ну-ка, Виталик, и пообщайтесь-ка с ним. Мы это, Павел Юрьевич, посовещались, решили, мы с Аркадием Борисовичем общаться не станем. Что? Он нашей сестре квартиру дал и бабушку на лечение в Израиль отправил. Ну так она все равно умерла. Но он же отправил. Что? Неожиданный поворот, Пашенька. Добро возвращается к отправителю. Спасибо, парни, спасибо. А теперь, сломайте-ка Павла Юрьевича руку, сломать ему руку. Тоже не можем, мы на вас больше не работаем, мы работаем на него. Ну вот тогда и присоните Аркадия Борисовича, иначе уволю к чертовой матери. Хотите, увольняйте. Лучше все равно не найдете. Это шапито какой-то. Это ты, мэру палец, сломал? Ну и что? Предложение есть. Деловое. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Алло, это Марина Балинкина. Я передумала. Я согласна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе? Немного там, немного здесь. И вот уже есть миллионов шесть. Вилла в Монако, в Швейцарии счет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Но надо, надо, надо еще сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сколько денег нужно, сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сколько денег нужно, сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА 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 об этом ничего слышать. Понятно? Губернатор на связи. Соедините. Привет! Виктор Степанович, приветствую. Ты ролик видел? С Аникеевым-то? Ну, конечно. И что тут такое радостное, придурок? Я не радостный, Виктор Степанович. Совсем. Ты предпринимаешь что-нибудь? Конечно, предпринимаю. А как же? Что-то голос какой-то не очень уверенный. Почему не уверенный? Голос уверенный. Мы тут все предпринимаем, так сказать. Что конкретно? Ну, как обсуждали. Слышь ты, дядя, ты не обсуждай. Ты действуй. Этого Самсонова надо ликвидировать. В смысле, Виктор Степанович, как прям вот и, прям так, да? Политически, чучело. А, ну я так и думал, политически, конечно. Вот ты попробуй мне только выборы. Прошли. Действуй, макака шерковая. Слышали? Понятно? Нам необходимо ликвидировать этого Самсонова. Естественно, политически. Все, давайте, работаем, работаем. Че мы сидим? Три, пятнадцать. Фух. Ну чего, есть? Есть. Хорошее фото. А текст? Много дела, поэтому сегодня только десять километров. Хороший текст. Выкладывай. Так, все, давайте, снимайте с меня это. Говнок. И коньяку дай. Замерз, как собака. Хотела обратить ваше внимание, что произошла накладка. И меня никто не встретил на вокзале. Это не накладка. Вас они должны были встречать. Как так? А вот так это. Потому что у нас бюджет урезан. И вообще, вы теперь работаете не на своего дружка, а не Киева, а на меня. А, извините, а ничего, что у меня в такси чуть не изнасиловали? Ой, а с вашим прошлым-то вам не привыкать. Ну, сейчас, подождите. Ничего я ждать не буду. Я жду только одного. Результатов от вас. От вас, от столичных гуру. Работайте! Хорошо. А какой у вас адрес? Шахтерская 6. Спасибо. Ваш запрос принят. До свидания. О, нормой. Ну, выруби, достал уже меня. Все, пап, прости, просто пять миллионов просмотра. Аркаш! Вот. Ужасно, отвратительно. Очень плохой костюм. Ну, что? Отличный костюм. Ну-ка, скажи, все говорят, а я делаю, скажи. Все говорят, а я делаю. Не верю. Фальшивка какая-то. Похож на какого-то зажравшегося ворюга. Чего? Кто ворюга-то? Вань. Кто из нас ворюга? Че, Вань? Это мой свадебный костюм вообще-то. Да не обижайся, ты, Вань. Ну, фактура у тебя такая. Так, снимай это говно. Сейчас в воду, что-то подходи. Слушай, тебе по шее надавать, что ли, а? Алло, да. Да, здравствуйте. Штаб-кандидат Самсонова. Я вас слушаю. Это говно. Ну, какое же говно? Вы чего? Ну, вы чего уж это, модный приговор здесь устроили? Очень плохие вещи, очень плохие. Не знаю, не нравится мне этот свитер. Свет у него какой-то какашечный. Да вовсе не какашечный, Ваня. Карамельно-сливочный цвет. Да. Очень тебе к лицу. Очень. Надень куртку, надень. Ну, мне что дверь открывать? Да, да, сейчас. Сейчас. Вот, вот. Отлично, отлично, Вань. Вот это твой образ. Вот теперь, теперь скажи слоган свой. Скажи. Ну, все говорят, а я делаю. Вот, вот. Прекрасно, Нина. Ну, работает же. Работает, работает. Молодец. Пап, там пивзавод пиво передал для народного кандидата. Попросили с бутылкой сфотографироваться. О, давай. Фото и пока, батя трезвый. Хороший подгон, а? Да, ну, подожди, не надо. Сам-то надо, отдай. Чего, руки? Руки прочь от пива. Ты че, на базу? Я тебя прошу, я тебя прошу, не спорь. Ты вообще, ты с нами или против нас, Ваня? Да, блин, с вами я с вами. Так вот, послушай меня, Ваня. Нам нужно чуть-чуть потерпеть немножко, поработать, и в конце нас всех будет ждать вкусная морковка. Ты это понимаешь? Понимаешь? Понимаю, Вячес. Все. Нина, проконтролируйте меня, пожалуйста. Да че вы меня контролируете? Не надо меня контролировать. Я проконтролирую. Ну че, я алкаш какой-то. Я проконтролирую, Аркаш. Можно на минутку? Да, иду. А, так, послушайте. Будут разные провокации. Не поддавайтесь. Все контакты только через меня. Слышите? Все, я сейчас. А свитер это я все равно не одену, понятно? Карамельно-сливочный, блин. В чем дело? Я гляжу, ты, Аркашенька, довольный такой. Светишься. Будто кило полония сожрал. Типун вам на язык, Лавдия Викторовна. Мы же не в Лондоне. Ну, а насчет настроения вы абсолютно правы. Оно у меня действительно очень хорошее. В конце тоннеля забрежил свет, и я не вскрою, очень этому рад. Ну так я сейчас, Аркашенька, свет этот тебе потушу. Что вы имеете в виду, ягодка моя? Вот, гляди. Кандидат твой во всей красе. Вот, полюбуйтесь, люди добрые, кто в нашем доме творится. Э, 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 миссионер, а ты что, а? Совсем лука попутала? А? Так лапище пора. А? А, свали с дороги, дядя Варик, спать идет. А? Что это за ужас такой? Да, это, это балетик твой засратый. Ой, судопись. Хоть, хоть штаны бы подтянул, ну, взрослый же человек, а! Ну что, когда это было? Ой, это, Аркашенька, бывает очень часто. Глаза заливаем, колобродим, песни орём. Вот, прошлый месяц в шкаф мой нас ссали, с туалетом спутали. Это кошмар, я не спорю, но зачем на видео снимать? А участковому хотела показать. Так, давайте-ка мы с вами поступим следующим образом. Вы отдайте это видео мне, а мы, как одержим победу, обеспечим вам достойную старость, повысим пенсию, так сказать, вставим тазобедренный сустав, стеклопакет новый поставим. Ты мне ещё сиськи силиконовые пообещай. Нет, уж лучше я это в Life News залью, и мне 15 тысяч на карту переведут. У меня вот в смартфоне и приложение имеется. Какая вы всё-таки прогрессивная бабушка. Что вы хотите за это видео? Телевизор. Хорошо, будет вам телевизор. Попа, погоди, погоди. А, погоди, мне не надо. Значит, диагональ не меньше 40, цифровое шумоподавление 100 Гц, и чтобы поддерживал 3D и смарт-ТВ. И очки в комплекте. 3D, я так понимаю. 3D. Да слышно. Господин Самсонов? Ну? Добрый день. Здравствуйте. 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 Меня зовут Илона. Я возглавляю предвыборный штаб Павла Юрьевича Осипенко. Разрешите войти? Зачем? У нас для вас есть очень интересное предложение. По всей предложению Канякееву. Нам провокации не надо. Да, а мы вообще сейчас уходим. Нет, что вы, никаких провокаций. Просто 5 минут вашего времени и всё. Ого, какие люди. Ничего себе. Запомните эту женщину. С ней вообще нельзя разговаривать. Это наш самый главный враг. Я так понял. Умный и коварный. Каркаш, а ты что, меня боишься? Ну, конечно. Иди дай поцелуя. Ну, а что вы стоите? Идите, идите, делайте добрые дела. Идите, идите. Давайте. Всего доброго. Пойдём поговорим. Поздравляем. Здрасте. Здрасте. Прошу. Да. Не пять звезд, конечно. Да ерунда. Мне даже нравится. Экзотика. Как тебе твой новый кандидат? Унылый гонок. Разбираешься в людях. А то. Кстати, если хочешь, можешь попасть к нам в команду. Шансы у нас огромные. И денег я тебе заплачу, разумеется, когда выберусь отсюда в десять раз больше. Аркаш, ты же понимаешь, дело не в деньгах. А в чём? У меня репутация, я не проигрываю. Илончик, а кто тебе сказал проигрывать? У нас не кандидата, бомба. У твоего Самсонова шансов нет. Извини. Да, спасибо. Здрась. Здрась. Ну что, Аркаш, как там мой вопрос? Решается ваш вопрос, Клавдия Викторовна. Прошу вас, вы не видите у меня встречи. Ты чего орёшь? Время не у тебя до вечера. Орёт он. Пенсионеры? Да, бывает. Ну так как, Илончик? А никак, Аркаш. Эх ты, подруга называется. Ты забыла, кто тебе спилоны снял? Что? Кто тебе из этого овертепа вытащил? Кто тебе денег дал на образование? А, ты забыла? Только не надо мне сейчас на совесть давить. Я тебе отработала ещё тогда, на тех выборах. Так что, ничего личного? Извини. Ни хрена у вас не получится, поняла? Вот видишь, села. А ты говоришь, головой ударился. С головой у него, к сожалению, всё в порядке. Да. Похоже, он тут надолго. Жена со мной разведётся. Да? Добрый день. Здрасте. Скажите, а что у вас там было за вопрос с Никеевым? Все говорят, а я делаю. Смотри, скажи. Все, блин, сейчас. Все говорят, а я делаю. Что, как дурак-то? Мам, я снимаю. Чё, ты же не хочешь? Лё, снимаешь? Давай. Все говорят, а я делаю. Вот. Давай. Все говорят, а я делаю. Ой. Все говорят, а я делаю. Ну, это не Матильда. Ну, как, вот же пятно. Ну, пятно у неё в другом месте. И потом, это же кот. Ой. Хороший. Я бы хороший. Сейчас. Сейчас. Смотри. Найдём Матильда. Может, Матильда-то там, а? Снимаешь? Снимаю. Давай. Молодец. Давай сильнее, сильнее, сильнее. Ну, ещё. Нет, да это, давай это, правее, правее. О, молодец. Все говорят, а я делаю. Вот. Да. 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 Мужики, ну, чё вы стоите? Давай помажем. Не надо. Мы сами. Вань, давай. Давай. Снимаешь? Вот. Вот и всё. Делов-то. Все говорят, а я делаю. Сняла? Ага. Юль, чё у нас там дальше-то? На Московской перевернули ящики с мусором. Он лежит и воняет. Да ну нахрен, нет, не буду я в говне копаться. Хорошо, хорошо, завтра сделаем. А, кстати, звонили из итальянского ресторана Франческо. Папа не дарит тебе романтический ужин на двоих. С депозитом на семь косарей. Семь тысяч? Ага. Семьёра, нет, а чё? Давай сходим, обожараться можно? Ты же сказал, что тебя не надо контролировать. Чё вот это, я ж не бухать. Ну, ты ж любишь этих гадов. Я не хочу гадов. Я хочу морковку. Дальше. Ещё звонили из российского общества слепых. Звонили? А как они кнопки на телефоне находят? Они не могут посмотреть ролик, и поэтому просят себя, народного героя, рассказать, как всё было. Так, короче. Чё? Мы к слепым, а ты домой уроки делайся. Ну что ты так долго? Заходи. Аж шантаж. Давай. Я отдался аж, 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 аж сорок семь тысяч. Теперь я снова ваш адвокат. Посмотри. Что ты творишь? Это аппаратура. В конце концов. Клавдия Викторовна. К вам посетители. Смарт-ТВ подключи. А, опоздал ты, Аркаша. Другие люди нашлись. Клавдия Викторовна. Видишь, какого красавца привезли. Как же так? Мы же с вами договаривались. А, как-то так. Кто первый встал, того и тапки. Ладно, доча. Я своё слово держу. На. Перекачивай. Стойте. Стойте, стойте. Секунду. Клавдия Викторовна, вы же хотели место на кладбище рядом с вашим Гришей. Так, подождите. Секунду. Хотели? Ну? Я вам его сделаю. Клавдия Викторовна, не слушайте. Секунду не перебивайте. Плюс ко всему этому. Я оставлю вам вот этот телевизор, который для вас принёс. Даниил, пожалуйста, заноси. Подождите, Клавдия Викторовна, а мы же выполнили свои обязательства. Выполнили. Давайте телефончик. Давайте. Прости, доча. Телевизор мне осталось смотреть недолго, а с Гришкой лежать вечность. Именно так. Ну что же, очень приятно было с вами иметь дело. Всегда так мило, когда люди держат своё слово. Всего хорошего. Ну? Он всё равно вас обманет. Никто вас не обманет. Минуточку. Даниил, пойдём. Смотри, значит, ничего сложного. Там на кладбище центральный вход, да? Входишь сразу налево, к администратору. Там, значит, слышишь, лисицын такой сидит, мордатый. Он тебе сразу, грубо так скажет, мест нет уходить. А ты ему, куда же я пойду, понимаешь? А сам конверт ему пододвигай. И главное, в глаза ему так смотри. Прониктоненно, понял? А я мне мерзость. Пошёл вон. Ты больше не мой адвокат. И Нину свою ты больше не увидишь. Нет. Согласен. Согласен. Тогда смотри. В конверте должно быть 150 тысяч. Это огромный сон. Пользуйтесь, мой слабый. Конечно, пользуйтесь. Это шантаж. Давай, 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 Данечка. Иди. Действуй. Злодействуй. Ты там смотри лишним чё-нибудь. Не скажи, а то это твои дебильные шуточки. Он чё, не понимаешь, что буду шутить над глухими? Ну, ты там сон. Ну, чё, пошли здесь, режем чей, салон. Я прошу прощения. Я прошу прощения, просто утром вышло какое-то страшное недоразумение. Я не сразу вас узнал. Смотреть надо внимательнее. Я ещё раз прошу прощения, чтобы загладить нашу вину перед вами. Мы готовы предоставить вам этот автомобиль на эксклюзивный тест-драйв. Это чё? Это значит, вы можете её забрать до 10 часов вечера. Просто у нас салон в 10 закрывается. Можем пойти оформить документы. Мы ездим на отечественных автомобилях. Пошли. Нет, нет, нет. Подожди, ну ты чё? Блин, ну такой аппарат. Ну давай, чё ты? Мы с тобой вдвоём. Ну чё, ветер похариваем. Слушай, Самсон, тебе сколько лет? Это глупые детские мечты. А сейчас у нас есть взрослая цель. Морковка. Так что давай, соберись. Пошли. Спасибо. До свидания в следующий раз. Может, всё-таки попробуй... Ну, ветер в том, я не знаю, что ли. Вань. Ник, погоди, слушай. Я сгоняю, чтобы не водички цепанул? Ну, шо водой поди, тебя там напоят. Ну чё, я из-под крана лакачивать буду? Я с газиками цепанул. Я быстро туда-обратно. Пиво выпьешь, убью. Ну я чё, дурак, что ли? Винок, кидай кости. Самсон, ты спятил? Ты так водички пошёл попить? Ну ты посмотри, какой аппарат. Поехали, прокатимся. А слепые? Да подожду твои слепые, слепые. Ну, Самсон, я тебя контролировать должна. Вот, хорошо, здесь я проконтролирую. Не, ну иди сюда, ну чё ты. Прыгай. Круто. Да? Да. Пристегни, взлетаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри. Ага. Климат разный, видишь? Да. Так чувствуешь? Да. Ну, вы афету продуете. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Видала? Мерина сделали, как стоячего, а? А ты не хотела, нет. А? А знаешь, сидушка сзади? Круче, чем наш диван. Ты чё, дурень? А чё ты? Чё, ну какой ты, здравь без этого, ну? Хе-хе-хе. Ну, держись за рот. Да нормально, видишь, что, ну? Хе-хе-хе. Клавдия Викторовна. А? А вот и он. Ваш документ. Познакомьтесь, пожалуйста. Это сертификат. Место на кладбище рядом с Григорием Сопрыкиным. Вот, пожалуйста, всё честно. Водяные знаки, печать, подпись, как обещал. Ну? Ну, ну, ну же. А я десять лет билась. Это Даниилу спасибо. Он так хотел вам помочь. Хотел ведь, Даня? Хотел. Спасибо, спасибо, Данечка. Спасибо. Клавдия Викторовна, ну, давайте ваш телефон. Всем стоять? В чём дело? Клавдия Викторовна, город высоко ценит заслуги вас и вашего покойного супруга. Такие люди, как вы, должны быть похоронены в особенном месте. Поэтому, внимание, данным документом даю право и благословляю на перезахоронение раба Божьего Григория Сопрыкина, высыпальницы собора святого благоверного князя Александра Невского Синьозёрской епархии, с последующим захоронением там же рабы Божьей Клавдии Сопрыкиной, владыкой Синьозёрской, яфан. Господи. Этого не может быть. Может, может. Этого? Клавдия Викторовна, прошу. Перезахоронение. Клавдия Викторовна, это же перезахоронение. Подождите, вы же не хотите, чтобы прах вашего Георгия, так сказать. Хочу! Не хотите. Хочет. Не хотите. Это же богоугодное место. Мой алкаш мечтать об этом не мог. Ну, доча, спасибо. Спасибо тебе. Там же вам чего это не стоит. Клавдия Викторовна, а теперь телефончик все-таки можно? А, телефончик. Сейчас, сейчас, сейчас. Стойте, Клавдия Викторовна. Одну секунду. Не давайте ей телефон. Да нет, проследи. Одну секунду. Одну секунду. Сейчас я вернусь. Так, проследите. Клавдия Викторовна, ну, смотрите, мы уже обо всем договорились. Уже склеп сделали, уже телевизор, все сделали. Что тянуть-то дальше? Давайте телефон. Дорогая моя милая. А вот, а вот, Клавдия Викторовна, пожалуйста, с вами хотят поговорить. Добрый вечер, Клава. Лев Валерьяныч. Клава. Вы меня что, помните? Ну, конечно, я вас помню очень хорошо. Я помню, как вы заводили зал, горячо аплодировали. Я тебя вспоминаю. Клава, я желаю вам всего самого доброго. Я желаю, чтобы ваше сердце долго-долго не оставало к моему творчеству. Спасибо тебе. Ты скажи спасибо, Аркаша. Ну, бывает. Лев Валерьяныч. Лев Валерьяныч, дорогой мой. Отлично. Ну, спасибо. Тебе спасибо, Аркаша. Я тот день горда никогда не забуду. А с головой-то что? Это пустяки, дело житейское. Бандитская пуля. Ну, Аркаша, выкарабкивайся. Летом обязательно навещу тебя. В баньку, по рюмочке погуляем одним словом. Все красиво сделаем, как обычно, Лев Валерьяныч. Спасибо, дорогой. Будь здоров. Пока, обнимаю вас. Пап, где Викторович? Всю жизнь работала. Всю жизнь на химкомбинате. Все легкие выжжены. Гришка тоже такой. Омер в сорок девять. Так без него и мыкаешь. И никто никогда ничего. А стоило мне пьяного мужика на телефон снять, сразу, пожалуйста. Клавдия Викторовна то, Клавдия Викторовна сё. Вот он, телефон. Сами решайте, что с этим делать. Без меня. Не расстраивайтесь, Клавдия Викторовна. Всё будет хорошо. Ты, конечно, стопроцентный дерьмо, но даже мне сейчас как-то тошно. И меня. Даже не понимаю, как мы доходим до такой жизни. Тут ведь как? Начинаешь идти по головам, а потом другой дороги уже и не знаешь. Да. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Так, телефон. Живо! Телефон! Красавец, да? Справился с хрупкой девушкой. Женщину пожилую до слез довел. Ну и что? Цель оправдывает средства. Навыкор. Ах, ты дрянь! Ты успела переслазь! Это дрянь? Чтоб ты вздохлый, еблона! Возьмите свой телефон. Слушай, Нинга, это та самая франческа, где у нас депозит на северничка? Самсонов. Нин, ну пошли сходим, ну че ты? А не Киев запретил. Ну ладно, че ты брось, а не Киев запретил, ну же аккуратненько. Детям пиццу возьму, пошли. Самсонов! Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в нашем ресторане. Мы постараемся сделать все, чтобы ваш отдых был приятный и незабываемый. И в качестве аперитива мы предлагаем вам шампанское розовое младшандом. Нормуль. Давай розовое. Также я рекомендую вам попробовать нашу знаменитую башню из морепродуктов. Это три вида. Устриц, краб, гребешки, лангустины, вонголи. Ну вот, отлично. Давай башню. А затем ревиоли. Вы знаете, к нам специально приходят, чтобы их попробовать. А че такое ревиоли? Ну это маленькие пельмешки. Он так бы сказал, пельмеши. Пельмеши будем, понимаешь? С рикоттой или сибасом? Стащи все. Все попробуем еще. Понял, Дима. Приятного вечера. Вань, может не надо тоже здоровья у нас? Ну хорош, Нина, это шипучка. Барбариска, давай. Давай. За нашу новую жизнь. Вкусно. ПОДПИСМЕНТДа Нина И, может быть, твоё каратэр не позволяет мне стать в доме. Как это ты? Как это ты? Как это ты? Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий Юрьевич, у меня еще к вам вопрос. Какой? По поводу Никеева. А что с ним такое? Ну, он живет в каких-то нечеловеческих условиях. У него даже постельного белья нет. Может, вы могли бы куда-то его перевезти в другое место? У него в городе своих квартир штук 12. Нет. Ничего подобного я делать не буду. Ну, как-то не по-людски получается. Вы же с ним вроде как однокурсники. Насколько я знаю, если бы не он до сих пор свою нюрку из Китая возили. Я что-то не понял. Мне сейчас что, бывшая шлюха здесь мораль что-ли читать будет? Или как? Ну, какая же я шлюха. Детры бы тебе станцевали. Ой, это большая разница. Так отсосать или сплясать перед этим. Иди работай давай. А если я узнаю, что ты ему хотя бы подушку привезла, вылетишь отсюда к чертовой матери. Ясно? Ясно. Иди. Всего доброго. До свидания. Не, не, Самсон. Ты ноль. Какую роль? Во-первых, есть стекло. Во-вторых, дворами 400 метров. В-третьих, 500 сетей. Хорошо. Мы поедем. Но только очень, очень осторожно. Пш! Аркадий Борисович, ну, ну, я же выполнил свою часть сделки. Теперь же я за Санова ваш адвокат. Адвокат. Прекрасно. Я подумал. Смотрите, если поменять пункт статьи, то можно получить на целый год меньше, не восемь, а семь. Принимай подарки. Пошла вон отсюда, пока я тебя не придушил. Выдыхай, Бобер. Здравствуйте. Я удалила записи с твоим Самсоновым. Вот как? Почему? Решила примкнуть к вашему народному восстанию. Научьте. Мне проигрывать нельзя. Ты моя... Твою ж ты мать! Еще и она. Мы тут надолго. Звони жене. Мы их раздавим. Мы их уничтожим. Значит, во-первых, надо собрать подписи. Это легко. Мы раскачаем его YouTube-канал. Тогда нам дадут бабки. Мы создадим образ народного героя, за которым пойдут все. Самсон, ты едешь очень быстро. У меня эти вертолеты. Блин, нет. Нужно сдать парад до 10 часов. Я, между прочим, народный кандидат. Народный кандидат, я не опаздываю. Понятно? Тем более, если сейчас поеду медленнее, то все поймут, что за рулем пьяный. Резонно. Гони самсон. Тихо, 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 тихо. Вижу, вижу. Ухо, сейчас оторвемся. Ну-ка, держись. Ничего, дружок, да я этот город знаю, как свои пять пальцев. Опа! Да? Как мы? А, Крым наш? Все, он же, в общем, слепых, за ним салон. Сейчас развернемся. Самсон. Опа! Я тебя так люблю. Нет. А я знаешь, что, как могу? Смотри. Адракцион. Пупочек! А что с Осипенко? Мы ему только три дня дали. Вруби какой-нибудь фон. Токийская биржа подойдет? Ты что, прикалываешься? Аэропорт. Да. Да, я слушаю. Алло, Павел Юрьевич. Федор Григорьевич беспокоит. Я понял. В общем, у меня приятные новости для вас. Синеозерск наверху понравился больше других мест. Поэтому мы готовы дать вам отсрочку и начать готовить документы. Да. Собирайте средства. Спасибо. Спасибо большое. Я понял. Спасибо. Ну, тогда все. На связи. Ну, с женой так просто не получится. Ладно, утром позвоню ей. Поехали спать. Поехали спать. Поехали спать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Гражданин, сделайте продолжительный выдох. Не надо звонить, надо дышать. Дышать, в трубку дышать. Отпустите, пожалуйста, отпустите. Дань, ну с крануто. Адвакат оттуда. Все, хватит. О, три с половиной промилле, конечно. У меня семь колениц, и все. О, не в меньку. Так, посмотрите на меня. Серега, давай оформляй. Счастливчик, жить будете. Коза-се, коза-се, коза-се. Отпустите, давайте без фамильярдности, а? Тихо, тихо. Нет, нет. Нет, ну если надо, вы скажите, мы дадим. Нет! Нет! Ваня! Нет! Что, нет? Это... Нет, все равнится. Пицца вот, пицца нормально. О-о-о! Дайте, суку! О, ты че? Смотри! Вы че? Вот это кто-то дал. Мы находимся у Синеозерского отделения Всероссийского общества слепых. Буквально несколько минут назад на глазах очевидцев произошла страшная авария. На огромной скорости, судя по всему, иномарка врезалась в здание Всероссийского общества слепых. Начинается пожар. Здесь огромное количество пожарных машин, полицейские, скорая помощь. Ну, что я тебе скажу, Аркаш? Это полный полярный лист. Угу, да, песец. Вот я дура. Надо было работать на Осипенко. Сколько денег нужно? Чтобы стать счастливым сколько денег Нужно, нужно тебе Сколько денег нужно Чтобы стать счастливым сколько денег Нужно, нужно тебе Немного там, немного здесь И вот уже есть миллионов шесть Вилла в Монако, в Швейцарии счет, но надо, надо, надо еще сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе, сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько день нужно, нужно тебе. Банкомат на улице Грибадзе. Ну, он-то понятно. От него я ничего больше не ждал. Но вы, Нина, я же просил вас проконтролировать, а вы вместе с ним вот это... Пыталась. Пыталась? С бутылкой вина в руке. Мам, ну подмени меня, пожалуйста, устала мыть посуду. Юль, мне вообще сейчас не до посуды. Мой давай, а. Все хорошо. Машина застрахована. Это максимум год условно. Родной мой, ты дебил, что ли? У нас выборы, ты понимаешь? Так, короче, надо придумать какую-то альтернативную версию событий. А что тут придумывать? Все, приехали, это финиш. Пьяный за рулем, за рулем БМВ. Врезался на минуточку в общество слепых, в инвалидов. Я даже не знаю, как это интерпретировать в положительном смысле. Не отступать некуда. Позади тюрьма. Вернее, впереди. Так, скажи журналистам, пресс-конференция будет сегодня вечером. Слушайте, да забудьте вы уже про свои выборы, а. Это еще почему? Потому что я знаю Самсонова. Он, как все вспомнится, стыда помрет. Или будет бухать еще полгода. Да что ж такое, ну. Только мне начало переть и... Никто сглазил кто-то, я не понимаю. Здорово. Садись, Паня. Как ты? Что ты такое, чем башка трещит? Никто ничего не накосечил, а? А то ты не помнишь. Я и не помню. Ну тогда для тебя это будет сюрпризом. А что случилось? Нина шутит, все было супер. Все было очень хорошо, Ваня. Да что ты. Да. Ты, Ваня, не сделал ничего плохого абсолютно. Так бы тебе, что мне туда идти? Рожа побиже. А рожа у тебя побита, Ваня, потому что... Потому что ты, Ваня, гебоширов угомонил в ресторане. Че? Кого угомонил? Хулиганов угомонил. Потому что они напрягали там всех. И к ней не приставали. Хулиганы. Ну, че он зародит-то, ну? Нина, ну расскажите вы ему. Вот как нам рассказывали. Я рассказывал? Да, да, расскажите. Мы танцевали. Ну, это я бомжи. Ну, они лапать у меня начали. Че? Ну, не, не, не сразу, конечно. Сначала они там дерзили, что-то оскорбляли. Шлюхой называли? Да. Старой, сморщенной. Че? Нина, а я-то че где был? В туалете. Ну, а когда ты прибежал, и... Ну, ты и все там это... Потом приехала полиция, и всех этих хулиганов увезли. Слушай, точнее. Точно, вот. Полиция, полиция. Была, была. Они все там мигали, эти огоньки так вот, я прям фрагментами четко помню. Полиция, да. А че мы с машиной-то снимали? С машиной все хорошо, Ваня. Вы ее сдали, на ней ни одной царапины не было. Как же бухой был. Так, Ваня, ты же не помнишь ничего. Ты вызвал трезвого водителя. Слава Богу. Я же вообще, я просто этих мразей. За рулем пьяных, я их просто терпеть не могу. Уроды они, Вань, конченые. А я еще просыпаюсь, думаю, че, не помню, думаю, накосячился, че. Да что ты, Вань, ты герой. Да, Нина? Да. Ну че, да, че мы, что у нас там? Выборы, с выборами все. Выборы. Кстати, я хочу тебя познакомить. Это новый начальник твоего предвыборного штаба. Илона. Прошу любить и жаловать. Так. Видишь, Ваня, какие красивые люди. Все хотят быть на стороне будущего победителя. Приветствую. Очень приятно. Очень приятно, Иван. Добро пожаловать в команду. Так, короче, братцы, я сейчас по брюгу. Ну, сполоснусь, и все, и я все в вашем распоряжении. Take your time, Ваня, как говорят англичане. Вот. Ты видишь, он не помнит ничего. Пусть так и остается. Слушайте, он все равно узнает. Там по телегизору посмотрит, или кто-нибудь на улице скажет, или позвонит какой-нибудь с хорошей, доброй половиной. Ну че позвонит ему никто. Его нужно куда-то увезти, понимаете? Может, его... К мне... На дачу? Вот, отлично. Тебе на дачу увезут. Вот видишь, Аркаш, а? А ты мне ничего не разрешал, понял? Перестраховался! Перестраховался! Да, да, что есть, то есть. Че? Стыдно тебе, Алкашандра? Это Алкашандра слышно, Алкашандра. А... Нормально? Клавдия Викторовна, пойдемте, я вам сюрприз покажу один. Какой? Фокус! Нормально, Алкашандр, мне. Иван Васильевич, а это просто зависть. Элементарная зависть. Какой сюрприз? Клавдия Викторовна, будете лезть не в свое дело, телевизоры отберем. И место на кладбище тоже, ясно? Сейчас. Отберут они. Значит, он не просто врезался в общество слепых. У него была цель. Угу. У него была цель. Наказать слепых? Зря смеюсь. Да, наказать слепых. Наказать слепых за что? А, за то, что они не слепые. Они притворяются. Чтобы получать льготы. Это легко проверить. Понимаешь, нужна какая-нибудь настолько фантастическая версия, чтобы все были ошеломлены. Дикость какая-то нужна. Слепые готовят государственный переворот. Тепло, тепло. А слепые – это террористы. Вот и аэропорт. Слепые мучают собак поводырей. А, вот! Слепые убили друга Самсонова. Забили палками его. Господи, что я несу. Вот именно. Нет, сдаваться нельзя. Сдаваться нельзя. Так, все, ладно. Нужно хотя бы поговорить с ними. Ну и что, мы можем им предложить? Да все что угодно обещай. Золотые горы. Себя, в конце концов. Главное, чтобы был результат, поняла? Я тоже тебя, кстати, люблю очень. Жду результатов. Женщина, если вы мелкими буквами не читаете, то наша организация в этом не виновата. Я уже вам сто раз говорила. Я брала двадцать тысяч, вернула тридцать. Кредит закрыт. Будьте добры, верните сто пятьдесят тысяч рублей в избежание неприятных последствий. Я не понимаю, вы что мне... Здравствуйте. Угрожаете, что ли? Что вы сделаете, хотела бы я знать. А мы многое, что можем сделать, если не найдем общий язык. Вот, например, мальчик. У него две почки, а может остаться одна. Леш. И вообще, наказания могут быть разными. Вы, женщина, аппетитная. Ха-ха-ха-ха-ха. Я сейчас в полицию позвоню. А мы есть. Полиция. Так, пошли вон отсюда. Вон отсюда, пошли. Ручки, ручки. Давай, Леша, уйди. Давайте, убирайтесь, уматывайтесь. Убирайтесь отсюда, давай. Вперед, 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 верните деньги. Ни копейки от меня не получите. Я вас не боюсь, поняли? Разберем. Мерзавцы. Мы вернемся. Ну, а вы что смотрите? Развели гадюшни в городе, вот. Ну, конечно, власть во всем виновата. Сами понаберут кредитов на всякую хрень, а мы потом виноваты. Головой надо думать. Я, между прочим, кредит на лечение сына брала. Да какая разница? Хам! Дура. Костик, я тебе сказал, вали. Да ладно, дядя Гриш, че ты? Нормально ж отработали. Нормально. Ты слышал, что она сказала? Я вас не боюсь. Все. А нас должны бояться. Да она боится, я видел. Нас никто не боится. Мы уже неделю работаем, и нам никто денег не отдал. А все почему? Почему? Потому что ты ссыкло. Че? Ссыкло! Че? Че, че, через плечо я на охоту. Стоит, дадакает, да-да, в жопе вода. И че мне делать? Мы ж договорили. Я пугаю. А ты иллюстрируешь. Так я иллюстрировал, лицо страшное дело. Страшное лицо на своей жене будешь делать. А тут действовать надо. И че мне надо сделать было? Да хоть что-нибудь. Скарбу сломал бы. Или этот самый пацану ухо вывернул. Чтоб они поняли, что мы серьезные люди. Так пойдем, давай вернемся. Я выверну, переверну. Сломай его, реально. Че ты сразу не сказал конкретно? Пойдем. Нет. Мы сейчас пойдем, пообедаем. Да. Извините. Вы думаете, они серьезно? Что серьезно? Ну, эти, серьезно угрожали? Да откуда я знаю? Ну, что мне делать? Ну, раз уж вы вляпались, отдайте им деньги. Интересно, я их не печатаю. Ну, продайте что-нибудь. Да что продать? Вот, знаете, часов золотых у меня тоже нет. Слушайте, что вы орете на меня и мои часы? У меня тоже денег нет. Пусть хахаль ваш платит сюда власы. Эдуард Валентинович ученый, и он живет на зарплату. Да? А спросите у него тогда, куда он подевал компьютерный класс, который ему город подарил. И откуда у Аллы Евгеньевны совалиная шуба в пол. Спросите. Слушайте, не надо всех мерить по себе. И он мне не хахалит. Постойте. Они же сказали, что вы аппетитная. Это шанс. Слушайте, какой вы мерзкий. Вы аппетитная. Здравствуйте. 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 А где руководство? У тебя. Слав, подавай. Там шихи остались. Все отсырело, все отсырело. Все отсырело. Да елки и палки. Здравствуйте. 250 штук. Все отсырело, все мокрое. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Если вы из газеты, я советую пообщаться с Геннадием Андреевичем. Андрюш, покажи. Нет, нет, нет. Я не журналистка. А кто же вы? Я руководитель штаба Ивана Самсонова. И я пришла, чтобы принести вам наши самые глубочайшие извинения. Вот это уже наглость. Вы же не слепая. Вы видите, что он натворил. Конечно. Это совсем не то помещение, в котором бы мы хотели находиться. Я все прекрасно понимаю. Мы хотели бы сгладить свою вину. Конечно, вы бы хотели сгладить. Он же теперь провалит выборы. Нет, не поэтому. Это был действительно омерзительный поступок. Нашему кандидату за это очень стыдно. Да кого мы слушаем? У них там этот взяточник с ними, а не Киев. Ну, почему же? Аркадий Борисович, он очень опытный политик. И он взяток не брал. Его просто оболгали. Да. Может быть, он нам и новое здание построил. Смотрите, какое красивое у нас здание. Пятнадцать лет мы унижаемся, просим, молим, ходим куда-то. Я не Киев здесь был. Лично сам сюда приезжал. И что? Вы знаете, странно. На Аркадия Борисовича просто это улы похоже. Всегда, понимаете, он поддерживал неимущих. Ну, вообще инвалидов поддерживал. Ну, я не знаю, кого он там поддерживал. Может быть, он глухонемых поддерживал. Да, глухонемые как короли живут. Правильно. Мне заплевать. А вот Павел Юрьевич Осипенко сегодня пообещал нам в кратчайшие сроки построить новое здание. Поэтому мы будем поддерживать его. Да? Слепые тебя ненавидят. За что? За то, что я зрячий? Куда ты делал их деньги на новое здание? Я их еще два года назад им выделил. А Осипенко им сказала, что ты на эти деньги себя охотничью домик построил. Что за бред? Я сам приказ подписывал. Тогда почему они до сих пор сидят в старом здании? Ну, значит, Осипенко сам эти бабки спер. Я что, один такой? Аркашка, скотина! Выходи из сортира! Ты что там, канат проглотил? Не видите, занято здесь. Фу, ты что там, в туалете сидишь? Я сижу. Так понятно. Что ты сдох? Сколько времени хочется? Бедная моя. Я представляю, как ты натерпелась от этих подонков. Да что я, Эль? Вот Лешка испугалась. Ну, ничего. Это ужасно, конечно. Ничего. Мы все решим. Мы все решим. Теперь давай все по порядку. Скажи мне, сколько ты им должна? 150. Сколько? Ну, я брала 20. А в итоге они накрутили как-то со своими бандитскими процентами. Оказалось, 150. Сказали, что надо читать какой-то мелкий шрифт. Ну, Мариночка, конечно, они правы. Мелкий шрифт тоже надо читать. Ты мне поможешь? Ну, конечно. Только я думаю, как? Потому что все мои доходы узурпировала Алла Евгеньевна. Когда я снимаю деньги с карточки, она получает СМС-ку. Но ты же ректор, у тебя есть же какие-то возможности. Да какие возможности? У меня университет. У меня же нет спецназа. У меня чеченцев всего двое. Эти интеллигентные ребята учатся на филфаке. Хорошо, что мне делать. Надо бежать. Беги в шпаковку к маме. Берешь Алешу, уезжаешь в эту деревню. На шесть и семь месяцев. И все все забудут. Я думала, что у меня есть мужчина, который сможет меня защитить. Марина, я делаю все возможное. И заметь, я даже сейчас не вспоминаю эту ужасную историю с презервативом. Потому что ты в беде. Ладно, мне пора. Марина, Марина, послушай, ты несправедлива. Мы рассчитывали, что заместитель выбьет деньги из мэра. Но произошло непредвиденное обстоятельство. Так, какое? Мэр придумал, что сосед мэра теперь будет баллотироваться в мэры, чтобы составить конкуренцию заместителю мэра, который подставил этого мэра. Так. Ну, продолжайте. И заместителю пришлось переключиться с мэра на того соседа. Ну и процесс приостановился. Да арестовывать его надо, товарищ генерал. Так, помолчи там арестовывальщик нашелся. Флакон, нашли? Этот синий пузырек. Какой пузырек? Ну какой, какой? Ну с ядом, которым этого нефтяника отравили. Тупец всех. Чего? А, это же на Урале. Это не у вас. Подожди, а что у вас? У нас фальшивый кластер. Операция «Золотой ярд». А-а-а. Точно. Перепутал. Такое в стране творится. Зашиваемся. Так. Продолжаем операцию. Есть. Подожди. А где этот карлик, который из архива? Это же у вас? Так точно, товарищ генерал. Но. Вот, вот. Я все помню. Почему не было на совещании? Чтобы в следующий раз был. Все, давайте. У меня перерыв на обед. Вся жизнь в кабинете. Взгиб. Конец связи. Дурдом. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Это Марина Сергеевна Былинкина. Я. Мне срочно нужна ваша помощь. Дань, я думал, у тебя дача-дача. А у тебя прям дом. Ну, ладно, тоже уж дом. Так. Скворечник. Для холостого дятла нормуль. Я когда здесь была, все по-другому было. А ты что здесь была, что ли? Когда в школе училась. А я ремонт сделал сам. А, ну, видно, что сам. Что, стыки везде неровные. Да где? Где, Дань? Да вон, везде. О, смотри, у тебя вон щели. У тебя слон сюда влезет. Я же строитель, я разбираюсь. А мне, Дань, нравится. Молодец, очень уютно. Спасибо. Где толчок-то у тебя? На улице, небось? А почему на улице? Все здесь. Два, один, вот, второй, наверху. Ага. А у тебя что, две жопы, что ли? Ха. Девочка-то у тебя. Тихо. Девочка-то у тебя. Тихо. 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 А что такое у меня? Синяк. Ну я вижу, что синяк. Ну это же не просто синяк. Это от руля синяк. Я что, к рулю где-то приложился, что ли? Ну да. Где? В машине, наверное. В какой машине? В машине? Ты что, быку разбил, что ли? Нет, ты дуру-то не включай. Ты что молчишь-то? Ты бандитов поймал. Каких бандитов? Ну, которые банкомат на Гарибальде ограбили. Нет, что он гонит-то? Да нет, он все правильно говорит. Вот эти трои, которые ко мне приставали, они, оказывается, до этого банкомат на Гарибальде ограбили. Вот. А менты-то их узнали. Ну везде же камеры понатыканы. Ну и я что? Ну они ментов вырубили, прыгнули в машину и уехали. Ты за ними поехал на бэхе. Через дворы прям напрямую на таран и сразу в лоб. Вот и... А синяк... Ты что, не помнишь, что ли, ничего? Опа! Опа! Не, ну я... Я так вот вспоминаю. А. Ты что, получается, бэху-то разбил, что ли? Да, а машина-то застрахован. Тут не расстраивайся. Да. Слушай, давайте, может, это, по полтинечку накатим, а? Конечно. Сажали. Что, зря Дань покупал, что ли? Наливай. Иди, Алексей. Всем, ну, добрый день. Привет. Куда? А я в актив, мне буквально на пять минут. А ну, стоять. В смысле? Я вообще-то здесь работаю. Ага, работаешь. Ты что, меня за дуру, что ли, держишь? Так. А ну-ка, давай отсюда. Давай, давай, давай. Лидия Алексеевна. Да ты теперь враг, тут номер один. Давай, давай. Все. Подождите. Вы не поняли. Я сейчас работаю на Аркадия Борисовича. Ему очень нужна ваша помощь. Пять минут, не больше. Давай, только быстро. Виктор Степанович, я вообще не понимаю, что вы так переживаете. Сансонов все, он себя закопал, крест на нем. А если Аникеев что-нибудь придумает? Он же не такой придурок, как ты. Да что он придумает? А вот со слепыми договориться и все. Не договориться, слепые его ненавидят. Они же думают, что это он их мариновал-то с новым зданием-то. А на самом деле? А на самом деле мне там нужно было по-быстреньку перехватить постройки. Приказ Аникеева о выделении средств остался? Ну, наверное, конечно. Ну, в архиве где-то. Так утолеть, они его увидят. Как же они его увидят, если они слепые? Ты все шуточки, что ли, шутишь? Вези свою жопу в мэрию и в шредер все это. Я понял. Все, везу жопу. Дебил! Так. Все, отошли. Я стою. Хорошо. Ты готов? Давай. На счет три. Раз. Два. Три. Виктор Степанович. Не надо. Я сам. Отлично. Ну, ты успел? Успел. Хорошая фотография. А текст? Трус не играет в хоккей. Хороший текст. Выкладываем? Выкладываем. Все. Сейчас. Тут я потянул. Все. Ребята, давайте. Валяй! Давайте быстро. На скамейку запасли. Все. Давай, давай, давай. Алло, Илона, в чем дело? Почему не звонишь? Я весь извелся. Ты нашла? Как не нашла? Подожди. Послушай, в черном шкафу посмотри. Там справа от двери. Там тоже может быть. Да, хорошо. Хорошо я... Да что ж такое? Хорошо. Ясна, здравствуйте. Ушла. А где мама? Ушла по делам. А ты знаешь, что твоя мама должна нам денег? Ничего она вам не должна. Мама сказала, вы вымогатели. Ах так. Давай, Костик. Оставим ей послание. Ты что, издеваешься, что ли? Смотри, как надо ирлюстрировать. Давай. Круши. Ломай. Давай вот это, да. Папка, папа. А он тебе еще ухо открутит. А послушайте, ребята. Можно вас на минуту? Зачем? Есть интересный разговор. Можно вас, пожалуйста? Да? Да. Все хорошо, малыш. Ребят, слушайте, я, конечно, понимаю, работа у вас такая. Но это уже перебор. Детей бежать нехорошо. Здесь, Гриша, я же его знаю. Это мэр, которого из окна выкинули-то. Совершенно верно, молодой человек. Мэр. В общем, предложение у меня к вам такое. Вы сейчас отсюда оба уходите и никогда больше сюда не возвращаетесь. Ясно? Как любопытно. И почему мы должны вам подчиняться? А иначе я позвоню ребятам. Они приедут и сделают вам так больно. Дядя Гриш, муж, реально это. Пойдем отсюда. Да, дядя Гриш, идите. Пока вам позвоночник в трусы не обвалили. Позвоночник в трусы? В трусы. Угу. Звони. Кому? Ну, ребятам своим этим. Ах, ребятам. А вот это зря, ребятушки. Это очень зря. Пару слов о ребятах. Значит, Виталий и Валерий Смирницкий. Неоднократные чемпионы России по самбо и рукопашному бою. Секундочку. Братаны. Очень зря, ребята. Алло. Да, Калибарич. Алло, Виталик. Да. Валерий с тобой сейчас? Да. Послушайте, вы можете сейчас приехать сюда и объяснить здесь двум пассажирам, кто они такие по жизни? Извините, Аркадий Борисович. Мы никак не можем. В смысле? Аркадий Борисович, мы вас больше не охраняем. Тут вопрос служебной этики. Простите. Какая нахрен этика? Живо сюда. Быстро. Оба. Вас кто в костюмы одел? Бандерлоги. Мы вам очень благодарны. Поэтому не обращаем внимания на ваши эмоциональные выпады. До свидания. А, да. Да, все. Все, я вас жду. Через пять минут будут. Видишь, Костик, что значит головой думать? Ну да. Серьезных людей из окна не выкидывают. Ай! Ухо больное! Может, зря не поехали. Неудобно. Ехать тоже неудобно. Дилемма. Ну и кто тут не прав? Я не прав. Я не прав. Не прав. Сейчас будем делать тебе массаж простатой. Стой, подожди. Подожди, что ты делаешь? Не надо. Патруч, ну что вы делаете? Ребята, ну прекратите. Вы же нормальные люди. Стой, подожди. Послушай, я оплачу весь долг этой женщины. Клянусь, весь долг платили. У меня просто сейчас нету. Послушай, послушай, я вновь. Сейчас мы не кормим сейчас. Спаси, ну не стой, подожди. Сейчас разъедини. Подожди, подожди. Подожди, подожди, не надо, подожди. Вот у меня на левой руке золотые часы. Золотые часы, возьмите. Они 10 тысяч долларов стоят. Ну, хорошие часы. Да, хорошие часы, хорошие. Забирайте их. Вещи. Точно золотые? Да, конечно, золотые. Я же мэр, в конце концов. Ладно, опусти его. Отпусти, пусти. Жаль. Легко отделался. Так что, Константин, сик, транзит, Глория Мунди. Че? Ничего. Был начальник, стал говно. Вот так проходит мирская слава. Пошли. Приехал. Лидия Алексеевна, сейчас, видите, копии делаю. Да он поднимается уже. Ну, задержите его. Да как я его задержу? Не знаю, как угодно. Павел Юрьевич. Мне некогда. Павел Юрьевич, это срочно. Что случится? Очень срочно. Я должна вам сказать. Говорите, что вы не хотите сказать. Дума, говорите. Я люблю вас. Да? Это как? Сильно. Я понимаю, я не пара вам. Вы красавец. Спасибо. А я старая. У меня барикос. У меня крапивница. Лидия Алексеевна, давайте успокойтесь, пожалуйста. Как маленькая себя ведет, честно с ним. Спасибо. Вы с экзапильной. Спасибо. Я хочу вас. Прождите, у вас же муж. А он мерзкий. Вы знаете, я когда... Никогда я о вас думаю. Все, ну все, тихо, тихо. Я прошу вас, пожалуйста. Видео ценности. Я прошу вас, успокойтесь, пожалуйста. Слышите, все будет хорошо. Все будет хорошо, Лидия Алексеевна, да? Давайте мы успокоимся. Может быть, лекарства какие-то? Корвалолчик, валидолчик, что там? Валерианочка. Что? Лекарства вам нужны? Я... Я же вам прочувствую. Простите меня. Хорошо. Простите и забудьте. Вы мне обещаете? Обещаю. Это все-таки моя женская честь. Вы обещаете. Я обещаю. Спасибо. Кое-что могем. Вань, давай капусточки тебе положу еще. Нормал. Ну, извини, Вань. Ну, была не права. Значит, сидит во мне вот это состояние. Лидия. Я вообще с детства чувствовал, значит, что... Ну, вообще какой-то особенный, что ли. Ну, ты считай, Вань, как мы избраны. Да, его. А не мой папа что-то смешное сказал, что ли? Нет. А что ты сидишь, улыбишься, в телефон свой тычешь, а? А здесь он город от преступников очищает, а ты это... Юля, телефон отложи. Ты че цыкаешь-то? Ты че так цыкаешь с матерью, как разговариваешь? Ты че? Ты вообще почему здесь? Че они в школе? Братан, он в школе. Ну, а у меня учительница по математике заболела. А у нас с вами математики и других предметов нет, да? А я все выучила. Я хорошо учусь. Выучила? Да. Молодец. Можешь, вон, посуду собери, помой. Я вашу посуду с утра вот так перемыла. Юля, рот закрыла, встала и пошла мыть посуду. Че? Пожалуйста, Нин. Телефончик дай сюда. Это... Телефончик дай сюда. Пожалуйста. Пока еще до моей деньги куплен. Встала и мыть посуду, шагом марш. Видал? Ращу, ращу их. Душу вкладываю. Кобсянку гороу мы. Да! Виктор Степанович, приказ у меня сейчас его шредер, ну, чтоб слепые не видели. И что вот я теперь должен? Тебе спасибо что-нибудь говорить? Я вот из тебя чуть ногу не сломал, чучело. Сам ты чучело. Я не хочу к бабе Любе. Думаешь, я хочу? Нам нельзя здесь оставаться. Давай, Девайся. Слушайте, да не нужно вам никуда ехать. И еще раз повторяю, я решил вашу проблему. Видите, нет часов. И долга вашего тоже нет. А я вам не верю. Вы не такой человек, который делает что-то без личной выгоды. Это правда. Но в этот раз так вышло. Правильно, Мариночка, не верь ему. Он с этими бандитами договорился. Они вместе тебя до нитки оберут, а деньги эти поделят. Господи, да что вы такое несете, Клавдия Викторовна? Вы вообще в свою комнату спрятались, когда они над мальчиком издеваться начали. Да никуда я не пряталась. Я контролировала ситуацию. Я сама слышала, как ты сказал, есть интересные разговоры, и в комнату к себе позвал. А может быть вы слышали, Клавдия Викторовна, как они мне бутылку чуть не засунули в то самое место, которое я при ребенке даже называть не стану. В ухо! В ухо, малыш, в самое в ухо! А вот в личное я не лезу. Беги, Марина, пока не поздно. Да пошли вы все к черту. А ключи можешь мне оставить? Я за комнаткой пригляжу, может сдам кому, а денежки пополам. А? Вот видишь, Костик, никого в этом мире ссать не надо, и все будет. Знаешь, что это за часы? Швейцария. Они вечные. Так что это, Гриш, может это их загоним и бабки поделим? Хе-хе. Костик, ты дурак. Куда загоним? Это статусная вещь. Она будет работать на наш имидж. Люди увидят такие часы и сразу поймут, что я не китайский болванчик, а серьезный мужчина. И будут общаться со мной по-другому. А что с долгом ее будем делать? Будем работать с ней. Что-то мне не нравится. Причувствуй меня какой-то плохой. Да потому что ты ссыкло, Костик. Ничего я не ссыкло, просто предчувствие. Добрый день. Ссыкло! Здрасте. Мужчина, колядку за собой закрываем, не мая, месья. Молодой, вы сотрудники фирмы «Быстронал». Если вы закашем, то завтра приходите. Мы хотели вас попросить реструктурировать долг гражданки Былинкиной и отнестись к ней как-то гуманнее. Вы кто такие? Родственники. Я ее дядя из Армаверы. А это троеродный брат Всеволод. Мы очень переживаем. Ну, раз вы родственники, гоните сто пятьдесят тысяч рублей. Насколько нам известно, Марина Сергеевна полностью погасила долг. Родственнички, а ну пошли вон отсюда, пока я вам позвоночник трусы не обвалил. Мы не можем уйти и оставить в беде родного человека. Кроме нас, у нее никого нет. Отдайте, пожалуйста, договор. Договор? Отдать? Сейчас. Костик, ломай этого пупсика! С голову! Блин! Хватит, хватит! Наши друзья уже все поняли. Я не слышу, поняли? Поняли, поняли, поняли. Где часы, которые у мэра забрали? До свидания. Ну, я же вам объяснил, что он занят. А я еще раз говорю, у меня есть важная информация по поводу вашего здания. Его строительство задерживал не Аникеев, а Осипенко. А вот приказ. Приказ о строительстве вашего нового здания. Подписанный Аникеевым полтора года назад. И что? А это значит, что деньги были выделены? Простите, были выделены, но, к сожалению, не дошли до адресата. А вот другой документ. Пожалуйста, посмотрите, вот. Я слепой. Да, конечно, простите. Я зачитаю, никто не против? Так вот, договор на покупку строительного оборудования в СМУ номер два. Позапрошлым году практически на ту же сумму. СМУ номер два, между прочим, это компания троюродного брата Осипенко. Калугин и ВС. Вы понимаете, что Осипенко ваши деньги просто крутят? Андрюша, посмотри, пожалуйста. Пожалуйста. Он что, не слепой? Он слабовидящий. Ну, помогите нам. И мы с вами вместе построим такое замечательное здание. Вы никогда не выиграете. Ваш кандидат придурок. А я испорчу отношения с будущим мэром. Пускай он сволочь, скотина и тварь, но сейчас-то он-то все сделает. А с чего вы взяли? Выберите его, кинет вас. Да все вы одинаковые. Разговор окончен. Идите. Похоже на правду. Нет. Он же у нас полагается героем ограба. Чего? А. Ну, чего, чего, чего. Конечно, полагается. Данчалка. Есть у тебя какое-нибудь романтическое местечко? В комнате для утих. Ванюш, ну, ну ты слабенький еще. Ну, может, не надо, а? А что ты мне перечислить опять, а? Все, все, не перечислить. Пойдем, слабенький. Пойдем. Я с ним покажу, какой я слабенький. Коза, сэ, коза, сэ, коза, сэ. Заня, мы надолго. Вань. Коза, сэ, коза, сэ, коза, сэ. Коза, сэ, коза, сэ. Позвольте. Сык, Либисов, сейчас. Сейчас, я музончик, перечисли. Работает. Все больно, я скажу. И сразу об Иване Самсонове, который стал... Ну, ты что, обалдешь, что ли? Ты же чужой-то. Ну, ты меня хочешь? Или слушать новости? Я тут все на взводе. А ты успел день радио, а? Нет. Представляешь, в духовке забыли. Юль, выйди. Папа, ты алкаш. Да тебя просто здесь все разводят целый день. Ты просто бухой вписался в здание слепых, ты не понимаешь? Тебя по телеку целый день гоняют. Мы выяснили это все. Можем ехать домой, заикалый здесь сидеть уже, правда. И вашу посуду я тоже мыть больше не буду. Спасибо вам большое. Вы не пожалеете. Если Самсонов победит, первое, за что мы возьмемся, это будет ваше здание. Только не нужно этого сейчас, не нужно. Я свое мнение не менял. Это меня коллектив вынудил. Спасибо. Допустим, мы согласны вам помочь. И что мы можем сделать? Сказать, ладно, мы не сердимся? Нет. Нет, это не поможет. Ну, что тогда, что? Что тогда, что тогда? А это что у вас тут рассыпано? Шалфей был. Фасовали мы его. Отсырел весь. И сырье он в мешках. Сгорело нафиг. По вашей милости. Сырье, говорите. А что? Это отлично. Ну, что ж, что отличного? Это был наш заработок. Ну, что ж. Пробуем. Раз других вариантов у нас нет. Андрюша, что она делает? Я не знаю. Товарищ майор, собака среагировала на остаточный запах конопли. Андрюша, чем это пахнет? Я не знаю. Гена? Каннабис. Здесь, навскидку, килограмм пять сгорело. Значит, об особо крупных. Там что? Да, ботва какая-то. Для прикрытия. Мне что, матрюшки. Здравия желаю. Привет. Что в коробках? В коробках из-под шалфея обнаружена травяная слизь. Сейчас. Так. По еду и запаху похож на коноплю. Экспертиза покажет. Здравствуйте. Кошмар какой-то. Да во что я ввязался? Вот черт, а. Все запасы свои вываливаю. У вас тут достать можно? А я откуда знаю? В 45 прием. Можно. Марина Сергеевна, мы отреагировали сразу, как смогли. Вы находитесь под нашей защитой. Вам не о чем беспокоиться. Я вам звоню, а вы мне сбрасывайте. Поймите, произошла небольшая накладка. Вы уж нас извините. Мы провели с этими людьми разъяснительную беседу. Все, они вас больше не потревожат. Марина Сергеевна, не надо никуда ехать. Никакой бабе любит. Все, вы успокоились? Да. Что это? Это же часа, не Кея. Нет. Это часы в силу Алексеевича. Да. Мои наградные. Из ремонта только что забрал. Давайте я вам замоку. Не надо. Сама. Аккуратнее. Все, это задурел? Извини, не успел убрать. Молодец. И что ты хочешь делать? Ничего чего. Расскажу все, как было, пусть знает. Находясь в ресторане, господин Самсонов совершенно случайно услышал разговор двух нетрезвых людей. Из разговора он понял, что незрячих граждан используют для фасовки марихуаны. Выдавай ее за шалфей. Преступники намеревались отправить партию наркотиков из здания ВОЗ. Действовать нужно было быстро. Поэтому наш кандидат принял решение самостоятельно уничтожить эту партию наркотиков и принять внимание общественности к этому вопиющему факту. Они же тебя заклюют потом. А может вообще посадят? Ну, посадят, значит посадят. Значит по делу. Прекрасно. А на жену с детьми тебе плевать, да? А как это прокомментирует наша полиция? Пять килограммов уничтоженной марихуаны для нашего города это успех. Ведется розыск преступников. Мам, ну хватит ссориться, пожалуйста. Извини. Пап. Че ты топкаешься? Там был, да, сидит, да, сидит здесь. А у вас что, нет претензий к Самсонову? Он же разрушил ваше здание. Нас ввели в заблуждение и опозорили. Поэтому господину Самсонову мы только благодарны. Простите, а что по запаху? Было непонятно, что это не шалфей. А? Дело в том, что далеко не каждый знает, как пахнет марихуана. Не судите по себе, молодой человек. А стыки, Даня, у тебя все равно не ровные, понял? Благодарю вас за внимание. Спасибо. Че у тебя рожа такая кислая-то? Ничего. Не нравится мне твоя работа, дядя Гриша. Да они просто нас врасплох застали. Называется эффект неожиданности. Да ничего не врасплох. Он меня схватил, это как специалист. Это ты специалист. Теплого по ноге пускать. А че сразу начинаешь, дядя Гриша, а? А че ты на них голыми руками попер? Где твоя телескопическая дубинка? Где? В ящике она. А че она там делает? Лежит она. Она должна быть наготове всегда. О, другое дело. А че мы с долгом этой бабой будем делать? Сами будем возвращать, что ли? Ничего мы возвращать не будем. Короче, так. Бабу эту надо закошмарить по-жёсткому. Она нам теперь не только деньги должна, но и часы. А как мы закошмарим? Бутылку кинем ей в окно. Зажигательность смесил. Родственники эти ее. Они ж уехали. А если припротся ты их этой телескопической дубинкой приложишь фальшбану? Да. Вот так. Страж. Потому что это наша поляна. Наша поляна. Потому что мы здесь решаем. Мы решаем. Да. Извините, пожалуйста. Вы коллектор. А что мы хотели? Мужчина? Мы от Аркадия Борисовича. Хорошая вещь. Телескопическая дубинка. Вкусно. Вань, ну поговори со мной. Ну, пожалуйста. Вань. Так, Вань. Я сказал все. Я свою кандидатуру с этих выборов снимаю. Ну, почему? Объясни мне, почему? Ты что, не понимаешь, а? Нет. Блин, я я задавить кого-то мог. Ну, там, ДТП убил бы кого-нибудь. Ну, так не убил же, Ваня. Вот если бы убил, вот тогда была бы жопа. Хотя наша Илонка и тогда бы что-нибудь придумала. Правда? Правда. Ваня, Ваня, я тебе... Пошел нахрен от меня, а? Я тебе башку сверну. А не кейф. К себе. А мы разберемся. Ваня, не тупи. Это уже не я говорю. Это уже здравый смысл тебе вопит, пытаясь пробиться через твою тупую, убогую совесть. Прокажем. Не надо меня лечить, хорошо? И я свое решение принял. Все. А что такое? Что стыдно стало, да? А не кейфуан, стыдно бы не было. Он бы сейчас до потолка прыгал, узнав, что его отмазали. Я себе он к тому. Можно? Вон. После пыха деньги забрал, крутил два года. Это ж когда мэром станет, он ничего не построит. А вы, да, конечно, по-свински поступили, но у вас хотя бы совесть есть. В общем, так. Я с журналистом говорить ничего не буду. Захочешь, сам расскажешь. Ну, че, внучек, большие люди выбиться захотел? Шиш. Здесь родился, здесь сгниешь. Слушай, бабушка, ты можешь хоть раз что-нибудь хорошее мне сказать? Могу. Пижаму тебе бомба. В ней и сдохнешь. Да? Все, короче, нужно успокоиться. Ничего не сделает вы, Санксонов. Я его убедила. Уверена в этом? Я профессионал. Я знаю человеческую психологию. Ладно. Я, чтобы убедиться, щелочку за ним посмотрела. Слушай, я поеду в гостиницу, че-то так устала. Еще и травы нет. Все, поехала. Спасибо, мам. До свидания, Дань, Дань. Пока, Дань. Пока. Дань, ты еще раз извини за то, что мы тебе настроение испортили. Приемник сломали. И стыки у тебя ровные. Рунда. Рунда, я... Нет, я так рад, что мы опять с тобой встретились. Нет, серьезно. Я постоянно о тебе вспоминал. Ты имей в виду, я... Ты всегда можешь на меня положиться. полажиться. Фавка, вкусно. Да-да-да-да-давай я. Попал. Пока, Дань. Погнал? Да. Пока, Дань. Пока. Немного, я, знаешь, что подумал? В общем... От заума мне пора браться. Серьезно. Надо пить поменьше. Книжки будут читать. Вообще, надо расти. Для всех смыслах. Давно пора. Сорок лет все-таки. Ну что ты? Я серьезно тебе говорю. А посмотришь, ты еще удивишься. Я не сомневаюсь. Дома-то нет, блин. Никакой поддержки. Дома-то нет, блин. Да, Виктор Степан, слушаю вас. Я тебя предупреждал, идиотина? Ты опять все слил? Гритим! Говнюк! Я даже рожу вот сейчас твою представляю, похожую на жопу. Слышишь меня, нет? Слушаю, Виктор Степанович, слушаю вас. Слушай, не делай мне одолжения здесь! Я не делаю. Теперь торчишь, как ржавый лун. В говне! Любая обезьяна эти выборы выиграет. Ты что, хуже обезьяны? Нет, я лучше обезьяны. Так, ты чего там сейчас ерничаешь, что ли, со мной? Ты со мной ерничаешь, что ли? Нет, я не ерничаю, Виктор Степанович. Вот и не надо со мной ерничать сейчас! Ебурь красношопый! Чучина, критина, кусок! Нафиг я вообще с тобой связался! Или вот даже что-нибудь просрать, доверить, ты и это просрешь! Ты слушаешь меня? Слушаю. Что слушаешь? Ты чего там, по громкой связи со мной говоришь? А ну-ка, взял быстро трубку в руки! Трубку в руки взял! Я слушаю возле уха. Баран, хуй березовый! Шопа твоя верблюжья! Ты собираешься! Жертвы коллекторов? Что-то хотели? Да, сказать спасибо и попросить прощения. За что? Я вас обидела. Была неправа. Вот такая вы нехорошая. Правда, спасибо. Я просто не знаю, как вас отблагодарить. Ладно, всякое бывает. Ну, ну что вы? Драк Бога, успокойся. Все уже позади. О, Господи, присядьте. Это просто. Все хорошо, Мария. Я просто испугалась. Все уже хорошо. Все уже позади. Верно? Все закончилось. Вот и чудесно. Я думала, не хотят... А быть такой... Это нормально. Мужчина должен помогать женщине. Верно? Да. Вот. А женщина должна помогать мужчине. Что ли, чего? Ну что, вы же сами сказали, что хотите помочь, но не знаете как. А я... Вот мразь. Подождите, вы же сами сказали только что. Вот вы сдурели. Да вы сами сказали... Назадь. Короче. На новаторов одна бабка есть. Она у нас на похороны мужа полтинник брала. Так что, можно ее притянуть, а хату на нас переписать. Да как-то строго. Все ясно с тобой. Сыкло ты, Костик. Не ссыкло я. Сыкло. Не ссыкло я. Сыкло, сыкло. Не ссыкло я, дядь Гриш. А ну давай, пойдем. А, пойдем, давай. Удаю старого доброго. Бойца Костика. Ря. Э, уважаемые. Это же и коллекторы, и деньги, которые просят. Этот ректор точно за счет поставит, да? Да, поставит, поставит. Э, да я чисто по мелочи ему колено прострелю, и все. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Немного там, немного здесь. И вот уже есть миллионов шесть. Вилла в Монако, в Швейцарии счет. Но надо, надо, надо еще. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Жена топ-модель, и любовница тоже. Но только она чуть-чуть помоложе. Белая яхта по морю плывет, Счастье все ближе, счастье вот-вот. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? На кухне картины Дали Ивангога Построена церковь, мечеть, синагога И для страховки буддистский храм Не выгорит здесь, выгорит там Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Субтитры создавал DimaTorzok Аркашка, тебе же звонят. Я, что ли, должна твоих шлюх пускать? Сам его шлюха? Ага, если бы. Лёвечка, ну зачем ты пришла? Так я соскучилась, кот. Ты думаешь, я не соскучился? Я уже на стенку лезу. Но я должен выполнить большой объём работы. Так что давай, дуй домой. Что, я зря, что ли? Надевала костюм зайки из Верополиса. Это запрещенный приём. Что вы себе позволяете? Руки к стенке. Есть. Ноги! Что это у нас? Соло. А разрешение на него есть? Правильно. Соло. 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 Ну, а Рейх, ты же мне сам сказал, чтобы дикция была нормальная. Я говорю, прочитал Маковели. Государец. Слушай, ну твари они там все, конечно. Ну, книжка ещё такая интересная. Чё ещё-то прочитать? Сходи, Геннаде. Ещё секунду, мне бы секс приснился. Иди, иди позже заходи, иди. Потом. Аркаш, ну ты чё? Ну, ты сам говорил, времени нет. Искусство военное, сунь-зи. Сунь-чё? Дзи. Тебе чё там снится-то? Привет, Аркаш. А? А. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Немного там, немного здесь И вот уже есть миллионов шесть Вилла в Монако, в Швейцарии счёт Но надо, надо, надо ещё Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым Сколько денег нужно, нужно тебе Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым Сколько денег нужно, нужно тебе Здравствуйте, Марина Сергеевна Что вам опять надо? Наша организация приносит свои извинения за возникшие недоразумения И с радостью сообщает, что ваш долг полностью аннулирован Поздравляем! И чтобы не прощаться вот на такой ноте Константин Небольшой комплимент от нашего заведения И ещё Эдуард Валентинович просил передать, что он жить без вас не может Ну и всё такое В общем, просил позвонить Затягивать Да, пожалуйста Марина Сергеевна Читайте, пожалуйста, вот всё, что там написано мелким шрифтом Потому что не все микрофинансовые структуры Такие же лояльные, как наша Чё улыбишься? Ветыш Если бы не ты, я бы сейчас не унижался бы Ну, там без верятов было Ну, где бы... Сильно ищи способ Слабый причину Чё здесь Так проходит жизнь Виски Пожалуйста Спасибо Девушка Да? Принесите-ка мне капучино Без корицы Хорошо А, впрочем, давайте с корицей Угу На меня дошла информация, что У многих из вас появились сомнения Ну, так вот Хочу сказать вам Процесс запущен Все договорённости Соблюдены Кластер будет построен От вас я по-прежнему Жду участия Всё Паш Да? Скажу лучше Губер с нами? Естественно А я знаю Что он припарковал вопрос Ждёт результатов выборов Ей-богу, смешно Какие результаты выборов могут быть? Не знаю Самсонов прёт Спокойно Вот у нас здесь присутствует Председатель избиркома Сейчас мы у неё всё узнаем Ваш капучино Милая Я же просил с корицей А, простите Сейчас Елена Петровна, дорогая Скажите, пожалуйста Насколько мне известно Кандидат Самсонов Подписи подался Огромным количеством нарушений Ведь да? Ведь нет Как? Подписи собраны предостаточно И все оформлены верно Подождите Мы же с вами Предполагали, что У кандидата Самсонова Будет обнаружено Множество грубейших Нарушений Предполагали? Предполагали Ты же позавчера здесь сидела Вот коньячок французский Пила и вместе со мной Предполагала? Предполагала? Ну? А вчера мне позвонили Из центра избиркома И сказали, что Выборы в Синеозёрске Должны пройти исключительно Честно и прозрачно И предупредили очень строго Чтобы я там лишнего Ничего такого не предполагала Это Это очень интересно А почему? А потому что к выборам Особое Внимание из центра Самсонов звезда И народ интересуется его судьбой Никогда Самсонов не победит Никогда Ну В Трампа тоже Никто не верит Короче, Паш Пока не будет гарантии Твоей победы на выборах Лично я пас И я тоже Понятно Пожалуйста С корицей Чего ты можешь не маячить, а? Ну сколько можно ты Каждые три минуты Туда-сюда Туда-сюда Дай поговорить в конце концов Простите Ну ты и злодей Прям джокер Хит-Леджер был лучший Упокой, Господи, его грешную душу А Джаред Вообще никакой Юленька, что там с кофе? Минуточку Вкусно Еще бы Из Валенсии приехали Ильинек ставили Все производство с нами организовали Сколько сможешь мне отгружать? Две стенок в месяц По три рубля штука Скидочку сделаешь? Двадцать процентов Юля, смотри Борзей Вася, не борзей Десять процентов Давай Спасибо Ваш кофе, пожалуйста Не-не-не Спасибо, солнышко Слушай Откуда ты красавицы таких набираешь, а? По объявлению Иди, Юля, шлиди Не лезь А что такое? Конкуренцию, что ли, боишься? Ты совсем, что ли? Девочка, сирота У нее трагедия Мать под электричку попала В лепешку Отец с горя С двадцатого этажа сигнал тоже В лепешку С бабкой живет А болеет все время Сирота Ну как даже лучше Сиротой вообще никаких проблем Вася, ты дурак? Встал, вышел отсюда Ну все, все Ну понял Ну что ты? Понял Больше не буду Ну давай Давай О, значит пятнадцать, да? Иди, пятнадцать На стане Ну как, Юляш, не обижают тебя здесь? Да нет Спасибо, Венеев Игоревич Ну беги Хотя нет, подожди-ка Ну вот Купи себе платье Тирамису Что вам девочкам надо Ну или бабушке что-нибудь Спасибо, вы меня Прям балуете Да ладно, идите Спасибо Здравия желаю Здравия желаю Здравия желаю Здравия желаю Ладно, Толик, давай Докладывай Новости пока неутешительные Появились новые сложности Так, что там? Тот кандидат из народа Самсонов который Ну который мэра в окно выбросил Вы помните? Так, я все помню Ну вот Он теперь набирает популярность Ну и? Ну и Осипенко Теперь может проиграть выборы И что? И в свете этих событий Местные элиты Боятся вкладываться В наш выдуманный кластер Они ему сегодня Об этом сообщили Так И что? И у него Гипертонический криз Дома лежит Хорошо, что На совещании оказался Главврач местной клиники И оказал ему первую помощь Да я не про Писенко Осипенко Ваше предложение? Да закрывать их надо Уже, товарищ генерал Вам лишь бы закрывать Михаил Михайлович Так, полковник Успокойся Я только начал разбираться Зина, дай вилку Товарищ генерал Мы должны дискредитировать Этого народного кандидата Чтобы выиграл второй Ну, который Осипенко Тогда остальные Взяточники Перестанут бояться И вложиться в наш кластер Подожди Ты предлагаешь вмешаться В частный ход выборов? Да Отлично Снимайтесь Есть Спасибо, до свидания А, это Вы тело этого узбека Утилизировали? Какого узбека? А, это же не у вас Это в Ханты-Мансиске Ой, извините Закрутился Все, на связи Давайте Катя, ускоритесь Есть Так, все Соколов, иди в архив Так я что, не в группе? Нет Ты теперь просто должен приходить На связь с Москвой Все Послушай, Леля Я столько в тебя вложил Сейчас хочу получить просто Маленький сексуальный дивиденд Ах, вот как ты заговорила Послушай сюда Если ты прямо сейчас не приедешь Я перестану давать тебе деньги Да, не даю Но я вот выйду отсюда Верну себе все свои деньги И тогда перестану тебе их давать Ты Послушай, не клади трубку Не клади Ах ты Неблагодарная Содержанка Так, Сиземов отказал Габуленко отказал Добритска вообще в городе нет Мы не можем продолжать компанию без спонсоров Нам даже уже плакаты напечатать не на что Ничего Она еще пожалеет Ты вообще слышал, что я сейчас сказала? Да слышу Я слышу Ну и что делать будем? А вот что будем делать Так Аникеев Иди сюда С ума сошел, что ли? Пожалуйста, подожди Я тебя прошу Слушай, мы с тобой сто лет назад договорились Что только деловые отношения Ни о чем не могу думать, пожалуйста Ну Ай, дура, больно Не надо сейчас на меня смотреть Как побиться бамбуком панда Лучше придумай, где нам денег взять Ай, да не даст никто денег Яиц ни у кого в этом городе нету Ни у одного из бизнесменов Кроме Игнатьева А это кто? У меня же комбинат Но он все равно не даст Ни Осипенко, ни мне Он нас ненавидит Один раз кричал, что киллера наймет Интересно, почему? Да я не хотел просто в его бизнес войти Он уперся, как сучонок Понятно Игровичка, послушай меня Ну, пожалуйста Ну, давай потрахай Ну, пожалуйста Ну, там отсел минутки полторы Я тебя очень прошу Я уже давно уже терплю Вот ты все-таки не настоящий друг Ну что, Мариночка Ты посмеялась? Да, это было необычно Я хотел их еще заставить выучить стихотворение Блока Мира, восторг беспредельный Сердцу певучему дан Мне кажется, это был бы уже перебор Да Я тоже считаю, что был бы перебор Послушай, Мариночка Ну что, мы сегодня увидимся вечером с тобой? Эдик Я тут подумала о нас Так, тревожное начало Послушай Нет, это ты послушай Кажется, мы зашли в тупик У тебя Алла Евгеньевна У меня это не важно Просто Никаких перспектив Так Вот если бы ты дала мне сказать То ты бы их увидела Ты о чем? Дорогая Марина Сергеевна Я с удовольствием вам сообщаю О том, что я рассказал о нас Алле Евгеньевне Что? Ничего Теперь она все знает Да, конечно, она в шоке Но Так и должно быть Это, конечно, не будет так быстро Потому что мы соавторы Но процесс пошел Ну Что ты молчишь? Я ошлумлена Прекрасно Значит так Я приношу бутылку шампанского Свечи А ты готовишь мой любимый торт Со сгущенкой Хорошо До вечера, Марина Сергеевна До вечера Я еду к бабе Любе Да нет на него никакого компромата Обычный мужик Может какие-то тайные страсти Тайные страсти? Ты на его рожу посмотри Рыбалка Машины, футбол Прям как я Придется придумывать Педик Не похож Наркоман Да куда там Явно алкаш Педофил Да ну Не сработает? Не сработает Но мужику жизнь испортим Что за сантименты? Что? Он мне симпатичен Нормальный мужик Нет, я против педофила Ну, я тоже Я их ненавижу А я прям обожаю Ладно Тогда давайте сами Отвергай, а предлагай Я не знаю Избил там Инвалида Меня все ребенок не отпускает Вот если бы он ребенка ударил Ну каким образом? Согласен, бред Товарищ полковник Вот документы по вашему запросу Ну, что тут у вас? Лева Я никакие документы не запрашивал А ну, живо в архив Дядь Миш Лева Да пожалуйста Че вы уставился? А что если он Не совсем ребенок? В смысле? Не, 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 не Я не согласен Даже не думайте Да вы о чем? Лева Иди в архив И сиди там И не надо больше никаких документов Сюда приносить Нет Даже думать забудьте Убью Добрый день День добрый Вы по какому вопросу? Я Юля А что это мы тут делаем? Почему не в школе? Я здесь работаю Только прошу вас, пожалуйста Родители мне говорите Мне деньги очень нужны На что? На Апорт Только мне это вы Родители, пожалуйста, не говорите Я не хочу, чтобы они переживали Я не хочу что-то Это мои проблемы И я сама их решу Конечно Руку дай Зачем? Руку дай, говорю Ты что меня за идиотку принимаешь? Мне какая-то не беременная А как вы узнали? Никак Я тебя на понт взяла А ты сейчас сама призналась Ладно, давай выкладывай В чем дело? А что выкладывай? Все? Что мне задолбало все? Что родителям на меня не плевать Что друзья у меня дебилы полнейшие Что город у нас отстой Я уехать хочу Куда? В Москву Нет, я уже все продумала Буду работать официанткой Буду ходить по кастингам И стану актрис Ну да, это понятно Так, ладно, потом разберемся Зачемник у себя Да Мам, почему она должна ехать Бабе Любе Я не хочу Потому что к маме приедет Дядя Редик И нам нужно поработать Вот Послушайте А зачем вам куда-либо ехать? А с тобой есть дома Пусть малыш поиграет в своей комнате Вот, а мы пока с твоей мамой Поработаем в комнате дяди Аркадия Можно? Дядя Аркадий шутит Он не может работать с мамой Потому что у него нет ученой степени У меня нет? Да я профессор в этом деле Не то, что ваш дядя Эдди Мама, можно мне поедет в мобильный? Конечно, конечно, можно Нет, нельзя Марина, дайте Позвольте мне Послушайте, я часто себя вел Возможно, недостаточно корректно А на самом деле Я могу быть очень нежным и ласковым Марина, послушайте Ну дайте мне еще один шанс Уверяю, вы не будете разочарованы, Марина Так, не портите мне прекрасное настроение Леш, вставай Ладно, ну займите тогда хотя бы денег Я себя эскорт найму Что? Ну, патану закажу Пять тысяч всего, рублей Часа мне хватит Пойдем, Лоша Послушайте, Марина Ой А я вас между прочим Спас от коллектора А я вам сказала спасибо А, стыдями Вы бессердечная, Марина Неблагодарная А насколько сильно, Аркаш Ты хочешь секса? Клавдия Викторовна Вы мне не подходите Я ж тебе могу пять тысяч дать Все равно нет Никогда за деньги этим не занимался Я начинать не хочу Придурок На проститутку твою Да ладно Вот это неожиданно Так давайте, давайте Ладно, только тебе придется их отработать Ягодка вы моя Да я на все готов Командуйте Начнем со стирки Пошли Ну что, как? Потрясающе Испанские? Здесь делаем И лучше, чем там Но этого не может быть Не верите? Ну, коджицы Там и делаем Вы знаете, это удивительно Правда ведь говорят Есть пророки в своем отечестве Да бросьте Так, работаем, стараемся Если бы меня не душили эти твари из мэрии Я бы Я бы тут развернулся Илонечка, вы мне понравились Я вам сделаю Скидку на всю продукцию Пятнадцать процентов Сколько возьмете И чего? Понимаете, в чем дело? Я как бы немного пошутила Но я не совсем оптовик Так, а кто? Секунду Вот, пожалуйста Я возглавляю предвыборный штаб Ивана Самсонова Ну, это народные кандидаты, может быть, слышали? Вот он, счет от дворей, грамотнофы Я не могу, моя! Не дал? Подождите Есть у него одно место, слабое Пунктик Так, что за пунктик? А вы родителям про меня не расскажете? Не расскажу Так дочку свою безумно любят Она его видеть не хочет И что? Что? Он хотел, чтобы она его дело продолжила А она балерина Да еще и викторианка Ну, бывает, а что? Они уже год три не общаются Она из дома ушла Ну, ясно А он у него хорошая С девочками разговаривать так и не научился Как вы найти? Секундочку Понимаете, в чем дело? У него нездоровое влечение к женскому силу Вот вы посмотрите Вот это он перенес в класс И всем показывает И всем показывает Ой А ты где это взял-то? Ты что, подглядывал за Ингой Евгеньевой, что ли? Вы что думаете, это настоящая фотография? Нет, лицо мое А это все не мое Да? А чье? Я не знаю, чье Он это сделал где-то в компьютере В фотошопе Ты знаешь, Слава Ты мне лично очень оскорбил Он урок сорвал Ты слышишь, что учителя-то говорят? Так вот это еще на фоне слабоуспеваемости Вот что с ним делать? У него же два в четверти вырисовывается Вы извините, мы исправим Ты бы брал пример сестры Сестра умная, серьезная, старательная Кстати-ка, как ее здоровье? Че, Юля? Да Нормально, спасибо То есть операция прошла хорошо? Какая операция? Я так понимаю, что-то серьезное у вас Если девочка уже две недели Лежит в областной клинике Да, вы знаете, это очень серьезная операция В клинике лежит Вы передавайте ей привет от нас Вообще, я надеюсь, она школу закончит Со своим классом А с сыном надо срочно что-то делать Все, все исправим До свидания Да, до свидания До свидания Вставай Отцу сам дом расскажешь До свидания До свидания, сам сын Посмотри, лейтенант Ничего сложного Главное его выписать Надо, чтобы он тебя ударил Желательно несколько раз Потом падаешь Потом убегаешь Понял? А мы все фиксируем Так вы же сказали, что я не в группе Ну теперь все изменилось А может у меня желание пропало? Ну ладно, все, не хочешь как хочешь Ладно, договорились По рукам Ладись, лейтенант Ложуха Держи Это что за отстой? Почему отстой? Капитан лично убирал А у него, между прочим, четверо детей Ну куда ты переодевайся? Переодевайся Ну что ты еле-еле жулькаешь? Сырее три Вот еще Хлавдия Викторовна А что, нельзя вот это все В стиральной машине выстирать? Ты что, Аркашка? Это же югославские Их аккуратно На руках надо И вообще хватит болтать Столько дел впереди Ты вообще хочешь секса Или нет? Главдия Викторовна Вы со всей квартиры белье притащили? Вижу, Аркашка, не хочешь ты Секса Аккуратнее надо Так и до секса не доживешь Ну какой тебе секс, Аркашка? Одеялом сунуть не можешь Господи, боже мой И к окну Нет Не встает Давай обратно Вынимай давай Если прием пробьешь Секса не будет Ну вот И сьет, и вяжет И слову не скажет Вставай, вставай, Аркаш А ждут великие дела Какая вы неуемная Клавдия Викторовна Сублимируйте, похвально Идите спокойно Куда шли Сколько усилий Ради простого Сорокосекундного советия Закройте свой поганый рот Все равно он никогда не уйдет От своей Аллы Евгеньевны Уже ушел Это он вам так сказал И вы поверили Поверила Он же не вы Маринка, ну опять ты Со своей сгущенкой Ну, ну В прошлый раз так рвануло Я думала, война началась А я таймер поставлю Ягодка моя Я закончила Гоните пять тысяч Ничего, ты еще не закончил В смысле? А знакома ли тебе, Аркашка Слово Педикюр Я отмечена Самсонов Вот, пожалуйста Искусство войны Как вы просили Сунь Цзэ Книга новая Только что получили Пожалуйста, относитесь бережно Ты что, не волнуйтесь Все будет пучком Пучком? Я вообще вам могу Ничего не выдавать Потому что вы злостный должник Вы когда взяли Носова Не знаю, кому вы не вспомните В восемьдесят четвертом году Тридцать четыре года прошло Не стыдно? Макеавель-то я вернул Не знаю, где-то не знай, кому Ну ищите Ищите Так Относитесь бережно Всего доброго Спасибо До свидания До свидания Идешь на такое дело Что трудно прийти назад Как командир тебя я Туда посылать не рад Но как отец Ответь мне Сев, глянь, похож на ребенка? Шапку на лоб больше не тяни А? Вон он идет Все, давай, лейтенант Давай, пошел Ты что, с ума сошел? Дай сюда Ствол на базу Вернешься, отдам С кого? С Богом Да, Ранин В библиотеке был А что случилось? А, понял Все, скоро буду Да вот иду уже Сейчас он через саный мост и дома Да не волнуйся, так что-то сейчас приду Да реально на ребенка похож Здорово, придура Не понял? А что это рожа у тебя такая тупая? Не знаю Может, книжек мало в детстве читал Ты чего? А жена у тебя шлюха И мать тоже шлюха И дочь И первая учительница твоя Тоже шлюха Понял, да? Понял? Понял Понял Да что? Черт Лейтенок молодец, хорошо работает Ну, пока никакого эффекта Сейчас он его врежет Я позже врезу Ну, давай, ударь меня Ну, ты что думаешь, Самсонов дурак, что ли? Ты думаешь, я не понимаю, что ты провокатор от Осипенко? Типа, я сейчас тебе двину, да? И малыша обидел Кто здесь вот здесь снимает? Кто оператор? Ага Запись идет? Идет, идет Ну, давай, ударь меня Ну, что тебе? Собо? Вареныш ты мелкий, а Книжку отдай Давай сюда книгу Библиотекарскую Дай Книгу, дал, говорю Тихо, тихо Ну Ну, ты ж сунзы Куда? А ты что? Ну Слышь, ты гном Там шел нахер отсюда Кто гном? Я гном? Ах, ты ж тварь Ну все, хана тебе Ах, ты ж тварь Чего сиди Страйк Ах Тону А че тону? Там мелкая Помоги Помоги Ах Ты же гном Я плаваю Попoretta Я плаваю Книжку Помоги 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 Можи ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Говнюка. Тьфу ты. Тьфу ты. Чё, опять л Medzi? И чё, в цирку ехал. Точнее, убежал. Ну тут ничего не наковырять. Вот не надо сейчас только ничего говорить. Странно мне, казалось, что маникюр шли в это болтать. Ой, Маринка, я как заново родилась. Пяточки, как у младенца. Он еще пензочкой прошелся. Так, гоните кэш, рабовладелица. Контрацептив снимешь и отдам. Чего? Какой еще? А вон тут. О, гляди, соседи сверху забавляются. Я как к печке подхожу, он маячит перед глазами. Уже месяц висит, не меньше. Бесит. Он же не в квартире, он на улице. Ну и что? Входит в общую площадь. Я же его вижу. Так вы и луну увидите. Ну не хочешь, как хочешь. Да, плакала ваша проститутка. Сами вы плакали. Это что, Инга Евгеньевна, что ли? Какая ты Инга Евгеньевна? Это калаш. Твою сын нездоровое влечение к женскому телу. Ты что, их голову нагрелешь? Нет, ну что, нормально, здоровый интерес к женскому телу. А то, что у тебя дочь две недели в школу не ходит, это тоже нормально? Тихо, а я так не знаю. Ты что не сказал, что у сестра две недели в школу не ходит, а? Я не стукач, потому что. Между прочим, свое воспитание. Не стукач, не сдам. Правильно, потому что он пацан. Ну, пацан. Да куда ты пялишься-то? Теперь мы не знаем, что с нашей дочерью происходит. Не, ну ты что делаешь-то, а? Что я делаю? А я тебе сейчас скажу, что я делаю. Если тебе плевать на дочь, то мне нет. Ты что, картошку переводишь? Ты ее покупал? Спокойно. Когда нет в кармане денег, привяжи ты к швабре веник. Не получается. Ну, на нет и секса нет. Девочки, не спим, выполняем. Раз, и раз, и два, и три, за мам, за мам, и хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто из них, Игнатьева? Ну, вон, видите, с краю, разминается. А вы из Москвы? Ну, и как она? Да никак, ничего из нее не выйдет. Работает много, а на сцену выходит, превращается в дерево. Страк перед публикой. Вы лучше вон, к Тарабасовой приглядитесь. Приглядитесь, приглядитесь. Ясно. На середину, девочки! Просмотр через два часа. Здесь остановите, пожалуйста. Ну, все, приехали. Спасибо большое, но я бы и сама могла доехать. Да куда ты сама? Вон метель какая. Ну, ладно, давай беги. Бабушке привет. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. Привет, Сусова. Здорово. Это что, папа твой что-ли? А что, завидно? Да ты что, он же старый. Старый, не старый, у него свой мясокомбинат. А он мне тачку скоро покупает. Так что, ареведерчи. Я дома! Дядь, я сама с ней спокойно поговорю. Ты о тебя знаю. Что ты меня знаешь-то? Начнешь сейчас. Я чего не нашла? Успокойся. Привет. Доченька, а как у тебя дела в школе? Хорошо. Пятерка по литературе, пятерка по русскому, четыре по алгебре, но зато по физкультуре пятерка. Доченька! А ты нам про все пятерки-то рассказала? Может, ты забыла про какие-нибудь? Какие? Вот эти вот. Вам кто разрешил по моим вещам шариться? Тебя две недели в школе не было. Все думают, ты в больнице. Откуда деньги? Не твое дело. Это-то мое дело. Я их заработала. Заработала? Да. Ну расскажи нам тогда, как ты их заработала-то. Наркотиками? Что? Девочка по вызову, проститутка. Сама ты проститутка. Вас всех ненавижу. Доченька. Юля! Молодец. Спокойно поговорил. Стой, Жилов. Жилов. Алло. Иди сюда. Иди, иди, иди. Дело есть. Иди. Видишь, висит? Да, он уже месяц там висит. Да? Так вот его надо снять. Смотри, залезаешь на окно, и вот этой шваброй с веником сбиваешь его. А я тебя страхую. Понял? Да, понял. Да? Ну так бери швабру вперед. Давай. Давай. Славик, ты что, с ума сошел? Ты кого слушаешь? Ты еще разобьешься, я матери все скажу. Что? Ладно, я сам полезу. Только держи меня. А как держать? Нежно. Главдия Викторовна. Давай швабру. Так, смотри. Давай, держи меня за ногу. Вот так. О. Требто держи. Главдия Викторовна, что все это за тень? Ничего, ему полезно. Крепче держи, жлоб. Простите, у нас просто сгущенка взорвалась. Да идите вы все в жопу! Сейчас пойду, найду ее. Нет, найдешь ты ее. Найдет он ее. Слушай, это мой город. Моя дочь. Все. Жди нас. Возвращаем его в квартиру. Так точно, приняли. Ты что, Аркаша? Ничего. Мой сын убийца. Аркадий Борисович, идемте. Капустина? Привет. Юрка, видела? Видела. Пробежала туда вся в слезах. А, там все не подсапались. А что, куда она могла пойти? Не знаю. Ну, к хахали своему, наверное. Чего? Ой, дядя мой, не извините, мне убежать надо. Так, ну-ка, стоять, Капустина. Стоять, кому сказал! Иди сюда! Значит так. Еще раз выйдете за пределы квартиры, поедете в СИЗО. Еще раз вам говорю, я не выходил, я выпал из окна. А, а из СИЗО не выпадешь. Держи метлу. Гарри Поттер. Ой, целый. Спасибо тебе, Аркашенька. Теперь к окну подойти можно. Деньги. Какие деньги? Пять тысяч рублей. Аркаш, откуда у меня такие деньги? Я ж пенсионерка. Я двенадцать тысяч получаю. Еле концы с концами свожу. Меня не колышет. Где мои пять тысяч рублей? А ты не орли на меня! Я тебе русским языком сказала. Я пенсионерка. И денег у меня нет. То есть вы, вы чего, кинули меня? Я вам отомщу. Да вы мне уже отомстили. Говорю же, пенсия двенадцать тысяч. Слыхала, Маринка? Денег ему на проститутку подавай. Вообще-то Клавдия Викторовна он-то свою работу выполнил, а вы его обманули. Ой, тоже мне честная нашлась. Сама мужика из семьи увела, старую бабку морали учит. Ну, а Эдуард Павлентинович давно был в стадии разрыва отношений. Ага! В аду расскажешь! Да не найдет он никого, он же бестолковый. Не волнуйся. Да ничего мне делать, а? А ты, опробуй осоциальными сетям пробить геолокацию. Да я в этом вообще ничего не соображаю, ты чё это? Я сейчас приеду. Я же десять раз сказала, я видеть его не хочу. Я тебе сейчас по-дружески кое-что скажу. Знаешь, иногда мы делаем такие ошибки, которые потом невозможно исправить. Когда-нибудь ты захочешь помириться со своим папой, а ты захочешь, но будет уже слишком поздно. Ты же понимаешь, о чём я говорю? Я сто раз пыталась с ним помириться. Он, когда меня увидит, сразу начинает тарать и гадости всякие говорить. И вообще, оставьте меня в покое, чего вы до меня докопались. Всё, всё, всё. Никто не докапывается. А знаешь что? Что? А ты никогда не думала, что ты так злишься, потому что твой папа прав. Чего? Ну ты реально бездарная. Видела я твою тренировку. Балерина из тебя, извини, никакая. Ну я просто тоже танцем занималась. Понимаю, что тебя даже под танцовку никто не возьмёт. Приглашается Галина Игнатьева. Приглашается Галина Игнатьева. Не стоит. Приглашается Галина Игнатьева. Ну правда. Ох, пошел... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че съела, кекимура? Следующая, Ольга Семина. Торт. Что вам надо? Торт принесла. Сгущенка взорвалась, поэтому с вареньем. Плюнули в него, небось. Да, и слабительное положила. Не нужен мне ваш торт. Я такие десерты своей жизни ел, которые вы даже по телевизору не видели. Поздравляю. Торт. Торр. 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 Яра Тарабасова. Ну вот видишь, когда разозлешься, можешь нормально работать. Ничего. Тебе знаешь, спортивной злости не хватает. Без техники это нормально всё. Поехали, как всё. Субтитры создавал DimaTorzok Я очень не думала, что ты это делаешь. Я это сделал. Я сделал. Я тортик. Я тортик приготовлю. Ты, Мариночка, самый сладкий, а? Ты мой тортик. Субтитры создавал DimaTorzok Прости. Солнышко. Прости, что это? Странно. В каких краях встретишь? Да. Да, Аллочка. Как не улетела? Почему? Ох, отравилась? Как же мама? Нет-нет, я здесь, я сейчас... Я выскочил в магазин, я сейчас буду, да. Я скоро буду, да, может быть, в аптеке что-то купить? А, угу, хорошо, хорошо, я бегу, я бегу. Я бегу. Боже, боже. Марин, ну, ну, солнышко, ну, что ты так смотришь на меня? Ну, ну, прости меня, я немножко преувеличил. Преувеличил, преувеличил, ну, я ей все расскажу, скоро все расскажу про нас. Ну-ка, быстро говори, что ты не сердишься на меня, ну. Ну, скажи, что... Ну, не сердюсь. Ну, все прекрасно. Ты, пожалуйста, выбей шампанского, у тебя поднимется настроение. Я побежал, Марина, побежал. Да? Здравствуйте, извините, пожалуйста, вы можете мне помочь очень срочно. А что случилось? Врачи сказали, что бабушке срочно нужна операция в Москве, и мне нужны деньги. Я посчитала, там за лечение, проживание, проезд сто пятьдесят семь тысяч шестьсот рублей выходит. Я все верну вам до копейки, правда, я отработаю. Подожди, подожди. Приветствую. Главное у себя. Может, я смогу чем помочь? У меня все-таки связи и... ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вениамин Игоревич? Да? Здесь мужчина на проходной. Хочет к вам пройти. Пускать его или нет? Нет, не надо. Не пускать его, пожалуйста, не надо. А кто это? Это мой бывший. Какой бывший? Я, я связалась с ним по дурости, думала, что у нас любовь, он алкашом оказался, он меня бил, я вообще от него беременна, нам уехать с бабушкой надо очень срочно, пожалуйста, помогите. Что ж ты мне сразу-то не сказала? Господи, какая я дура. Ну-ка побудь здесь, я сейчас и пойду. И че пришел? А это ты здесь главный, да? Я главный, я. Ну, держи, педофил. Папа! Папа! Не трогайте его, это мой папа! Останьте его, не трогайте его, не дадите его, не дадите, папа! Мама! Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Это твой отец, от которого и лепешка? Ты же говорила, что он погиб. Я потом все объясню. Мама жива, доченька. О, еще одна лепешка. Это кто? Понятно. Это педофилка, давай, нашу дочку сексуальному. Сажись, все, сонял. Я тебя засажу, понял? Козелка старая. А что ты такое говоришь? Да никакой он не педофилке, я наврала вам. Я просто у него работала, простите меня, пожалуйста. Не хотела, чтобы все так вышло, пожалуйста, простите меня. А что здесь делать? Я же сказал, что сам все разберу со всем. Ты много чего говоришь. Все. Давай, пойдем. Это неожиданно, но ваш торт оказался не такой отвратительный. Конечно, не сравнить с тем, к чему я привык, но на безрыбье, как говорится. В общем, можно еще кусочек? Наберите. Наберите хоть весь. Что, и шампанское можно выпить? Забирайте. Только забирайте и уходите. Я хочу побыть одна. Понятно. Очень плохие цветы. Вы что делаете? Клавдия Викторовна подберет. Вы знаете, Марина, я сегодня чуть не разбился. А потом мне на лицо упал презерватив. Ужасно. Ну и зачем вы мне это рассказываете? Потому что мне было так больно, обидно. Потом пришли вы с вашим тортиком средней паршивости и подняли мне настроение. И теперь я просто обязан поднять его вам. Вы зря стараетесь. Очень плохое шампанское. Просите, пожалуйста. Поливайте. Мироздание ко мне несправедливо. Она просто лживая и гадина. Правда. Я вообще не понимаю, чего вы расстраиваетесь. Вы сегодня самый настоящий мэр. Вы вот пенсионерке помогли. Придомовую территорию очистили. Сейчас мать-одиночку утешаете. Иронизируете. Это хорошо, это я люблю. Но если бы вы, Марина, знали, через что я прошел. А потом Клавдия Викторовна приказала мне сделать ей массаж стоп. Что? Да, да. Вы знаете, Клавдия Викторовна, она как хоббит. У нее кожа на ногах такой толщины, как будто она реально может ходить зимой без обла. Мы спрашиваем. Давайте не будем о ногах Клавдии Викторовны. А, то есть вам не нравится, когда при вас обсуждают ноги другой женщины. Хорошо? Алина, скажите, а в кого ваш мальчик такой рыжий? В рыжего из Иванушек. В Григорьево-Аполлоново, что ли? Да ладно. Они приезжали на гастроли, пригласили в гримёрку после концерта. Ну и... Погодите. Я любила их в школе. А он знает об этом? Да. И что, и не помогает? Вот, мразота. Я смотрю, вы легковерны. Я вообще в школе чужолый металл любила. Ну, ты даете кому-то, Марина? Сергеевна. Сергеевна. Да. А ты вся в меня. Ну, я имею в виду, такая же упертая. Это ей спасибо. Если б не она, я б как обычно. Пап, поможешь ей? Ну, ладно. Может, он тоже ворюгой станет, но, по крайней мере, он дочь свою любит. Пишите номер счёта. Спасибо. Если б ты моё дело продолжила, мы б с той горы свернули. А ты балет. Пап, не начинай. Так, Агнатила, давайте вы мне сначала деньги переведёте, потом объясняете отношения. Пап, не начинай. Ну, перестаньте, перестаньте, я лет двадцать не играла. Да, я думала, что вечер будет испорчен, а оказалось, что так хорошо давно не сидела. Согласен. Обращайтесь. Да. Что, шампанское закончилось, торт уже не лезет. Что, по домам? А, ну да, пожалуй. До завтра рано вставать? Да. В этой комнате раньше дядя Миша жил. Да, дядя Миша. У него была пневматическая винтовка, и мы все мальчишки дико завидовали ему. Он, когда напивался, стрелял из окна по прохожим из нее. Правда? Да. Это очень интересно. А что с ним стало? Умер от цирроза печени. Да. Да, два дня лежал вот здесь прям. Вот, как винтовка, пока не нашли его. Дурацкая какая-то концовка вечера получилась. Да не, ну что вы прекратите, это жизнь. Да, с другой стороны, жизнь. Вот. Ну ладно. Ой, у меня ракия есть. Что? Ракия, ну, водка такая болгарская. Хотите? Хочу. Сейчас. Конечно, хочу. Что ж вы молчали? Мне студенты подарили, правда, она маленькая. Так давайте я выйдем скорее. Давайте. Только у меня стопочек нет. Ничего страшного. Мы из бокалов из наших выпил. Мы люди не горды. Ой, два звонка, это к вам. Я не жду никого. Ну, может, что-то срочно. Ну, хорошо, держите. Дайте. Я сейчас. Привет. Привет. Здрасте. Что, куда идти? Чемпатичненько. Сюда? Да, сюда. А нет тараканов? Слушай, Лёдочка. Знаешь, я просто с детства их боюсь панические. Я ценю, и всё такое, но сейчас не время. Слушай, не надо, не раздевайся. В смысле? Не надо, не раздевайся, я тебя прошу. Ну, я хочу. Нет, всё, всё в порядке. Ну, ты же не обещала. Лёля, Лёля, всё, всё. Всё, в другой раз. Давай, одевайся. Так я не поняла, что ты сейчас обиженку включил? Я не включил. Арикаша, я приехала сразу, как только смогла. Молодец, молодец, всё в порядке. Просто сейчас я... Не обижаешься? Нет, не обижаюсь, просто я не хочу. То есть между нами как по-прежнему всё? Всё по-прежнему. Давай-давай. Пока. Пока-пока-пока-пока. Марина, послушайте, она ушла. Давайте пить ракию. А мне что-то уже не хочется. Момент упущен. У нас с ней ничего не было, правда. Ой, да если бы что-то и было, мне всё равно. Но ведь между нами что-то промелькнуло. То есть самоуверенность ваша промелькнула. Нисходящий с экранов народный герой Иван Самсонов в очередной раз совершил подвиг. Он спас из воды тонущего ребёнком. Мальчик же здоров, он покинул место происшествия. А Иван Самсонов, как ни в чём не бывало, пошёл дальше, как будто это для него обычные будни. Чё, пялимся? Чё, сверху ехал. Ну что, довольны? Виноваты, извините. Извините. И Самсонову рейтинг подняли. И мы его племянника чуть не угробили. Ваш племянник повёл себя непрофессионально. А я вам говорил, что идея ваше дерьмо. Говорил. Мне его мать теперь весь мозг проест. Если он заболеет, я вас обоих прибью. Не заболеет, мы его спиртом растёрли. Растёрли. Изнутри тоже растёрли? Он к матери домой пьяный явился. Фронтовые сто грамм. Это для тебя сто грамм. А для него как триста. Алло. Люся. Привет, сестрёнка. Что? Ну, ты ему дай уголь активированный. Одна таблетка на десять килограмм. Ну, получается, да. Три с половиной таблетки. Голова кружится. Это вертолёты. Знаешь что, пусть одну ножку спустит на пол. И это заземление называется. Не достаёт до пола? Ну, подложи ему что-нибудь под ногу. Тошнит. Я сейчас приеду. Жди, я сейчас приеду. Козлы московские. Всё равно от вас уйду. Ну, куда ты уйдёшь-то? По-моему, меня наплевать. Ну, ты глупый, что ли? Ну, как нам на тебя наплевать? Все прибежали тебя спасать. И я, и папа. Моя дядя Даня. Да и дядя Даня. С вами временем пожертвовала. Юль, ну иди сюда. Ну, не обижайся. Ну, иди обниму, Юль. Ну, прости меня. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Иду, иду! Эдуард Валентинович? Да, здрасте. Здрасте. Какими судьбами? Вы сами знаете, какими, Аркадий Борисович. Цветами приторговываете? Ну, так себе букетик. Я не стану брать. Знаете что, оставьте ваши пошлые шуточки. Вы уже давно не мэр. Я не обязан над ними смеяться. Да что вы говорите. Да-да-да. Мариночка? Ку-ку! Не, да. Да. Марина? Мариночка, это я, Марина. О. А вы не знаете где, Марина Сергеевна? А с какой стати интересуетесь? С такой, что это моя женщина. Ваша женщина на кафедре сидит и усами шевелит. Послушайте, перестаньте оскорблять Аллу Евгеньевну. Вот и ступаете к своей Алле Евгеньевне. А у Марины Сергеевны появился другой, более достойный спутник. О, уж не выли. Ушли-ушли. Яли-яли. Так, уходите и песок за собой уберите. Что? Какой песок? Который с вас сыпется. Да вы... Ванна свободная. Дай сюда. Что? Что? Марина. Мариночка. Доброе утро. Это вам. Спасибо. Мариночка, он украл мои цветы. Эдуард, Валентинович, вы вообще что здесь делаете? Я пришел просить прощения. Принес этот букет. А этот подлец в последний момент просто вырвал у меня из рук. Нет, вы послушайте, что он несет, Марина. Этот букет милейший я заказал в доставке в мире цветов. Что? В каком мире вы... У меня чек есть. Вот он. Какой чек? Вот, чек. Какой чек? Нет, вы по-настоящему покажите его. Что вы командуете? Вы здесь кто вообще? Это я не понимаю. Мы с Мариной не хотим вас больше видеть после того, что вы устроили. Правда, Марина? Для начала вот ваши цветы. Нет, это мои цветы для начала. Ну да, конечно. Так, ну-ка дайте немедленно букеты. Убрал руки. Марина, извините. Возьмите, это мой букет, возьмите. Так я сказала, мне не нужны ваши цветы. Ну хорошо. Возьмите вы мой букет. Может быть у вас. Мы их возьмем. Да, конечно. Марина, это мои цветы. Я вообще не хочу знать, чьи это цветы. Все. Марина, Марина, что ты делаешь? Это же я... Она выбросила ваши цветы, она вас ненавидит. Вам лучше уйти отсюда. Так, Марина, нам нужно поговорить. Ничего вам не нужно, уходите отсюда. Нам нужно выяснить все. Затем, идите оба. Аркадий Борисович, идите к себе и не лезьте в мою личную жизнь. Эдуард Виндсич, вперед. Вы, я вам... Что вы, Марина, я прошу... Марина, одумайтесь. Марина, послушайте. Он крадет ваш детородный возраст. Марина! О, привет. Всю дурью маешься? А у нас, между прочим, рейтинги сравнялись с осипниковскими. Так что, поздравляю. Прекрасно. Ну, пойдем. Почему ты тут это бросил? Забудь про них. Аркаш, что происходит? Проходи. Можешь объяснить? Это было что-то ужасное. Ты представляешь, Алла Евгеньевна где-то подхватила кишечный гриб. Ее всю ночь тошнило. И я все это носил тазами. Хочу слышать не об Алле Евгении, а в ее тазах. Да, конечно. Прости меня, Мариночка, прости. Я просто... Я дурак. Ну, я пытаюсь объясниться. Дело в том, что она заболела. И она целый день лежит дома. А что ты сейчас не с Аллой Евгеньевной? Потому что я тебя люблю. Я всю ночь не спал. Я так хотел к тебе. И утром, когда я проснулся, слышишь, я сказал Алле Евгении, что я уезжаю на два дня в плес на симпозиум. Поэтому мы два дня будем вместе. Ты какой смелый. А что ты будешь делать, если она узнает? Так, а мне плевать. Мне плевать. Я хочу быть с тобой. С тобой, понимаешь? И с Аллой Евгеньевной? Нет. Нет. Я решил. Все, мы расстанемся. Точно расстанемся. И все изменится. Марина, ну послушай меня. Выключи эту турбину. Мариночка, я так хотел к тебе. Я все решил. Я не буду тебе помогать. Я не буду. Ты понимаешь, что это детский сад. На что время и место? Тихо, пока ты здесь ломаешься. Возможно, он там, он ее уже... Какая разница тебе? Да потому что я не могу спать спокойно, пока этот старый урод крадет у девушки у нее детородный орган. Чего ты? Возраст. Чего, влюбился? Нет. Да. Или да. Какая разница? Помоги мне. Нет. Помоги мне, я прошу тебя. Нет, я на колени стал, я ноги твои целую. Не надо мне... Не надо мне ничего целовать. Ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну помоги мне. Аркаш, перестань, они с улицы пришли. Стой, буду целовать. Аркаш, ну-ка фу. Не фу. Отдай ноги, говорю. Не отдам. Не согласись. Все, хватит, стоп, все. Согласилась? Все, да. Хватит, да. Круто. Работает приемчик. Какой приемчик? Это мне губернатор научил. Он каждый раз так президенту уговаривать его с должности не снимать. Круто, я ни разу не пробовал. Иди ко мне. Нет, 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 прошу тебя. Я не в настроении. Послушай, я сегодня принял таблеточку, так что я сегодня буду просто, просто казанул. Зачем? У тебя от них давление. От тебя головокружение. Эдуард, Леонидович, кардаконов. Блин. Что это? Я не знаю. Пойду, посмотрим. А, как больно! Что за больно? Что случилось? Марина? Марина, простите, Маринечка, ты же голая совсем. Алло, Федеральная служба исполнения наказаний? Нам срочно нужна будет скорая помощь. Аркарий Борисович с лестницы упал. Что случилось? Да, полез с угла в паутину снимать, и вот упал, идиот. Хотел на чай вас пригласить. Но, говорит, не убрана тут у него. Зачем ты ей рассказываешь? Это была тайна. Давайте я посмотрю, я же медик. Уйди отсюда! Ты мне уже ухо чуть не отрезала. Не надо, не надо. Сказали не трогать, вообще даже не шевелить. Вам больно? Я ничего не вижу. Где мои очки? Абут очки, абут очки лежат. Вы же поедете со мной в больницу. Пожалуйста. Ну, знаю. Вы даже можете его с собой взять, этого. Что значит его этого? Вот. Главное, чтобы вы были рядом, как друг. Пожалуйста, мне очень больно. 120 на 80, как у космонавта. Сейчас контрольный померим. Ну, что у вас там? Павел Ильич, вам нельзя нервничать сейчас. Я не нервничаю. Рейтинг Самсонова сравнялся с нашим. Чего это он вдруг сравнялся-то? Мы с опережением на 10% шли. Ну, он попал в струю. Ребенка этого дурацкого спас. Ну, вы же видели. Эффект снежного кома. Кома? Я слушаю вас, Виктор Степанович. Паша, а ты вообще в курсе, почему я звоню тебе? Виктор Степанович, да вы не волнуйтесь. Он просто попал в струю, так сказать, эффект снежного кома. Так вот теперь послушай меня, чучело. Если ты сегодня же не решаешь вопрос с Самсоновым, с завтрашнего числа я поддерживаю его. Ты меня понял? Понял. Молодец. 210 на 139. Ребят, сделайте что-нибудь. Ну, что-нибудь сделайте, ребят. 28, 29, 30. Молодец. Пиши текст. Подняли штангу. Поднимем область. Хороший текст. Уберите ту хреновину. Стохнуть с вами. Я первое загадываю. Так. Симпатичный паренек. Так. О, да найти еще надо. А симпатичный паренек. Нет, 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 нет. Это твоя какая-то. Ну, может, я влипую. Привет, Вань. Привет, привет. Так. А что тут происходит? Это и мачинариум. Классная игра на ассоциации. Угу. Класс. Хочешь с вами поиграй? Бери карты. Да нет, не хочу. Не хочу играть. А я думал, вот выходные проведу с семьей. Ты Васа нам с тобой взял. Конфет детям. А я смотрю, семья и без меня хорошо время проводит, да? Дань, а ты что тут делаешь-то, а? Я... к Аркадию Борисовичу пришел. А-а-а. Что-то я не вижу только тут Аркадия Борисовича. Вот, жену свою вижу, детей своих вижу. Аркадия Борисовича не вижу ни одного. Аркадий Борисович, где ты? Его нас с Аскорой увезли. Я в курсе. Хочешь, сейчас тебя туда увезут? Самсонов, остынь. Аркаша был занят, мы пригласили Даню чай попить. Какие проблемы-то? Ладно, я пожалуй пойду. Сиди, Даня. Давай, пожалуй пойди. Сядь. Нет, 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 нет. Сумку не забудь. Нин, пока. Смешная покакалка, да, Славяныч? Он завтра должен фондюшницу принести, мы фондю делать будем. Чего? Ну фондю, папа, это когда еду макают в расплавленный сыр, то чё, очень вкусно. Да я его башкой туда махну или колокольчики оторву. Будет заикаться, а то никому голоском, блин. Только тронь его пальцами, тебе сама колокольчики оторву. Я тебе чё сказал? Да они все всегда рады здесь. Я тебя предупредил. Я тебя тоже предупредила. Ага. Это смешно. Начальник управления, компьютер не работает. Сейчас сделаем, Михаил Михайлович. Вы чё опять хотели? Нужна ваша помощь. Какая ещё помощь? Нужно разослать запросы во все архивы. Может удастся всё-таки найти какой-нибудь компромат на Самсонова. Да нет на него ничего. А пароль какой? Лунтик 2018. Чё смотрите? Внук приходил, баловался. Короче, нет на него ничего. Перекопали всё. Мать, отец, братья, сёстры. Значит, надо глубже копать. Дальние родственники, деды с бабками. Вдруг что-то есть. Что там может быть? Действовать надо. Ну, не знаю, подкиньте ему какую-нибудь наркоту. Нет, ну под статью-то его зачем подставлять? Мы хотим зайти с другой стороны. Какие деликатные. Ладно. Вот Соколов, он на архивном деле собаку съел. Он вам поможет. Только не впутывайте его ни во что. Да поняли мы уже. Да ладно, дед Миша, нормально все. Михаил Михайлович, я посмотрел. У вас видеокарта бюджетная, Контр-страйк на таких настройках не вытянет. Ну, купите нормальную. Есть. А вы что, в Контр-страйк рубитесь? Расслабляет. За террористов? А ты думал, за кого? Я должен понимать их психологию. Всё, идите, идите. Так вот как? Больно. А здесь? А, больно, больно. Тут? Очень больно. А вот так? Больно. А так? А, доктор, больно. Мне нужен гипс. Или шина, или что у вас в таких случаях делают. У вас даже гематомы нет. Вы меня за диеты принимаете, да? Доктор, тихо. О, тихо, тихо. Тихо, вы правы. Да, я здоров. Но мне всё равно нужен этот гипс. Так надо. Он ненормальный. Послушайте, я в долгу не останусь. Я только освобожусь, я сразу сделаю вас главврачом этой больницы. Он ненормальный. А давайте так. Мы поможем вам, а вы поможете нам. Вы мне ещё и взятку предлагаете, да? Нет, что вы, это просто благодарность. Там 20 тысяч. Сами сидите. И меня туда же, да? Пожалуйста, покиньте кабинет. Я прошу вас, доктор. Я умоляю, я в отчаянии. Это всё ради любви. Вы любили когда-нибудь, доктор? Я вижу по глазам. Любили, сильно любили, доктор. Ну вот, смотрите. Вот. Я на коленях. Мэр на коленях. Что вы делаете? Вы, пожалуйста. Ради всего святого, ради Путина, ради Навального. Или кто там у вас в кумирах, доктор? Я прошу вас. Аркадий Борисович, ну что же вы делаете? Презвратите этот спектакль. Я не стараюсь. Ладно, ну, стойте. Ладно. Пройдите в перевязочную. Спасибо. Не надо. Поняла? Мне кажется, я догадываюсь, почему мы здесь. Ты к нему что-то чувствуешь? Что за глупость? Эдик, мне его просто жалко. Нет-нет, все правильно, все верно. Он тебя очаровал. Конечно. Зачем тебе старик, когда рядом такой шустрый молодой повес? Перестань. Никто меня не очаровал. Никто? Как даже я? Хватит, Эдик. Считай, это я должна обижаться. Прости меня, я виноват. Прости, но я заглажу свое вино. Может быть, мы уже поедем домой? Таблеточка еще действует. Эдик. Ай, больно. Прямо что я у вас когда-нибудь пронзил. Осторожно. Буквально. Я помогаю, помогаю. Да. Подожди, вот так. Еще немножко. Помоги, пожалуйста. Вот, и весь компот. У вас что, в цифре нет? Здесь вам не ЦРУ. Мы за два года тут не управимся. Конечно, не управитесь. Вы же не я. Так помогай, а чего зря болтать-то? А вы генералу Круглову скажете, чтобы он меня к вашей группе прикрепил официально? Нет. Почему? Потому что мы работаем в другом отделе и в другом городе. Ну и что? Я все равно переезжать собираюсь. Мне здесь тесно. По-моему, нормально помещаешься. Да пошли вы. Вот и ищите тогда сами. Сиплый, ты куда? Да, полковник сказал, чтобы ты нам помог. А-а-а! 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 Аккуратнее! А-а-а! Аккуратнее! А-а-а! Застырь! А у них холодно. Очень холодно. А-а-а! Спасибо вам огромное, Даня Анатольевич. Держи, держи. Держу, держу. Спасибо вам. Заходите уже. Ну, слушайте, спасибо вам огромное. Заходите. Рада за все, что вы сделали. Аккуратно. Спасибо, я потратил столько вашего времени. Скажите. Скажите, а у вас вообще-то рентгеновские снимки-то есть? Что? Снимки. Рентген. Рентгеновские. Они остались в больнице. Как остались? Черт. Надо за ними мешать. Да нет, что вы за... А-а-а! Вы что, вы специально, что ли? Да вы специально. Никуда не можете держать. Ну что вы, давайте... Марина, что вы обнимаетесь? Отдождитесь, Марина! Черт, Марина, больно, что вы несете. Давайте. Вот. Давай. Не бросайте. Вы отдыхайте, если что, зовите. Я к с ума сошел, как есть снимки. А я его, между прочим, не доверяю. Так больно. Ну, привет, Самсонов. Привет. А ты кто? Как кто? Я Суньзы. Самсонов, у тебя большие проблемы. Этот, да, не адвокат, зашел на твою территорию. Да, блин, так о том речь, ну... А любовь, Самсонов, как война. Адвокат твой враг. А если враг не сдается с ним, что делают? Гасить его надо. Правильно, гасить. А как? Ну, как именно? Тяжело с тобой, Самсонов. Ты плохо читал мою книгу. Что я пишу? Ну, как это... Что? Удар нужно наносить там, где противник слаб. Че, прям сразу поясим? Суньзы, это вроде как-то не по-пацански, что ли? Самсонов, ты меня бесишь. Хотя мы, китайцы, очень сдержанный народ. Тебе нужно заманить его на свою территорию. Там, где ты сильный. А где я сильный? Ну, ты где служил? ВДВ. Где Сантура? Конечно. Значит, у тебя есть навыки выживания, а у него нет. Понял. Понял, Суньзы, понял? Куда ты клонишь? Значит, действуй, Самсонов. И не ссы. Все будет пучком. Самсонов, негодяй! Я убью тебя! Беги, Самсонов. Я ее задержу. Я не брошу тебя, Суньзы. Самсонов, беги. Ты должен драться за свою любовь. Кто видел смерть, тот знает нас. Мы называемся спецназом. Вальди отсюда, кунфу-патор. Не открывайся, не открывайся, Суньзы! Душу ей вкорячь! А, красава! Красава, Суньзы, красава! Молодец! Не мешай. Ты по-машке! Урамоваси! Что? Блин, это что по-японски. А, а, а! Вы что это? Кладем тебе, вы что? Мы только что, мы только что-то соль заубили. И тебя убью. Если еще раз в сортире заснешь. А, вы-вы-вы-вы. Вали отсюда! Все. Иди ко мне, он уже заснул. Нет, нет, подожди. Ты чего ждать-то? Ничего с ним не случится, там уже час, как гробовая тишина. Эдик, ну а вдруг мы его разбудим, и у него начнутся боли. Да какие боли? Ему там в больнице все уже сделали, все нормально. Он спит. Эдик. Ну а вдруг ему станет хуже? Все как станет. Все понятно. Ты думаешь только о нем. А то, что я специально для тебя принял таблеточку, несмотря на свое давление, тебе вообще на плевать. Все, спасибо за прекрасный вечер. Спокойной ночи. Ну, Эдик. Ну, Эдик. Ай, да что ж такое? Ну, только я задремал. Вы хотя бы на миг можете усмирить свою неуемную похоть ради больного человека? Ну, не шуршите. Сетик, спи. Ну, будет тишина или нет? Да спим мы. Алло, Даня, привет. Самсунов. Что, как сам? Слушай, ты прости меня сегодня, что-то перегнул. Ты к детям с пирожными, а я... А что, Славик, сказал, ты завтра фондю собираешься принести? Угу. Не передумал еще? Да нет, что, давай, приходи. Пописиарику накатим. Угу. Да не б вздох, все в порядке. Давай, ага. Спокойной ночи, да. Ага. Угу. Угу. У меня для вас есть серьезное задание. Я же могу вам доверять, да? Ну, как вы знаете, Виталий, я участвую в выборах. И у меня есть один конкурент, который мне очень сильно мешает. Я говорю о Самсонове, конечно. А жизнь – это такая интересная штука, что в ней порой случаются достаточно неприятные вещи. Вы понимаете, о чем я? Ну, вот, скажем, человек выбирается в мэры, да? Ну, тот же Самсонов, например. И какие-то хулиганы вдруг взяли, ему проломили голову. Ну, не сильно, конечно, но человеку плохо. И выбираться он уже, соответственно, никуда не может. Так, понятно? Самсонову надо проломить голову. Все. Павел Юрьевич, мы против. Мы же телохранители, а не телоломатели. А у Никеева чем вы занимались, интересно? Одно дело в караоке руку кому-нибудь сломать, а другой человека покалечить на всю жизнь. Да и поверьте, вам это не надо. Так карму портить. Значит, послушайте меня внимательно, буддисты вы хреновые. Я вам что тут, клоун на ниточке? Я вам отдал приказ. Если вы не можете работать, пошли к чертовой матери. И ищите себе другое место с таким окладом и с такими преференциями. А то, как задаренным алкоголем и продуктами, так вы первые, вас хрен догонишь. Зажрались вы, господа Виталики! Хорошо, мы все сделаем. Я надеюсь. Пошли, шевелите булками. Действуйте, злодействуйте. Есть такой английский повар. Джемми Оливер. Я по его передачам научусь готовить. А огурцы тоже можно? Да-да-да, можно все, что хотите. Получаются уникальные вкусы. Да вкусно? Ну, ты знаешь, честно говоря, не по мне. Ну да, если бы в водку макать горячую, другое дело. А с сыра-то ведь на унитазе ты не заснешь. Клавдия Викторовна. Да ты понял, да? Вот так всегда. Клавдия Викторовна, вот, если бы вы в моей тещи были, я бы терпел. А так вот возьму вот этот вот доршочек с кашей, на голову надену. Ну и сядешь. А Данечка, он на ней женится. И будем жить дружно. Фондю есть. Клавдия Викторовна, вы думаете, головой-то когда говорите, вас за стол посадили, а вы как ядом плюетесь. Да ладно, нет, что-то. Все хорошо. Хорошо сидим. Да? Ну, как-то по-пиндоски, а. Ну, правда, вот какого-то вот нашего самсоновского вот этого размаха широты не хватает. Вот вроде вот как огонек горит, а какой-то он вот не живой. Вот так бы на природе, да? Ах, знаете, давно на природе не были. Может, махнем? А что, шашлычка намутим? Даню вот с собой возьмем. Даня, ты как? Да. Странный, а зимой пикник. Ну, ладно, давайте, есть фондю. Это он, дядя Даня, видишь, аж побелел. А почему? Я готов. Все, отлично. Едем? Доброе утро. О, Валентинович, привет. А где можно? А хотите, на нас ставьте, мы на шалыке едем. Ну что? Все, давайте. Через час на дворе, да? Угу. Все. Погнали, погнали, сейчас сидим. Мариночка. Мариночка. Мариночка, тетяк. Завтрак в постель. Как в лучших домах. Мм? Ты раньше никогда это... Раньше. Как раньше, больше не будет. Будет все по-новому. Я надеюсь, нам сейчас никто не будет мешать. Потому что я принял еще одну таблеточку. Ага. Я думаю, не зря. А? Что такое? Извините, ради бога. Я хотел постучаться, не рассчитал. Боже. Я хочу извиниться за вчерашнее. Просто отошел, наркоз и были дикие боли, Марина. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Ну, хорошо. Извинились и, пожалуйста, уже можно закрыть дверь. Свежие ягоды, кофе. Ммм. У вас романтический завтрак. Как это здорово. Я тоже очень хочу завтракать. Как жаль, что не могу себе этого позволить. Но ничего. Будем худеть. Да, пожалуйста. Да, да будем худеть. Пожалуйста, худейте там. Только там. Хорошо? Да, хорошо. Закройте дверь, пожалуйста. Ухожу, ухожу. С другой стороны. Я прошу вас. Ну что, вы в конце концов как... Эдик. Ну что? А давай угостим Аркадия круассаном. Почему мы должны угощать кого-то нашими круассанами? Эдик. Вы ничего не должны. Это правда. Он абсолютно прав. Хорошо. Это что такое? Хорошо. Хорошо. Вот, возьмите. Угощайтесь круассаном. А пожалуйста, только уходите. Спасибо вам большое. Правда. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Уходите. Боже. Боль. Да больно мне. Зачем мне руку прищемить? Я не прищемил. Вы ее здесь оставили специально. Послушайте. Извините, ради бога. Вы очень щедрый. Да. Очень неловкий. Я пойду, попробую приготовить тебе кашу. Да, приготовьте. Пожалуйста, приготовьте тебе кашу. Все. Ну что, походим? Дань, ты что, на свои писюшки поедешься? Ну давай, паркуй ее. А вещи ко мне перебрасывай. Нет, я на ней поеду. Ну куда ты что, там ты по оси сядешь? Там корея выше коледок. Я не сяду. Смотри, если что, у меня трос есть, я тебя дерну. Пап, так она же не ездит. Что не ездила? Я вон свечу армян поменял, она еще 20 лет гулять будет без ремонта. Давай, да? За мной держись, если что, мне моргай. Хопа! Что это? Я не знаю. Боже. Что вы делаете? Как вы кашу готовы будете? Дайте сюда. Что это такое? Не надо, я стал приготовленным. Дайте сюда, Лера Своёна. Не подожди, Лера. Ирис в глаза попал. Ну простите, я приду. Ну простите. Я приберусь. Я все приберу. Кошмар, подожди. Марина, оставь это все в покое. Сейчас нужно вызвать социальные службы, они все сделают. Так, давай. Что вы делаете? Смотри, у вас что-то рука, чтобы она нас... А, я сломал позвоночник. А, поднимите, поднимите. Его нельзя трогать, если сломал позвоночник. Не подрогайте меня, поднимите меня скорее. Осторожно. Харе дать! Стопэ! Этим армянам пушки поотрываю. Троит. Два цилиндра не работает. Свечи паленые подсунули. Ну что? Что сидим сисим днем? Выходим. Да. Выходим. Ладно. Вот она, наше местечко. Смотри, Костровища осталась. Ой, а где мы сидеть-то будем? Вот. Ну-ка, давай. Сына. Давай, помогай. Давай, приду, катанем. Сейчас снег надо убрать. Давай, давай. А-за. А-за. А-а-а. А чем бревно-то? Я вот с... Атуль я взял. Круто. Ты че это говно с собой китайское таскаешь, а, Дань? Не-не, а Норвегия до 150 кило. Прошу. Детский сад какой-то. Дань, прям волшебник. Так, ладно. Давайте, девчонки. Вы там все пока стругайте, бутербродники, все. Ага. Мужики за дровами. Все. Подъем, пошли. А зачем за дровами? Я вот... Уголь взял. Выкинь, Дань. Очки мне, Галимая. В лесу, Дань, только дровами. Попа, чем тебе уголь не устраивает? Нормально же, ну. Вперед! Мне жутко неудобно. Я... Я очень не люблю быть в тягость. А вы в тягость. В тягость. Эдик. Что Эдик? Ну, он прав. Я вчера был очень груб с вами. Я взял ваши цветы. Вот, слышишь? Мои цветы, мои. Ну, я многое переосмыслил с того момента. Когда не можешь толком себе нос вытереть, совсем по-другому начинаешь смотреть на мир. Да, да, да. Я мог вчера умереть. Свернуть шею. Да я не верю вам. Такие, как вы, вообще сто лет живут. Эдик, зачем ты так? Что значит, зачем я так? То есть, я зачем так? Он... Это тло... Не он зачем, а я зачем. В общем, я... Нет, все, я так не могу. Я, пожалуй, пойду. Подожди, Эдик. Эдуард Валентинович, не уходите, пожалуйста. Что значит? Ваша каша? Приятного аппетита. И постарайтесь ободеть без нашей помощи. Пойдем за мной. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. А-а-а. 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 Вы издеваетесь? Пойдем, Марина. Пап, слушай, ну нет дров, пойдем обратно. Давно уже ходим, далеко же уже ушли. Не вздох, сынок. Всегда были, сейчас найдем. Пап, да никогда не было, всегда по три часа ходим. Ну, ничего страшного? Сейчас, зато аппетитно гуляем. И баранхит. Эдик, а ты что, замерз? Эдик, давай девчонкам что-то в машине покреешься. Что это, да? Что я требовал заказать? Ветки хапни. Смотри, наш разбирщик. Да что ты щиплешь? Сейчас мы ее ломанем. Главное, сына, чтобы был рычаг. Ай, сука, блин, ай, блядь! Нет, горячо. Я себя сейчас чувствую, как в детстве. Ложечку за папу. За маму. Я прошу прощения, а вы не могли бы у меня чаю горячего сделать? А жопу, я извиняюсь, вам не надо потерять? Нет? Об этой проблеме я, кстати, еще не задумывался. А как же надо? Так, ешьте, ешьте и не задерживайте нас. Ой, что же вы так неаккуратно помыслились? Так, ну все, хватит этой нежности здесь. Мариночка, пожалуйста, оставь ложку, я его сам докажю. А ты пойди в комнату. Завтрак там есть, может быть, он еще не остыл. Я тебе не буду благоразуменять. Все хорошо, все хорошо. Давайте. Ну, не так быстро. Ну, говорите, что ж не так быстро. Я говорю, жрите. Я говорю, не так быстро. Я говорю, жрите. Все, вы понимаете, что вы нас достали уже? Можете нас оставить? Покойно. Валерий Тимович! Что? А что ты так нервничаешь? То есть? Боюсь, что что, таблеточка перестанет действовать? Как? А вы как узнали про таблеточку? А я все знаю, мистер вялый мускул. Зачем тебе девка молодая? Езжай с Аллой Евгеньевной на воды, старпер. Ах ты гнида, а? Так ты там подслушивал, да? Да, я подслушивал. Ты знаешь, что я тебе сейчас сделаю? Что ты мне сделаешь? Ты знаешь? Что ты мне сделаешь? Ты что я тебе сейчас сделаю? Что ты мне сделаешь? Я тебе... Что ты мне сделаешь? На, 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 на! Вот, нормально? А? Получил? А знаешь, что я тебе сейчас сделаю? А знаешь, что я тебе сейчас... Что? На? Никак, да? Никак. А вот, что я тебе сделаю. Как? А как же руку? Как? Что ты... Марина! Что вы сделали? Марина! Что вы сделали? Марина, он у меня бил кашу. Идиот. Я кричу. Что ты натворил? Маринчик, он бьет, он симулянт, он сам себе вылил эту кашу на голову. Я теряю сознание. Нет, Маринчик, он бьет, у него здоровые руки. Ты что делаешь, идиот, иди отсюда. У него здоровые руки, он все бьет, все бьет. Дурак, ливнивый. Звоните в полицию. Что? Он уходит, он уходит сейчас, выносите. Все, я, да пошли вы. Все, спокойно, вот. Пошелся. Мам! Что случилось? Да папа мне рычаг показывал, во враг свалился. Вот дядя Даня его спас. Спас, спас. Я бы сам бы нормально вылез. Да, конечно. Он мне сам говорил, беги за дядей Даней, а то сейчас сдохну. Что ты придумаешь-то, а? Спасибо тебе, Дань, большое. Давайте, спускайтесь быстрее, мы уже мангал собрали. Да, 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 да. Договорил же. Все хорошо? Хорошо? Посмотрел бы я на вас, если вам нагло вылили тарелку раскаленной каши. Ну, теперь все нормально. Нет, не нормально, Марина. Теперь я разнервничался. Хочу писать. Как я буду писать? Как? А, я жутко хочу пипеть. А, Марина, помогите. Ну, потерпите, вы же не ребенок. Ну, пожалуйста, помогите мне, я не могу терпеть. Я же вам ясно сказала, что голыми руками этого делать не буду. А, блин, Марина. Вот. Вы что, издеваетесь? Уберите эту гадость. Надо у Нины посмотреть. Чем она плоха? Ей с носа нет, сто лет. Господи, лучше бы я сдох. Столько унижений. Ну, хватит, я тоже стараюсь. Клавдия Викторовна, может, вы? Сейчас. Дверь закройте, Клавдия Викторовна. Марина, скорее, пожалуйста. Я описываюсь, будет позор. Подождите. Я тоже нервничаю. Что вы нервничаете? У вас сыну шесть лет, между прочим. Никогда никого этого не делала. Тем более чужому мужчине. За что вы стоите? Развернитесь. Еще секунду и никому не сделаете. Давайте. Вниз, вниз, молнию, вниз. Вниз, вот. Берите его. Доставайте. Чуть увереннее, увереннее. Не тяните так. Чуть-чуть нижнее. Вот, да. Вниз, вниз, левее. Вот так вот. Все, все. Хорошо. Очень хорошо. О, чуть ниже я кружок описываю. Вот так. О, так. Так, так. Долго еще? Я только начал. По-моему, это же все. Мне же лучше знать, когда все. Да вы просто так стоите. Сейчас вторая волна начнется. Вот, видите? Не вижу, видеть не хочу. Слушайте, Марина. Мне кажется, мы с вами стали ближе. Ну, после всего, что с нами было. Это ничего не значит. А мне кажется, значит. Слушайте, вы закончили? Да-да, закончил. А встряхните, пожалуйста. В смысле? Ну, встряхните его. Так? Да, вот так. О, господи. Спасибо, спасибо. Все? А, чудесно. Знаете что, подпрудитесь, меня больше не беспокоит. Там воды, что ли, меньше пейте. Марина, ширинку-то застегните. Развернитесь. А, блин, больно. Вы причинили мне кожу. Я ничего не причинила. Вниз, вниз. Ну что, семья? Пять минут, и папкин шашлычок будет готов. И дядя Даня тоже. А ты где мясо берешь? Вот, так, дагестанцев на рынке. Они им маринуют. Понятно. Хрень тебе туда какую-то напихали, наверное. А пахнет вкусно. Ну, конечно, вкусно. А у нас все пахнет, ветер-то отсюда. Я всегда у них беру. Ну, сейчас проверим. Чей же еще вкуснее, да, Нинуль? Так, ну-ка, дай пищенку. Славик. Ань, последний кусочек. Можем мне? А можно мне? Ну, что вы как с голодного края-то? Ну, почему она всегда первая? Успокойтесь. Я еще партию оставлю. Ну, какую партию? Куда ставить? Вот мясо полно, рубайте. Да не, полно жесткое. Ну ладно, вы всегда же любили. Ну, это то, что другого не было. Дети едим, папин шашлык. Нет, не надо. Положи, нет, положи. Другого и не было. Я сам все съем. Я помогу. А, попробуй, зацени. Не надо. А? Лук, соль, перец. Все. Морал какой-то. Может быть, врача возьмем? Да не ехать буду. Три часа. Вы хотите, чтобы у меня заражение начало? Чтобы я его потерял? Он и так единственный, что у меня осталось. Так, ладно, ладно. Господи. Скорей. Марина, скорей. Час какой-то. Да и... Нет, нет, ниже. Да вы ногу мне мажете, Марина. Да вы скажите мне. Ну, посмотрите, что вы мажете. У меня гангрена сейчас начнется. Марина, посмотрите, пожалуйста, что вы делаете. Вот. Да, мажете. Мажете. Где? Вот. Ай! А! Что? Печет. Дуйте, дуйте скорее. А, жжет. Простите, что потревожил. Эдик. Я зашел попросить прощения, что был слишком вспыльчив, но, видимо, я зря зашел. Эдик! Это не то, что ты подумал! Эдик! Мы сначала писали, потом я его защемила. Вот видишь, я ищу перчатку. Я прошу тебя, я не хочу слышать эти мерзкие подробности. Так странно, у меня была жена и любимая женщина. Осталась только жена. Спасибо тебе, Марина. Этот ключ мне больше не понадобится. Эдик, у меня даже глаза закрыл. Вторая партия готова? Давай. А давайте сделаем селфи для Инстаграма. А у вас есть Инстаграм? Идем, сфотографируемся. А какой у вас аккаунт? Идем, идем. Да, да, Данчик семьдесят пять. С маленькой буквы. Скинь мне. Да, вы только лайки не поставите потом. Улыбаемся. Самсон, пойдем. Пап, давай с ним. Давай, что ли, детство уже пиграешь. А на его так даже нет. Так. Сыр! Сыр! Иван! Да отдавай соснами. Даня, это то, это щука? Это топор. Точилка, точилка. Хопа! Десантура. Вот так, Дань. Метр пятьдесят от земли. Прямо в грудину. Купить можно все, что угодно. А мастерство не купишь, понял? Что? Хопа! Пап, а ты чего нам не говорил, что ты так умеешь? Да нам вообще запрещено это показывать. Но вы же свои. Думаю, не застучите. Ха-ха. Хоп! 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 И ближний бой. Угу. Хоп! 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 Тише, Ванюш. По кумполу. Да нормально, не боись. Хоп! Можешь тогда, нет? Нет. А нет. Да я знаю, просто так спросил. Папа, выше. И выше. У меня в ноге опор. Самсунов, ты дебил? К сожалению, никакого компромата на него обнаружить не удалось. Поэтому придется прибегнуть к менее корректным методам. А я что говорил? А вы все архивные документы посмотрели? Так точно. Товарищ генерал, мы вторые сутки не спим. Двое сутки не спят. Мы годами не спим. Не помню, когда дома был. На родственников ничего. Оба деда воевали. Один из них партизанил, погиб. Бабушки обыкновенные. На прадедов тоже никаких сведений нет. А у меня есть другая информация. Соколов? Дед Самсонов по линии матери. Вовсе не партизанил в годы войны. А был полицаем под Брянском. Осторожно, архив. Ну что, скушали? Чего смотрим? Соколов проявил инициативу. Нашел документы и выслал мне сканы. Можно? Аккуратнее. Ну мы... Мы, маму. Не только наши источники нужно смотреть, но и немецкие. Так что спасибо лейтенанту Соколову. За что? За то, что через голову прыгает? Отставить. У него здоровые амбиции. Поэтому лейтенант Соколов прикреплен в вашу группу стажеров. Надеюсь, товарищ полковник не против? Товарищ гирилл, ну вообще-то... Вот и договорились. Зинена, дай бальзам с алоэ. Все, на связи. Марина, здравствуйте еще раз. Я хотел извиниться за сегодняшнее. Я во всем виноват. Ну перестаньте, вы же не специально. Может и к лучшему, она с давно все разваливалась. Не везет мне с мочинами. Вот это, кстати, странно. Выгода достойна самого лучшего. Правда. Марина, у меня кое-что есть для вас. Возьмите, пожалуйста. Это небольшая семейная реликвия. Эту брошь подарил мой дедушка моей бабушке. Моя бабушка как-то сказала мне, если встретишь ту, которая будет этого достойна, просто подари это ей. Я просто дарю это вам. Красивая очень. Примерьте, пожалуйста. Нет, я не буду. Ну, примерьте. Ну, почему? Ну, пожалуйста. Ну, вдруг вы еще кого-нибудь встретите. Я уже встретил. Я встретил. Она только почему-то отвергает мои ухаживания. Я хочу. Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад. Был на женщин и зелье падки. Разонравилось пить и плясать. Не теряйтесь. Без оклядки. Без оклядки. Мне бы навеки смотреть на тебя. Видеть глаз злота, корею омут. И чтоб прошлое не любят и уйти не смогла к другому. Постык нежный. Нежный, да. Легкий стан. Если бы знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган. Как умеет он быть покорным. Не вовремя. Черт, а в телефон. Марин, отключите его, пожалуйста. Ой, это Илона может что-нибудь возьми. Не надо. Я нагромку поставлю. Да, Илона. Ну что, симулянт, Маринка уже отдалась? Сработал твой хитрый план? Ты чего несешь такое, Илона? В смысле? А, она рядом? Упс. Марина, послушайте, я ей-богу, я ей-богу, я все объясню вам, Марина, это все из-за любви. Правда, это... Симулянт. Нет, я не симулянт, ну чуть-чуть. Вам больно? Мне больно, мне больно, больно. А так? Мне очень больно, пожалуйста, Марина, я прошу вас. Мерзавец, выходите, давайте. Марина, я на колени, я на колени встал. Марина, я буду новых его вообще целовать. Ну почему ли-то вы его по-настоящему в туалете? Вот. Пожалейте меня. Что, в третий раз с ножками не прокатило? Ну, две успешных попытки из трех, хороший результат. Кажется, мне отбавиться, отрубило. Ничего, Вахтан Суренович все пришьет обратно. Он у нас кудесник, скажите, Вахтан Суренович. Посмотрим. А я охоровать не буду, а то я уже озвегаю. Посмотрим. Ты что, ты не будешь, что там у тебя царапина? Что ты расплакался, как девочка? Самсонов, рот закрой. Ты уже подбодрил, подбодрил. Ничего, ничего, держись, Данюша, держись. Тихо. Ой, право. Прости, менять. Марина, я принял еще одну таблеточку, хоть это уже опасно. А откуда эти документы? Павел Юрьевич. Да какая разница? Так, подождите, это же все не про него. Внук полицая. Это же клейму, ему конец. Внук полицая. Так, 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 так. Это хорошо. Это очень хорошо. Ну а что, мы сразу домой с ним? Пойдем, может, кофе с пироженкой дернем, а? В выходной ведь. Сам пей свой кофе. Видеть тебя не хочу. Ну ладно, нет, ну что ты, ну... Ну все нормально, Занька, за что поливод? Ну вообще, через неделю уже нормально все будет. Ты не понимаешь, что ты все портишь, а? Чего встали домой? Добрый вечер. Мы с Тамарой ходим парой. Чего надо? У нас к вам просьба. Снимите свою кандидатуру с выборов. О! А если нет, то что? А если нет, тогда попадете в больницу. Надолго? Не знаю, надо меня как-то мотивировать. По башке не бьем. Да, Павел Юрьевич. Да, да, все поняли. Доброй ночи. Это твоя. А, да, точно. Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях Встретишься со мною? Да. Да, Алла Евгеньевна. Как где? Я на симпози... А, так... Я могу все объяснить? Да. Хорошо, я сейчас буду. Ага. Сейчас буду. Она звонила. Она звонила в плюс. Представляешь? Это кошмар. Это чисто... Я... Я сейчас там... Я там, а это... Я скоро буду. Валентинович? Ах, ты сволочь. А руку развими? Ах, ты сволочь, я тебя! Валентинович? Субтитры подогнал «Симон» 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 Так-то оно так Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Чтобы стать счастливым Сколько денег? Сколько денег? Сколько денег? Нужно тебе? Сколько денег? Нужно... Чтобы стать счастливым? Сколько денег? Нужно тебе... Нужно тебе... Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Стイон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» То есть это я во всем виновата, да? А кто я, что ли? Ну, молодец Вот вместо того, чтобы меня доставать Посоветовала бы мне что-нибудь по-женски Я вам маму, что ли, всем? Здрасте Здрасте, что тебе? А вы можете у меня танк починеть? Не могу, сдрись не отсюда и дверь закрой Молодец Что такое? Ну, как что? Это ведь не просто ребенок Это ее сын И что? А ничего Если ты хочешь, чтобы баба тебя полюбила Подружись с ее ребенком Я ненавижу детей Они тупые, с ними скучно Ну, я так понимаю, что этот идет с ней в комплекте Ничего страшного Отправлю в Англию учиться Или нет, в Англию жирно В Болгарию поедем Аркаша, Аркаша ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А я в Россию Домой хочу Доброе утро Ты не могла Вали Уже час прошел И что? И то, а долго чините? Ты думаешь, что это за 15 минут делается? Это сложная современная техника? Я уже так раскручивал Одно дело ты раскручивал А другой взрослый опытный человек Ай! Больно? Шикотно! Чего ты стал над душой? Дядя Аркадий починит и позовет Иди, не мешай Ай! Ай! Да, Марина Сергеевна, сочувствую К сожалению, в нашей стране много еще чего изменить надо Так вы мне поможете или нет? Нет, ну, в принципе, в принципе У нас есть выходы на Минный здрав Да, но Все зависит от вас Что я должна сделать? Ну, вы же знаете, что объект нашего наблюдения, Аркадий Борисович Испытывает к вам чувства Это, конечно, очень странно Спасибо Да нет, я к тому, что Такие люди Избегают любых привязанностей В общем Мы могли бы это использовать Ну, в наших общих интересах Каким это опытом? Ну Отнеситесь к нему Состраданием Не понимаю Как вам объяснить? Да трахнись ты с ним, да и все Лейтенант Соколов Да что с ним нянчиться? Наш сотрудник Лейтенант Соколов Значит, вы предлагаете мне Меня подложить под Даникееву? До этого дела вообще может не дойти Знаете что? Меня от вас тошнит То есть вы отказываетесь? Да Ну, не хотите как хотите Если такой пустяк для вас важнее, чем здоровье собственного сына Сволочек Открывайте Да Да Сорвалась рыбка Зря вы, Анатолий Иванович С ней так жестко Нормально Поплачет и вернется У него выбора нет Куда она денется? Ты куда? В чевуречном Ба Бумагу забыл Ну как так, а? Понимаешь? Не меня ж это все Ну, все святое Как День Победы Как все Главный праздник Он всегда Я же всегда все Вот эти фильмы про войну Там Рядовая приблица И я Все Есть такая профессия Родину защищать Как бы теперь с этим жить, а? Да Дела Да, Хлебнуть Давай, давай Ну Тьщщщщ-ть Так, бухけて на базу Чш-та Все его было что-ли? Здесь бэл Пол Бутылкин Из-за нее у меня депрессия Чеши в магаз favour за новую Ты мне сейчас водочную посылаешь? Вode тысячи Вышарну, а то, ну Так, там волкаши одни Пошли вместе, я ещё хочу бухнуть Опа! Вставай, вставай! Страна огромная! Лёха! Слышь, танк нужен, нет? Иди забирай! Иду! Твою мать! Ну что, где мой танк? Танк? С твоим танком всё в порядке. А давай поиграем в другую игру. В догонялки. Спасибо. А, точно, ясно. Тогда давай играть в войнушку. Смотри, я буду фашистом, а ты будешь... ...красноармеец, раненый в ногу. Хэндэхох! Сдавайся! А где мой танк? Что ты заводил? Танк, танк. Всё хорошо с твоим танком. В шахматы умеешь играть? Я тебе научу. Крутая игра для мужиков-инвалидов. Это конь. Это ферзь. Поиграем? Отдайте мой танк. Да всё в порядке с твоим танком. Я его склеил, он сохнет. Где? В Караганде сохнет. Какая разница, где? Приходи завтра. Я пошёл звонить маме. Ты чё, ябеда, что ли? Корябеда? Ну ладно, хорошо. Здесь твой танк. Под подушкой. Тядя Аркадий на него немножко наступил. Ну ладно, ну чего ты, не расстраивайся так. Здесь пока подождите. В машине забирайте. Руку-то твором мой. Дай посмотри. Тяжёлый. Руку-то твором мой. Руку-то твором мой. Сейчас ещё. Всё? Сейчас будет совсем хорошо. Ай, нет, нет, нет. Ничего, сука! Ищи перец големый. Пей. Гена говорит, уберите этого с руля. А Чебурашка ему говорит, я не сруль, я Чебурашка. Я всё маме расскажу. Ну давай, расскажи своей маме. Он меня и так ненавидит. Я, между прочим, этот танк дурацкий. Не для тебя чинил, а для неё. Мама в танки не играет. Чтоб она за тебя порадовалась. И меня простила. Твоя мама мне нравится. Сейчас ты настучишь, и она меня проклянёт. Мама добрая. Для тебя она добрая. А меня она проклянёт нафиг. Лёша! Чего, мам? Лёш, ты что здесь делаешь, я тебя по всей квартире ищу? С танком что? Опять ваши проделки? Нет, мам. Дядя Аркадий мне танк починил, а я наступила на него случайно. Подарки надо ценить. Тебе новые никто не купит. Это я его сломал. А вы не вмешивайтесь. Вас никто не спрашивал. Алло. Мужчина. Спасибо, что не знал меня. Лёха, я тебе обязательно куплю такой танк. Опять вру. Не вру. Деньги появятся, сразу куплю, понял? Лёша, нам, нам квоту на операцию дали. Я сейчас в больнице документы оформлять, а ты не сиди здесь. Слышь, Шкет, а ты самострел когда-нибудь делал? Нет? Хочешь, научу? Тащи прищепку. Тащи прищепку. Тащи прищепку. А-а-а. Пихо, пихо. Давай. Ох, мостик, иди ты. Открой дверь, зараза! Сам сволочечу ребенка приучил. Лешка, я твоей матери скажу, она тебя в детдом отдаст или сюда нам продаст. Всеточник, ворюга. Суда еще не было. Что б ты сдох, аркашка. Да и вот я. Вот хорошая ты баба, холодная, в смысле, водка. Какие планы? Какие планы? Взбухиваться буду. Гениальные планы. У тебя есть другие предложения? Ну, например, успокоить жену. Собрать людей всех, которые тебя знают. Подготовиться. И поехать на дебаты. О! Постирали, погладили. Спасибо, там повесьте. Ну, понятно. Не зря, конечно, говорят. Яблоко от яблони. Чего? Да нет, ничего. Твой дед родину предал. Ты сейчас свою семью предаешь. Себя. Тех людей, которые за тебя голосовать собирались. Слушай, не надо мне только мораль читать, а я тебя прошу. Какие уж тут морали. Твой дед Струсил полицаем стал? Ты по такой же схеме сейчас алкоголиком становишься. Ну, ничего. Зато твои внуки точно будут знать, что их дед сдох где-то на чердаке, захлебнувшись собственной блевотиной. Династия. Счастливо. Струсил. Отлично. Семь дней его искали. Весь район. Милиция с собаками. А что случилось-то? Он, оказывается, пьяный. С мостика упал. И головой об штырек ударился. Ребята там рыбачили, нашли. Думали сом, а нет. Дядя Никита. Так раки его вот всего обожрали. А как, кошмар какой-то. Клавдия Викторовна, что у вас за истории? То собаки руки съели, то ворон глаза выклевали. Тут вообще-то дети сидят. Я просто вспоминаю похожие ситуации. Даже у нас было на районе. А Витька Коробкин, царствие ему небесное. Нет, тут из другого района. Клавдия Викторовна, прошу прощения. Это был антицеллюлитный массаж. Так. Нина все вернул. Считаю, до пяти открываю ответный огонь. Один, два, три, четыре, пять, шесть. О, дебил, а. Где эти русские партизаны? Я никому не видеть. Проклятый партизан прострелил на животных местах. Разрывными пулями. Мои кишочки. Это не кишочки, это сосиски. Это кишочки. Дядь Ваня, фашист убил, и ты фашист. Я не фашист. А? Руслан, привет. Привет. Пошелся. Отлично. Иди к дебатам, готовься. Но все же силы у меня еще есть. Я зомби. О-о-о-о. Шоп. А-а-а. Привет, семья. Ох ты, живой. Надо же. Привет. О, спасибо, Хватя Викторовна. О, Даник, привет. Чего? Как твой полицай? Как? А кой полицай? Ты что, прикладываешься надо мной? А? Я тебя спрашиваю, что, как твой палец на ноге? Ты, 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 ты сказал полицай. Я ничего такого не говорил. Ты что, в репку кончишь, что ли? Папа, ты сказал полицай. Отговорка по Фрейду. По жопе сейчас не будет, а отговорка? Да что? Давай ты чайкулацу организуй. Значит, тут такое дело, Нин. У меня, значит, это, завтра вечером дебаты. Ну, в общем, мне нужна поддержка семьи, ну, друзей семьи, соседей. Тоня, ну как же я пойду? Я ж тебя ненавижу. А ты ничего не хочешь сказать? Ну, вот я все сказал. Тебя три дня дома не было. Я ночами не спала. Все морги обзвонила. Я думала, Райке тебе все глаза выклевали. Нет, я... Ну, просто взял паузу. Надо было как-то... Все обдумать. А в твоей этой паузе телефон не работал, что ли? Что-то я его потерял. Ну что? Так, насчет дебатов? Нет, пап, у нас не получится. У нас экскурсия на Курган. Все старшие классы поедут. Святое. Ну, я на концерты, а Ленинград переезжает. Ого, круто, шнур. Я так понимаю, у тебя тоже один дела, наверное, да? Нет. А я, в отличие от тебя, близких не бросаю. Это поступил ты как козел. Спасибо. Я оценил. Ладно, я пойду, нужно собрать народ. Вот. Клава Викторовна, я вас тоже ненавижу, если что. Угу. Держи. А сыр ее разный можно? Можно. Я ж ем. Только без целлофана, смотри. Вкусно? М-м-м. А если мама тебя простит, ты стоишь с моим папой? Ну, тебе это не выгодно. Ты тогда в Болгарию поедешь. Я не хочу в Болгарию. Все, привал закончен. Снова война. Ты где-то? Нет, нет, нет. Ты. Я Гитлер? Ладно, держи гранату. Да! Я есть Гитлер. Я сидеть в свой глубокий пукер и никого не бояться. Ты проклятый партизан. Подло в спину выстрелил. Ну, правда, я и сам не подарок. Ах, ты. Получай, Фрис Паган. Тихо, Нина, Нина, больно, больно, идиот, хватит. Ах, кажется, спину сломал. Ах, ты. Ты правда, что ли, на концерт идешь? Да. Везет. А то уже Ленинград люблю. Нина. А у меня еще один пилет есть. Так что, если ты хочешь, то... Вот это мужчина. Деликатный, обходительный. Ну, с Клавдией Викторовной сходи. Ну, че, я лобуты не знаю. Аж, короче, мужики, если поддержите меня, прорвемся. Давайте, дадим жару на этих дебатах, а? Че скажете? Самсон, я не могу. У меня теща приезжает. Устретить надо. А? А ты что выстреки, коленки разглядываешь? Вот тебя, кто приезжает? Никто. У меня зуб болит. Я к врачу записался. Понятно. Ну, а остальные, че? Ну, че, мужики, вы че, с дуба рухнули, что ли, а? Какой нахрен зуб? Мудрости. Откуда он у тебя? Мудрости. Я тебе чуть-чуть про зуб говорил, когда тебе переезжать помогал. Вы че, ребят? Ты вот за поем был, я за тебя ишачил три дня. Че, забыл? Мы твою тещу хоронили. Я группа тащил, я себе 130 килограмм. Кстати, откуда он у тебя приезжает-то, а? К складбищу, что ли? Зомби в городе, да? Так это, ну, короче, Самсон. Ну, если я пойду, все подумают, что я, типа, фашистов поддерживаю, так? А? По-моему, я че, фашист, что ли? Че, молчите? Слушай, Самсон, ты извини, но, походу, есть тебе это. Чего есть? Ну, это, ты, вон, машины немецкие любишь. Ну, правильно, потому что они хорошие. Американские тоже хорошие. Но они хотя бы нам союзниками были. И за Баварию ты болеешь в Лиге Чемпионов. Конечно, потому что клуб отличный. Клуб, машина у меня. Немецкая машина. То-то и оно. А за пиво помнишь, ходили? Я тебе сказал, давай чешское возьмем. Ты мне что ответил? Че я тебе ответил? Если пить пиво, так немецкое, как белые люди. Да ты че, балбец, что ли? Ну, это просто так в народе говорят. Ты че? И к евреям ты не очень. А ты очень, да? Я их хотя бы не сжигал. А я че, сжигал? Ну, эти. Ваши. Да пошли вы нахрен. Самсон, ты не психуй, ты подумай, может, тебе туда пора, к своим. Каким своим? К этим орицам. Ну, о, о, о! Руки убрал! Вот ваши методы. Давай, давай. И так уже нам так подгадили до сих пор на ноги встать не можем. Все, мужики, а теперь работать. Давай играть. Какой играть? У меня позвоночник сломан. Я сейчас доктору Москву звоню. Аркаша, привет! Доктор Тененбаум, здравствуйте. Вот это да. А как ты звонишь? Я же думал, что тебя отобрали, интернет. Нет, не отобрали. Ну, как ты там, узник? Плохо, я очень плохо. О, а выглядишь хорошо. Яков Григорьевич, у меня срочный вопрос. Да-да, слушаю тебя. Что случилось? Я спиной ударился очень сильно. Тебя что, бьют? Да нет, меня не бьют. Я просто играл здесь с пацаном, с мальчиком. С мальчиком? Каким мальчиком, не понимаю. Ну, я живу в коммуналке, здесь пацан есть, Леха. Вот он, иди сюда. Вот он. А что с мальчиком? Мальчик, ты тоже упал? Да он всегда такой, это я упал. У меня осень хондропатия. Какое страшное слово. Ну, и как тебя лечат? Государство видел, что болею, но значит он мне операцию. Какой смешной мальчик. Так, скажи-ка мне, когда у тебя зрение ухудшилось? Уход назад. Так. Какой глазик лучше видит? Вот этот. Так. Понятно. Одно ушко хуже слышит, чем другое? Да. Что мне делать, доктор Тенинбаум? Аркаш, секунду, погоди, секунду. Скажи-ка мне, мальчик, тебя когда-нибудь клещ кусал? Другой год назад. Понятно. Ну, и пятно, наверное, такое было красное, да? И шишки на шее. Угадал? Потом прошло. Понятно. Ну, что ж, беги, мальчик, беги. Все, давай, шуруй отсюда, шкет. Слышал, что тебе сказали? Так, Аркаша, слушай меня. Это очень серьезно. А, я так и знал, там все плохо. Не у тебя. У этого мальчика нет никакой остеохондропатии. Скажи его маме, что у него боррелиоз. Э, запоминай. Боррелиоз от укуса клеща. Врачи эти болезни часто путают, у них симптомы, похоже. И операция ему не нужна. Ты меня слышал или нет? Это заболевание лечится медикаментозно. Ладно, ладно, а мне что делать-то? Вот что делать. Позови какую-нибудь барышню, пусть тебя разотрет хорошенько. И удовольствие получше, и пройдет. Да, обязательно скажи его маме, что операцию ни в коем случае делать не надо. А то его покалечат еще и у вас там, в вашем Синеозерске, Синеозерске. Все, давай, выйдешь, приезжай в Москву. Мы тебе, как обычно, полное обследование сделаем. Яков Григорьевич. Мне твоя простата давно не нравится. Не болей, будь здоров. Приведете ребенка с утра, что взять вам сестры, скажут. Сдадите анализы, поговорите с анестезиологом. Вот, прочтите и здесь распишитесь. Скажите, а эта операция очень опасная? Это хирургическое вмешательство. Здесь все операции сложные, опасные, даже аппендицит. А я просто в интернете читала, что если операция пройдет плохо, то он не сможет ходить. Ну, тогда и оперируйтесь в интернете. А то, я так понимаю, что вы отказываетесь. Нет, мы не отказываемся. Тогда что? Я просто хотела услышать что-нибудь обнадеживающее. А, обнадеживающее. Ну, вы женщина еще молодая, в саку. Так что, если не дай бог что-то случится, вы родите нового человека. Я тебе сказала, в долг больше не даю. Добро пожаловать, Самсонов. Синяю слезу одну, дай. Ага. Держи. Слушай, а есть шнапсы? Чего? Шнапсы. На Челюскинцев. Алка-маркет есть. Вот там все есть. Берешь, нет? Нет, надо. Спасибо. Не надо. Дерьмище какое. Одеколон ошибает. Ты знаешь, он мне нормально заходит. Может, прав мужики были, а? Есть у меня что-то такое? Не смеши меня, Самсонов. Ну, какой из тебя фашист? Ну, а что? Я говорю, в школе я первый на немецкий записал, сам. Ну, все на английский рванули, а я говорю, нет, немецкий. Хороший язык такой, звучный. Мерзость. Название-то какое, как будто корову серит. Шнапсы, шнапсы. Да он тебе хорошее название. Яблоки им пахнет. А я вот думаю, Чего меня так у нас все бесит, а? Это все Стыки неровные. Все Тяп-ляп. Шмуш, правда? Что, поддаться в Германию? Что там? Футбол. Пивас хороший. Тачки. Гомики. Ну, и че? Че они тебе дали, что гомики? Зато работают нормально. Че они тебе гомики? Ладно, ладно. Пойду я сам смотришь. Давай. Аллах. fueu. Аллах. Бэйер. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Привет, Аркадий Морисович. Алло, Лёля. Лёшка. Лёшка. Просыпайся. Нам в больницу пора. Маму, больно, больно. Ты заснёшь, проснёшь, всего же здоров. Дядя Аркадий говорит, что ты ему нравишься. Может, ты не будешь общаться с дядей Аркадий? Мне смешно, как он падает. Смешно так, кишочко, моя кишочко. Просыпайся. Странно. По всем моим прикидам, она должна была ещё вчера вернуться. Может, она вообще не придёт? Нет, такого быть не может. Случилось что-то? Так что, смотаться за ней? Я сейчас быстро. Вас-то за спину и иди к папочке. Марина Сергеевна, я хотел извиниться. Был резок вчера, напряжение сказывается. Вы не могли бы подойти к нам и... Что? Да что вы? Ну, подождите. Им дали квоту. А? Я говорю, им квоту дали на операцию. Ни хрена себе совпало. Только что-то я мало верю в такие совпадения. А не пожалел ли кто-то её пацана? Ну, может, и пожалел. Должен же кто-то пожалеть. А этот кто-то не боится за самодеятельность положить погоны на стол? Может, и боится. Я откуда знаю. Понял. А-а-а. Слушай, товарищ майор, я тут что подумал? А может быть, это он бабе помог? Квоту ей выбил? Точно! Он же заступался за неё. А потом ещё типа в чебуречную побежал. Да. Лейтенант Соколов, вы каким местом думаете? Капитан Заварзин зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Имеет безупречный послужной список. А вы что сделали? В архиве только торчали. Стыдно. Да я просто выдвинул гипотезу. Ну вот задвиньте её обратно. Давай, Лёша, выходи. А я на операцию иду. Скоро бегать буду. Я тебе побегаю. Иди. Клавдия Викторовна, я сегодня с Лёшкой в больнице останусь. А может и завтра. Вы возьмите ключи. Цветочки полейте, ладно? А, полью. Только вы не отдыхайте сильно. Я же не поливал к вам. Ой. Здрасте. Здрасте. Видишь, Лёша, не только я, дядя Аркаша, нравлюсь. Лин, это, конечно, не моё дело, но ты дура. Это почему это? Ну, такой мужчина. Гладкий. Умный, обходительный, при деньгах. Ну, чего уж с ним не пойти на концерт. Ну, это действительно не ваше дело. Ну, ты же Ваньку своего знаешь. Он же никуда не вылезет, выборы проиграет, расстроится, опять запьёт. Там, глядишь, в речку свалится или в сугробе замёрзнет, как мой Гришка. И вороны его... Клавдия Викторовна, вы воду наливаете, вот и наливаете спокойно. Да воды-то я налью, воды много. А Данечка такой один, вот подцепит его на концерте какая-нибудь. На лабутенах нах-нах. Глядь, он уже в кольце, колясочку катит. А ты на кладбище ходишь, оградку поправлять. О детях бы ты подумала. Слышь ты, Клавдия Викторовна, ты за языком-то с вами следи, а то тебе будут скоро оградку поправлять. Больно надо-то. Хочешь людям добра, хочешь, а они тебе прям желчью врызжут. Убавь газ-то! Гори! Все меня слышат? Сейчас мы едем на курган воинской славы. Во время посещения экспозиции не кричать, не ржать во весь голос, не перебивать экскурсовода и не бегать. Понятно? Все, собрались и по автобусам, быстро. Спокоились, успокоились. А ты куда? Пропусти. Зачем? Вы с братом, это полицая. А мэр про них говорил, это фашисты. Ты не выстреваешься, что ли? Я понять не могу. Что-то лезешь там не постоянно. Ну-ка прекратили немедленно. Прекратили немедленно. Я сказала, прекратили немедленно. Самсонова. Никуда не поедете. Что? Никуда не поедете. Почему? Потому что сил с вами уже больше нет. Да, пожалуйста. Правильно про вас говорят. Яблоко от яблоней. Звонит мне, короче, твой Осипенко и говорит. Как дела твои? Типа так соскучился, так волнуюсь за тебя. Кто еще, как не я, о тебе позаботится? Если что, я могу тебя заменить. Аркадий Борисовича. Представляешь? Типа он уже давно на меня засматривается. Я говорю, Павел Юрьевич, вы что, с ума, что ли, сошли? Я что, вещь какая-то, чтобы меня вот так по рукам туда-сюда. Фу, в общем, такой мерзкий. Может, тебе полегче? Ну да. Лёвочка, спасибо. Ну вот. Ты меня видеть не хотел. Потому что ты грубиян. Лёля, ну погоди. Лёля, слушай, это не спина между прочей. Ну и что, доктор же сказал, что тебя надо расслабить. Лёля, подожди. Слушай, я болею, Лёля. А он-то здоровенький. Привет. Отзывается. Чертушка, не знаю. Не знаю. Мишенька, клади ребёнка на каталку. Как они снимаются? Ну, Рыкатя, Борис, они не снимутся так. Попы стяни. Как они такие гуские? Что такое? Не знаю, в ногу что-то впилось. Это шуруп? А, это я малому пульт чинил. Есть здесь один инвалид. Иди сюда. Мишенька, что ж я за идиот такой. Что такое? Сказать забыл. Надо срочно было сказать. А я что, не срочно? Жди здесь. Марина? Клавдия Викторовна. А где Марина? В больнице Марина с Лёхой на операции. Как она операция? А как? Тупой. Тупой. Секунду, подожди. Так. У меня ждет её телефон. Блин. Кого её? Погоди. Клавдия Викторовна, телефон Марином дайте. А тебе зачем? Операцию нужно срочно Лёшкой отменить. Как? А как? Давайте быстрее телефон, пожалуйста. Ну не ори. Сейчас. Хорошо. Так, на моей нету. Соседка может быть. Соседка, посмотри. Нет. По фамилии тогда. А, сейчас. Сейчас. О! Пылинкина. Ждите здесь. Женщина, телефон отключите. Тут же оборудование. Аппарат абонента выключен. Или наоборот. Так, Лёля, быстро одевайся, отвезёшь меня в больницу. Быстро. А что такое случилось с тобой? В общем, я идиот. Собирайся. Так, ну давай, поднимайся. Вставай, вставай. Вставай. Поехали. Куда я не поеду, пока ты мне не объяснишь, что случилось? Э, э, сука-то моя! Это же Шанель! Поехали! Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да пошли вы все лесом Ух ты! Что-то губы Понятно Маме ваше передайте что папаша на чердаке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Операционная где? Там Чего? Туда нельзя! Смотрите, остановите операцию С чем делаю? А мальчик где? Покиньте операционную Мужчина, вы куда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, пап, давай, вставай, пошли домой Мам, боже мой, боже мой Так, я не понял А вы что, вини на кургане? А ничего Мы враги народа Че? Ну, а спинка по телевизору так сказал Так я не понял Че, с моргами? Папа, не трогай Так Пошли, па Папа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мам, мне не больно Совсем не больно Как комарик укусил Плюшенька, сомнируй А то Семенкин О, кишочки! А я успел Операция ему не нужна, слышите? Я знаю Откуда? Доктор Танинбаум звонил главврачу Да? И так подумал, что вы не вспомните Ну, я вспомнил Да только операция должна была уже идти, как на ютсорку Операции не будет, у меня брелестки Я буду ходить Бах-бах-бах-бах-бах-бах Ну что ж, дорогие друзья Я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире В связи с чем ждать мы больше не можем Кандидат в мэры города Синеозерска Иван Самсонов Не явился на теледебаты В связи с чем мы вынуждены начать без него Я передаю слово Исполняющим обязанности мэра города Синеозерска Осипенко Павлу Юрьевичу Павел Юрьевич, прошу вас Благодарю Еще раз здравствуйте, дорогие синеозерцы Ну, я думаю, что нет ничего удивительного в том, что мой соперник не явился Он просто струсил, как и его родственник в далеком 1942 году Поэтому, с вашего позволения, я кратенечко изложу основные тезисы своей программы Пусти, я сказал, пусти Да я кандидат, туда на дебаты иду Вы посмотрите, кто к нам пожаловал Значит, стыда-то у него все-таки нет, граждане Давайте поприветствуем моего оппонента Здравствуй, полицай Ты что говоришь, а? Убери руки Ты что, детей моих припутываешь, а? Убери руки, я сказал Какие они тебе враги народа, а? Какие они тебе враги народа? Дверь, ты обо мне говоришь, что хочешь? Посмотрите, граждане Вот, убедитесь, конечно, это фашист А как еще называть человека, который готов убить за другое мнение? Ах, ты что? Говори, не 41-й год, а ты любая Такое здесь не прорезет Применение грубой физической силы Уберите это отсюда Отпустите меня Давайте продолжим нашу встречу Не продолжишь ты, нихрена Дерьма кусок Что, простите? Не прощу Ну-ка, подсоби Ты что же это за судилище здесь устроил, падаль? Слушайте, что вы всех позволяете? Ну-ка, руки убрали от него, гориллы Простите, простите, я прошу прощения Вы, наверное, не в курсе Вот это вот, внук полицая А ты, ну, пидораса Что? Только пидорас мог воспитать такого внука А теперь серьезно Ребят, ну вы что? Идиоты, что ли, совсем? Какая разница, кто у него дед? Это ж фашисты так делали Черепа мерили, кровь брали Я в 13 лет партизаны пошел и воевал до 45-го Чтоб такой вот мрази у нас не было Надеюсь, с этим все А теперь о его деде Ну что? Ничего не скажет Весь в отца председателя Нет Расстрелять Он что, твареныш? Допрыгался? Санька, засранец Раскрыл меня Теперь нам нести пропадать Нашу, знаешь, что ты здесь? Ничего я тебе не скажу Варан Идиотеку Он не мысляк Он не stern Он не осознает Скоро Взлуй Так он и держал оборону. Три часа, пока наши не пришли. Санька, ты как? А попозже, блядь, прийти не могли? Живой. Вань, подойди. В общем, дед у него разведчик был, от бога. Но, впрочем, мне от вашей жизни спасли. Да когда второй? Ну что, Самсон, будешь теперь не в сортире страть, а как мы в лесу под елкой. Дядя Митя... Держи. Тут шо? Ничего. Вредно курить. Крубая давай. С тех пор и не курю. А то хрен бы я до 87 дожил. Держи. Учей. Субтитры делал DimaTorzok Выходит, я не фашист Да, выходит Ну а то, что за Баварию болею? Это безобразие Болеть нужно за Барселону Спасибо вам Рука у тебя крепкая Как у деда Похож Ну будь здоров Ой, это что, мама что ли? Где? Да нигде Ну дай сюда Это что такое? На инстаграм дядя Даня Вы подтверждаете его слова? Ну конечно подтверждает Помолчите Да, он сбежал из-под ареста, чтобы спасти моего ребенка Что еще? Ну тогда подпишитесь здесь внизу И на второй странице тоже Спасибо Мам, смотри Кисточки, смотри Прихожу Скет Так ты ходишь Ты смотри Молодец, Пузырь Доктор сказал, по чуть-чуть Идем По чуть-чуть Ложись спать Доктор сказал, по чуть-чуть А я сейчас приду Тише Что, маманя, бить будете? Еще раз Вы к нам подойдете Я позвоню вашим друзьям Которые только что ушли И скажу, что вы нас преследуете И вас посадят в тюрьму А чего злая такая? Я, между прочим, вашего сына спас Вы? Да Да вам плевать на моего ребенка Это ваш доктор Тененбаум Чужой человек из Москвы Не поленился? Да звонился, предупредил Потому что знал, что вам плевать Видеть вас нехорошо То есть секса в награду не будет? Продолжение следует... Ну и сволочь же ты Аркадий Борисович Ну как можно было Оставить женщину одну Без секса И без сумочки Я вот даже не понимаю Что из этого хуже Прости Вот за это отработаешь Люля Я не хочу Я же чувствую, что хочешь Ты что, тупая? Ты не видишь мне плохо? Ты козел, а? Я весь день свою убила Ты меня больше никогда здесь не увидишь Никогда, понял? Козел просто Покатились Оболгали героя войны Разведчика Нашего коллегу От Секолов Как это, а? Я просто немного сократил досье Взял нужную нам информацию Его просто жизнь сократила Вот он теперь тоже Все сокращает Мстит Ах! Ты что творишь? Руки убра от него! Руки убра! Отставить! Отставить драться! Соколов вселить! Я не собака Тогда что-то не гавкай Успокоились Смотри на них Нормативы лучше так сдавали Резюмируют Самсону облажались Товарищ генерал, завтра все исправили Ставить И так шумиха вокруг него Кусь поуляжется Займите с деньгами мэра Есть Подождите Это главное Фразу расшифровали? Какую? Какую-какую Я не полил цветы А это ж не у вас Это ж в сериале Все! Конец связи Ну что делать будете? Не знаю пока Он любит эту чокнутую Но на нее у нас влияния больше нет А у кого нет А у кого есть Эдуард Валентинович Каргополов Любовник Марины Былинкиной Интересный персонаж Любит попользоваться Бюджетными средствами Ну что, полегче тебе? Полегче Я все равно Я всех уничтожу Всех Правильно Ты, главное, Аркадия Борисовича Уничтожь, пожалуйста Козла этого Аркадий Борисович Это в первую очередь Побед correct이라고 Абсолютно 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здрасьте. Ну что, все окей? Ага. О, что у вас здесь за лазарет? Что случилось-то? Давай я... Да не надо, ничего не щипет. Мам, мы на дебатах были. Вот, все хорошо, мы больше не полицаи. Правда? Про ветерана расскажи. Да, там ветеран был. Нин, а где было-то? В больнице, срочно вызвали. Ну и чего ветеран? Да ничего, все нормально, мам. Почуете с ними. Слушай, Нина. А? Давай разведемся. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно. Нужно, нужно тебе сколько денег нужно. Чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе. Немного там, немного там, немного здесь. И вот уже есть миллионов шесть. Вилла в Монако, в Швейцарии, счет. Но надо, надо, надо еще. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно. Нужно, нужно тебе сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе. Жена топ-модель и любовница тоже. Но только она чуть-чуть помоложе. Белая яхта по морю плывет, счастье все ближе, счастье вот-вот. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно. Нужно, нужно тебе сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе. На кухне картины Дали Ивангога построена церковь, мечеть, синагога. И для страховки буддистский храм не выгорит здесь, выгорит там. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно. Нужно тебе сколько денег нужно. Чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сколько раз, ты говоришь, я просто сходил с одноклассником на концерт. Я тебя не изменяла. Ты мне пофиг, как ты считаешь, поняла? Я разведусь с тобой, понятно? А еще рыба по небу летает. Самсон, ну все, не смеши меня. Пойдем спать, а? Посмотрим. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Немного там, немного здесь. И вот уже есть миллионов шесть. Вилла в Монако, Швейцарий счет. Но надо, надо, надо еще. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Ты же сам все просрал, чучело. Чего ты теперь от меня-то хочешь? Виктор Степанович, ну помогите. Чего, как я тебе помогу? Твой Самсонов прет, как танк. Я не знаю, но вы же опытной политикой придумаете что-нибудь. А нафига мне все это надо, Паша? В Москве, между прочим, считай, что Самсонов тоже хороший вариант. Нет, не хороший вариант, ну пожалуйста, Виктор Степанович. Ну ладно, ладно. Три. Сколько? Что, до трех считать не умеешь? У меня сейчас нету, Виктор Степанович. Я все на компанию потратил и аванс подключил. Паша, ты церковь? Нет. Ты детский дом. Или, может быть, ты стерх? Журавль есть такой. Красную книгу занесен. Тигр амурский. Так какого же хрена я тебе должен помогать бесплатно? Ну что там у тебя? Кот. И напиши, заставляю чиновников заниматься спортом. Ты не возражаешь? Нет? Нет. Стерх, блин. Ну что ты молчишь, Аркаша? Мне плохо, Самсонов. Иди в задницу. Блин, ну у тебя же это больше опыта-то с женщиной, ну. Кто-то она со мной разговаривать не хочет. А мне-то, блин, что это делать? Что, реально разводиться? Разводись. Не разводись, блин. Тебе легко сказать, разводись. Ну и что, как я буду без нее? Тогда не разводись. Ну она вообще края потеряла, понимаешь? Тогда разводись. Да не хочу я с ней разводиться. Тогда где же задница, Самсонов? Уркаша. Да. Самсонов, ты стоишь? Стою. Сядь. Мне только что позвонили от губернатора, он хочет с нами встретиться. Публично, понимаешь? Угу. В смысле, угу? Что за реакция такая странная? Что-то случилось? Да ничего не случилось, нормальная реакция. Эдик, ты понимаешь вообще, о чем ты меня просишь? Бля, не прошу тебя, я тебя умоляю. Ты же сама знаешь какие-то, это страшные люди, это же органы. И пойми, я у них на ключе, Марина. Что у них вообще на тебя есть? Вообще сущая ерунда. Помнишь, нам прислали этот компьютерный класс? Ну я взял один компьютер себе домой, но мне же нужно дома на что-то работать. Угу. Ну хорошо, не один. Да, я взял для Аллы. Для Аллы Евгеньевны взял. И Сашеньки. И тебе, между прочим. Ты хочешь сказать, что мой компьютер тоже? Слушай, ну они ввели ученых в нищету и теперь нас шантажируют. Ты представь, я могу сесть. Марина, я умоляю тебя. Это какой-то страшный сон. Из-за твоих махинаций я должна лечь под другого мужика. Да нет. Боже упаси. Ты что? Ты все неправильно поняла. Это просто легкий флирт. Вы выпейте бутылку вина и... Мариночка, ради нас. Есть вообще какие-то мы? Конечно. Я же уйду от Аллы Евгеньевны. Просто я не могу сейчас, до того, как Карамыслов не защитится, я не могу. Ну да, сейчас Карамыслов вчера завгородний, а до этого Бабаян. Нет, Марина, Марина, я клянусь, я клянусь, Карамыслов это последний. Ну помоги мне, я умоляю тебя. Ну я же помог тебе, я же послал к этим коллекторам Масхадова и Басаева. Да. Ну я не могу запомнить их настоящие фамилии. Марина, я прошу тебя. Какой развод еще? Ты понимаешь, какой у нас там прорыв? Кстати, Аникееву сказал? Сейчас. Аркаша с нами губернатор хочет встретиться. Пошел он в задницу. Пошел он в задницу. Ну, в смысле, Аркаша так сказал. Чего? А что он там вообще делает? Ничего не делает, он лежит в съемку смотрит. Прекрасно, молодцы. Ну что мне с ним это делать? Как же вы меня все достали? Ладно, слушай меня внимательно и делай все, как я скажу. Значит так, сейчас идешь к себе в комнату и демонстративно собираешь вещи. Типа ты уходишь. А на самом деле, что? Ты уходишь. Нину нужно убедить, что ты настроен очень серьезно. Иди вещи собирай. Все понял. Аркаше большой привет. Аркаше, мне это, Аталон, привет. Засунь его себе в задницу. Аталон, привет. Ты, типа, собираешься от меня уходить, что ли? Прямо сейчас умру от страха. Самсонов, ну я прошу тебя, ну не бросай меня. Ну где я такого найду, как ты-то, от которого желтыми полосатиками воняет, а? Так. А где мой это, как в тенях? Бедненький. Разводиться собрался, а где его вещи не знает. Раз, Захарну, что ли, какую-то нашел, а? Дети, идите быстрее сюда. Нас папа бросает, давайте ему ноги целовать. Ты, Славик, правую, там носок не дырявый. Ну а ты, Юля, левую, старшая, потерпишь. Да ты не понимаешь, она меня просто унижает перед детьми, ну. Ну ты терпи, не реагируй. Не реагируй, блин, ну я мужик или не мужик, в конце концов. Я что, должен ей сказать, ответить, ну. Посмотри на нее как-нибудь пристально. Как? Тяжело, по-мужски, секунд десять. Можешь даже в уме посчитать. Хорошо, понял. Фляжка, конечно. Как же мы в холостяцкую жизнь-то и без фляжки. Чего уставился-то? Тебе что, нервный тик, что ли? Живот крутит? Так сходи в туалет, не терпи. Э! Сковорешник закрой, продует. До десяти досчитал? Да все досчитал-то, а. Ничего страшного, это логично. Первая стадия отрицания. Чего? А, не бери в голову. Кстати, когда уходить будешь, детей не забудь поцеловать, а сказать, что ты всегда для них останешься папой. Понял, да. Наверное, всегда останусь для них папой, да? А чего потом куда идти? Иди в задницу, Сансонов. Ко мне в гостиницу. Дочь? Сын? Я всегда останусь вашим папой. Звучит, как приговор прям. Заплачу еще. Пишите. Мам, а папа что, навсегда ушел? На чердак навсегда папа ушел, пока жрать не захочет. Я там лазанью приготовила на плите. Ты покушай, пока теплая. Обязательно. Спасибо, родная. А если жирные не хочешь, там котлетки в холодильнике из кроличьего мяса, диетическое. Спасибо, корочка. И соус леча. Ой, мой любимый. Вот как я поеду? Что? Ну, душа не на месте. Чего? И он с лица спал. Ничего я не спал, не переживай. Все в порядке. Поезжай спокойно. Все нормально. Маму ты давно не видела. Давай, а то пробки будут на выезде. Скорей, давай. Не скучай. Не буду. Я послезавтра вернусь. Давай, хорошо. Все, корочка, пока. Ну, Жланчик. Да. Ты дверь запри. Обязательно. Чтоб ты под КамАЗ улетела, овца. Даже если Эдуард Валентинович виноват, то, что делаете вы, это низко. Ну, Мариночка, зачем ты так? Сейчас же уже все хорошо. Давайте к делу. Да, давайте к делу. Так, в общем, ничего особенного делать не надо. Вы пьете с ним вина, чуть-чуть пококетничаете. Потом скажете, что он в принципе вам симпатичен. Ну, конечно. Но вы его совсем не знаете и начнете расспрашивать. И он мне так просто расскажет, где у него деньги лежат, да? Не исключено. Это же груз. И потом он одинок, опустошен. Захочет поделиться. А с ним потом что будет? Дверьшка, как фискация, вот что. Не бойтесь, это наш сотрудник. Соколов, вы можете не вмешиваться? Да я ж под делом. Уже сказать ничего нельзя. У вас здесь как на картинах босха. Знаете, вы тоже не преувеличивайте. В общем, потом мы изымаем деньги, а Никеев будет отвечать по закону. Вы же об этом мечтали? Да-да, конечно. Итак, смотри. Существует пять стадий принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торги, депрессия, смирение. Но все пять тебе не нужны будут, тебе достаточно будет только трех. Ничего я не понял, что ты сказала. Так упрощаем. Твоя жена считает, что ты никуда от нее не денешься. Потому что больше ты никому не нужен. А ты прикинь, вот она именно так и считает. Наша задача убедить ее в обратном. Ну, как? Ну, для начала мы зародим в ней сомнения. Потом вызовем ревность. Ну и зашлифуем это все каким-нибудь мистическим совпадением. На женщин это сильно действует. Так звучит убедительно. А как зародим сомнения? А мы отправим ей повестку в суд. Как будто ты подаешь на развод. Нормально. А если она согласится? Я не хочу никакой развод. Не-не-не, никакого развода не будет. Повестка будет липовая. Я в штабе распечатаю на принтере. Какой-нибудь актер из тюза отнесет. Не знаю, сомневаюсь я. Ну, тогда иди отсюда. Поздравляю тебя, ты подкаблучник. И вот так вот смотреть на меня не надо. Этому всему я тебя сама научила. Привет, Степанович. Осипенко. Вот. Что это такое? Деньги. Какие деньги? О, как, Экатер Степанович? Ну, те, о которых мы с вами говорили. Ничего не понимаю, Павел Юрьевич. По-моему, вы ошибаетесь. Вы должны были привезти документы мне. Привезли? Привез. Конечно, да. Три папки. Папки. Прекрасно. Оставьте три папки. Я их позже посмотрю. Ну, наверное, теперь все в порядке, да? У нас и было все в порядке. Всего доброго. А вы же мне теперь поможете разобраться с Самсона? Да. Юрий Степанович. Все нормально, Боря, пусть идет. Щучело. Вам повестка в суд. Здравствуйте, гражданка Самсонова. Господи. Какой суд? Дело гражданское. О разводе. В каком разводе? Ну, не моем же. Ознакомьтесь и распишитесь. Слушайте, ерунда какая-то. Не ерунда. А государственный документ. Все дети, распишитесь. Так что будьте любезны, явиться в назначенное время. Прощайте. Странный какой. Все, Нинка, допрыгалась. Сбежал твой Ванечка к молодухе. Ты че, кому он нужен-то? Да, если мэром станет, очередь выстроится. Ему станет. Документ, между прочим. Вот вертела хвостом перед Данькой заикой и прокакала счастье. Да вы же сами меня его нахваливали. Что ты меня слушаешь, дуру старую? У меня язык чтоб помело. Беги скорее с Ванькой, мирись. В ногах у него валяйся, может простит тебя дуру. Вам надо, вы валяйтесь. Вечером придет, как миленький. Ну, мое дело предупредить. Хорошая вы были пара, хоть и пьющая. Идите все в задницу. Я не хочу никого видеть. Это Марина. Минуточку. У вас все в порядке? Да, да, все в порядке. Все в порядке. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да я вот подумала, что вчера нехорошо вышло. Да уж. И вот она принесла. А вы что делаете? А я вот в шахматы играю сам с собой. Вот над ходом одним раздумывал, поэтому никак не мог вам открыть дверь. У вас два белых слона на черном. Послушайте, не надо влезать в мою игру. Я просто подумала, может, мы с вами посидим, выпьем. Вообще-то у меня съеста. Вот. Не уйти. Ну, я не буду вас обижать своим отказом. Я же не вы. Прошу, садитесь. Илья Олегович, ты лучше историю про манчера скажи, который ты помнишь, рассказывал мне? Нет, я не могу. Это слишком интимно. Ладно, ну все свои, ну чего там, я тебя прошу. Прошу. Значит, друзья мои, я летом в зале сюда во время заседания всегда сижу голый. Смотри, ну под мантию я голый. Потому что мантии у нас шьются из такой плотной тяжелой ткани. Так, если хоть что-нибудь туда одеть, тогда будет мокрая сразу. Кстати, между прочим, это не мы придумали, это вели москвичи. А у них там целыми днями, там резонансные идеолы, они целый день сидят, они боятся всего, понимаешь? Они потеют, вот же такое, у нас работа нервная. Паш, а губернатор-то что конкретно сказал? Ну что сказал, что сказал. Сказал поможет, поддержит и закопает этого Самсонова. Так что жду участия в нашем проекте. Выбил? А, звук прибавь. Мы с Иваном Васильевичем оба из народа, оба сами проросли, многого добились. Так что я поддержу Ивана Самсонова. Позволь. Надеюсь, мы сработаемся. Оправдаем ожидания людей. Ну а теперь позвольте официально пригласить вас, так сказать, в неофициальную обстановку. Настоящая русская баня. Я слышал, вы любитель. Очень приятно. Давай на ты. Согласен, Ваня? Согласен. Микер. Я пойду. Ну, давай, Ваня. Иван Васильевич, кадр, посмотрите, пожалуйста. Иван Васильевич, посмотрите, пожалуйста. Ну а что, хороший мужик такой? Простой, с воськой. Иван Васильевич, твоя пришла. Иван Васильевич, а можно вас на минуточку? Если по плану. Извините. И что за фигню-то мне прислал? Ничего не фигню. Документы. Ваня, не смешно, а? Ну если я тебя обидел, чем-то прости. Идем домой. Ну я наши спиногрызов к маме кисночевку отправил, а? Макарон твои по-флотски сделала. Идем. Спасибо, я в ресторан поем. Хочешь, пошли в ресторан? Я не один туда иду. В смысле? Ну надо же как-то мне дальше жизнь устраивать. Самсонов! Нина, иди домой, а? Он что, смотрит? Смотрит, все, отлично, поехали. Поехали вон за той машиной. Машина села. Хочешь, за нами едет? Конечно едет. Блин, что не забыла? Так. Есть же футляр? Ага. Достань из футляра маячки. Ложи-ка мне сумку. Угу. Осторожно. А это положишь в футляр. Тогда еще никогда скажу. Ага. Как-то слишком быстро вы сменяли гнев на милость. Ну а что? Вы на самом деле неплохой. В прошлый раз мы хорошо посидели, мне этого не хватает. Вы все раз сказали, что во мне нет ничего человеческого. Я покоричилась. Ну вообще, я вспыльчиваю. У вас правда много всего хорошего. И вот сын мой от вас без мая. Между прочим, дети в людях не ошибаются. Да ладно. Он просто очень одинокий. К любому потянулся бы. Ну не скажите, он не со всеми так. А с кем не так? С Эдуардом Валентиновичем? Неважно. Ммм. Ничего удивительного. Эдуард Валентинович старая пафосная обезьяна. Твари. Вот зачем вы так? Вы его совершенно не знаете. Это, между прочим, прекрасный специалист. Мудрейший человек. Он честнейший. Еще скажите, превосходный любовник. И скажу. Ну да. На таблеточках. С маленьким, так сказать, домкратиком. Это на вет. Вы не боитесь, что он прямо на вас как-нибудь дубу даст? Мариночка, я сегодня принял еще одну таблеточку. О, как бьется сердце. Уже не бьется. Мариночка, я завещаю свое тело науке. Так, перестаньте. Я сейчас уйду. Ну вот вы улыбнулись. Я не улыбалась. Я не улыбалась. Улыбалась. Нет, я не улыбалась. Улыбалась. Хорошо. Последний вопрос. Вы реально верите, что он уйдет от Аллы Евгеньевны? Что? Что? Я уйду. Уйду. Как только Карамыслов защитится, я сразу же уйду. О, врешь, как дышишь, профессор. Так, Соколов, разговорчики. Вот раньше верила. А сейчас понимаешь, что он мне голову морочит. Ага. Так, значит, у меня есть шанс. Все ясно? Ну, в целом, вы мне симпатичны. Так в чем же дело? Я вас плохо знаю. Так вот он, я сижу перед вами. Спрашивайте, что хотите, я все отвечу. Прям все, что угодно. Все, что угодно. Но только обманывать нельзя. Конечно, чиновнику это очень тяжело сделать. Но я попробую. Все готово? Весь. Ну, что, она смотрит? Угу. Стоит, в окна смотрит. Не надо туда смотреть. Ага. Смотри на меня. И улыбайся. Боже. Какая прелесть. Отмахнись. Что? Отмахнись, говорю. Да ладно. Не пей. Делай вид. Угу. А сейчас улыбнись мне. Покажи мне какое-нибудь слово. А. Какое? Любое. Блинчики. Почему блинчики? Ну, ты же сказал, что какое-нибудь слово сказать. Я что-то просто о блинах подумал. Трандец. Теперь возьми свою руку, положи на мою. Ага. Ты мне ее раздробить хочешь? Извини. Теперь погладь. Не чеши, как жопу, утром. Просто погладь. Нежнее. Слушай, не думай, как-то осмотришь. Придурок, в адресе смысл. Ага. Теперь в гостинию фруктами. Ага. Малинку дай мне. Почему эти руки так уже воняют? Нет. С удара желтого пола. Попозатник заточил. Да. Теперь я очень хорошо понимаю твою жену. Патляр, доставай уже. Ага. Вот здесь у меня. Это мне. Ой. Прекрасно. Спасибо тебе большое. Ну, все идет. Ага. Делаем все, как договорились. Да? Угу. Твое здоровье. Да. Не пей. Да я на минуточку. Здравствуйте. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Ну, да просто смотрю, как ты по своих шлюшек фруктами угощаешь, подарки даришь. Мед за всю жизнь ничего не подарил, представляете? Простите, вы сейчас кого шлюшками назвали? А тебя никто не спрашивает. Ты к ней, что ли, от меня ушел, да? Это тебя вообще не касается. Мы с тобой все проговорили. У тебя своя жизнь, у меня своя. Мы вообще с тобой разводимся. Разводимся? Разводимся. 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 Что вы делаете? Разводимся. Не трогайте Ваню. Ваню? Он для тебя уже Ваня, да? Да. Не сты, шмара московская. Если у тебя жопа молодая, тебе все можно, что ли? Что? Нет, ты что? Нет, ты что творишь-то? Нет, уйди, убери. Ограну, ребят. Убей. Я тебя... Уйди. Заберите ее. Руки убери, чтобы через полчаса дома был в порядке. Как ты в порядке? Офигня. Пять лет в стряпецклубе. Это не драка, это так козьи потягушки. Так, мистическое совпадение, мистическое совпадение. Рыба. Рыба пошла. Рыба пошла. Пошла, рыба. Лоба, на жене будешь внуки спускать. Я разведусь, чтобы понятно. А еще рыба по небу летает. А еще рыба по небу летает. Полетает. Самсон, ну все, несмешимое. Пойдем спать, а? Блин. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Так, 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 так. Боря, подожди. Привет, Паша, чего хотел? Вы мне еще приветкаете, да? Не стыдно? Чего хотел, спрашиваю? Вы меня обманули и кинули. А он что, пацан что ли? А ну-ка быстро вернули мне мои документы. Все три папки. Паша, документы все в архиве. Вернуть ничего невозможно. Скотина. Боря! Так, ну вот. Скотина. Боря. Скотина. Боря, уберяй отсюда макаку эту. От греха подальше. А то ведь пройдет сейчас точку невозврата. Мама меня бросила, ее я не помню. А у мамы та же фигня с моим папой. Так что отца своего я просто не знаю. Все это грустно. Спросите что-нибудь другое. Хорошо. Выбирали взятки. О, а вот это интересно. Понимаете, Мариночка, город это сложная громоздкая структура. Им нужно управлять, соблюдая интересы большого количества людей. Диаспоры, рабочие места, социальные обязательства, борьба элиты. Все это требует определенно достаточно тонкого подхода. Так вот, с учетом всех нюансов и реалий. Можете ответить на вопрос? Да, брал. Хорошо. Спасибо. Вы на вопрос ответили хорошо, а то, что брали плохо. Хорошо, учту. Что еще вы хотите узнать? О, за Чирикова, воробушек. Сейчас восколется. Тяжелых вызывать? Зачем, спрашиваю? За деньгами. Соколов. Ну и месяц уже, наконец, а? Давно пора. Тихо. Ну все, раба твоя. А деньги? Слышь, ты не наглей, она 40 баксов стоит. Давай-вы, шагышкой. Балдеть. Ну и все, дело сделано. Угу. У нее была стадия отрицания. Стадию гнева мы сейчас увидели. Подкрепили все это мистическим совпадением. Теперь стадия торгов. Ты что, давай, иди. Торгуйся за лучшее место в семье. Слушай, сильно. Молодец. Я, конечно, что подумал. Я к следующей стадии хочу подождать. Как ты говорила? Смирение. Смирение, да. Зачем? Слушай, ну она меня не ценила. Она при детях надо мной издевалась. Ну как? Я даже когда вот этот тяжелый взгляд у нее смотрел, она вообще никак не реагировала. Ну вот пусть, пусть помучится, пусть испьет эту чашу до дна. Подожди, сейчас самое лучшее, что ты можешь сделать. Спасибо. Все. Ну правда, я принцип понял, все нормально. Я дальше разрулю. Скажи, у тебя номер спортивный канал есть? Куда пошла-то? Номерки-то у меня. Привет. Привет, Нина. Привет. Это у меня? Вот. Спасибо. Давай. Такие. Ой, как пахнут вкусно. Мне идет, да? Ну давай тогда это доставай. На фоне дома сфоткаемся. Ну ты же любишь фотографировать, да? Давай, давай, доставай. Лайков наберем. Давай. Давай, вот так я буду. Давай, вот так споткаемся, да? Ты че? Че? Ничего. Ты понимаешь, что ты своим дебилем на инстаграмме семью разрушил? Тебе кто-то просил? М? А, похвастаться хотел, да? Я... А то, может... Между нами ничего нет, не было и не будет. Я тебя видеть не хочу. Дрисни отсюда. Нет, подождите. Как можно было отдать приказ о сносе тени Озерского монастыря? Слушайте, что вы представили? Хотел построить там торговую зону. Что лучше? Эти разваленный или прекрасный новый современный торговый комплекс? Шоппинг. Аймакс. Яхлуб, наконец. Ну, что угодно. А в другом месте это построить нельзя? Да вы не понимаете ничего. Там логистика, инфраструктура. Ваши монахи были не дураки, между прочим. Построили вот... А здесь наша история. Ну, это же... Это же наши кормы. Неужели нельзя было просто сядь и дать денег, чтобы восстановить этот монастырь? Слушайте, вы такая красивая, когда сердитесь. И когда не сердитесь, тоже красивая. Вы вообще красивая. Что это? Я ответил на все ваши вопросы, теперь хочу узнать результаты экзамена. Нет, не на все. Сядьте. Сядьте. Так. Я вас слушаю. А у вас есть те деньги, за которыми охотится эсипенко? Какой интересный вопрос. Ну, допустим, есть. Где они? Запись идет? Конечно, идет. А почему это вас так интересует? А мне интересует степень откровенности. Вы же хотите со мной отношения, а откровенность это их основа. Хорошо, вы не прошли экзамен, я пошла. Ну, почему же я скажу? Ладно. Деньги я спрятал в детском садике «Золотой ключик». Одна из воспитательниц, моя любовница. Бывшая. Вы довольны? По-моему, я просто так спросила, мне вообще не интересно. Господи, я совсем забыл. Я же должен речь написать для Самсонова. Мы так чудесно с вами посидели. Я прошу прощения, теперь работа, к сожалению. Я пойду. Всего хорошего. Есть контакт? Мне кажется, как-то все очень просто. А он не соврал? Соврал, конечно. А что ж тогда хорошего? Это была проверка. Ты чего так долго трубку не берешь? Нужна твоя помощь. Отстань, а. У меня выходной. Плюнь на выходной. Это очень важно. Короче, у меня ощущение, что Марина работает на Осипенко. Все меня про деньги воспрашивала. Твоя любовь, что ли? Короче, я ее грузанул, что бабки я спрятал в детском садике «Золотой ключик». Ты можешь поехать туда и проверить, все ли там тихо. Аникеев, ты паранойешь. Проверь, пожалуйста. Я тебя прошу, я тебя умоляю. Ну что? Я не понял, в чем смысл? Она сейчас поедет в детский сад. Там все тихо. Значит, Марина чистая. После этого Аникеев ей будет полностью доверять. И тогда, тогда мы узнаем все, что нам нужно. Хитро. А то. Учись, Соколов! Соколов! Ты что, обиделся, что ли? А где Соколов? В смысле? Так, все опять убили игры. Вперед, 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 вперед. Пошли, ребята, пошли. Так, первый пошел, второй. Третий, четвертый. Идем, 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 идем. Он же ж чертов каратышка. Тирион долбанный. Кто? Тирион Ланнистер из «Игры престолов». Я не смотрел. Ну, хороший сериал. Простите, можно я выйду? Нельзя. Но меня сейчас тошнит. Терпеть! А вы тут ФСБ? Где выезжать, работает ФСБ? У нас что, бомба? Молчать, я сказал, ФСБ работает. Так, детей в автобус, в аквапарк за счет ФСБ. У них же плавочек нет. Ничего страшного, на берегу посидят. Так. Вот! Ну-ка, дай кувалду. А-а-а-а! 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 А-а-а! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Отпусти! Сука! Давайте, давайте, живее, ребята! Потому что посвящать надо в ход операции! Если не заткнешься в урою! Из гостиницы сюда ехать минут 15. Значит, она будет через 5 минут тут. Детей вернуть не успеет. Черт, черт, что же делать-то, а? Не знаю. Дай я пока фургон отгоню. Отлично, хлопцы сработали! На выход! Черт! Ищи зайчика, Гриша! Волк ищет зайчика! Здравствуйте! Здравствуйте! Землинкин Валерий Петрович, директор этого бедлама. А вы что-то хотели? Дочь хочу к вам в детский садик записать. Прекрасно! Ой! Вы извините, у нас не всегда такой бардак, правда. Мы просто к утреньку готовимся и... Ну, вы, если хотите, осмотритесь. Вот вы спрашивайте, если вас что-то интересует. Хорошо у вас тут. Тепло, это главное. Да. А где остальные детишки? Так они с Вилетой Павловной на экскурсии. А Гришенька не поехал, мы к утреньку готовимся, танец разучиваем. О, Гриша! Давай мы для тети... Как вас зовут? Илона. Для тети Илоны станцуем наш танец, да? Стесняется. Гриша, танец станцуем для тети Илоны? Полька! Ну, ты помнишь, Полька? Та-рам-та-та-там-да! Да? Давай, сейчас, сейчас, одну секунду, сейчас я помогу ему. Гриша, готов? И... Вот, молодец, давай! Живее, живее! Вот! Молодец, Гриша! И прыжочки! Оп! Тетя Илона нам похлопает даже, да? Молодец, Гриша! Молодец какой, Гриша! И сколько же тебе лет, а? Он у нас не разговаривает, да? Да, просто крупный какой у нас. Запоздалое развитие. А так нам уже скоро восемь. Но Гриша очень дружелюбный, правда? Гриша, обними тетю Илону. Ну? Вот видите, очень добрый мальчик. Сердце большое у него, правда? Все, спасибо, Гриша, хватит. Гриша, вы ему очень понравились просто. Гриша, хватит, все. Григорий, в угол поставлю! Всех воспитываем. Ну, вы знаете, у нас не только танцы, у нас и рисование, и лепка. Григорий, принеси пластилин, мы для тети Илону корону слепим. Ой, это... Он очень прекрасно лепит, правда, золотые руки. Очень прекрасный мальчик. Забыл, где пластилин лежит. Сейчас найдет, сейчас. Ладно, знаете, я пойду, пожалуй. Но вы же к нам вернетесь? Обязательно. Да? А вы знаете, три тысячи в месяц с питанием. Каша у нас без комочков. Хорошо. Гриша, попрощайся с тетей Илоной. Видите, какой добрый. Какой милый. До свидания, Гриша. А еще скажите, к вам из мэрии случайно сегодня никто не приезжал? Не звонили? Из мэрии? А зачем? Мы же детский сад, не стриптиз-клуб. Все, Григорий, попрощался с тетей. Все, отпусти ее. Все, до свидания. Да, до свидания. Всего доброго. Очень ждем вас. Ханикеев. Перебдел. В саду все нормально. Воспитатели, конечно, немного не в себе, но они все такие. Так что спи спокойно. Ну, смотри на своей. Спасибо. Ну вот, нормально все. Все. Пошел мы отсюда. И все одно к одному. Это рыба еще как знак. Какое-то мистическое совпадение. Слышь, ну ты тоже хорошо. Да что я такого сделала-то? Я просто пошла на концерт. Ага, мне не рассказывай. Ну ты туда же. Слушай, я тебя вообще в последнее время не узнаю. Тебя как подменили. Была нормальная, спокойная, смеялась. А сейчас что? Орешь на мужа. Людей пытаешь им. Лена, кавалер себе какого-то завела. Что-то вообще произошло? Лена! Ну сколько это можно? Иду! Ну что у тебя там цистерка строится? Поэтому я возбегаю свою кандидатуру на второй срок. Спасибо вам, дорогие. Спасибо за новение. Спасибо. Нин, смотри. Аркашка на второй срок полез. Прочелыга. А жил здесь, вон. За толчком дверь. Калякова у него была. Очканав. Что придумал? Правильно, папа придумал. За любой косяк, за любой провинность, я его башку и в унитаз мотал. Папа, мы вообще-то едим. И че? А вашему папе плевать на все. Ему и на вас плевать. Ты че, Нин? Да не, ничего. Просто живем, как свиньи в хлеву. А у нас папа с мэром рос. Другие давным-давно бы уже в особняке жили. А мы же гордые, да? Мы к нему сходить не можем. Попросить не можем. Не, ну ты че, ну я серьезно его башкой в унитаз макал. И что? Все в детстве дерутся. Кто потом про это помнит-то? Может, он скучает по этим старым денькам? Не думаю. Да? А ты проверял? Ты пробовал? Да ты даже пробовать-то не хочешь. Сидит здесь, жрет. Да с кем я вообще разговариваю-то? Ты Самсонову рассказала? Нет. Ну я думала, если что-то выгорит, то скажу. А нет, так аборт сделаю. Нин, сигареты положи. Ну куда нам Марин третьего ребенка? Ничего, на голову что ли сажать? Да дура ты. Дура, иди к нему и рассказывай. Женские секретики против кого дружим. Марина, я вас на ужин хотел пригласить. Не хочу я с вами ужинать. Слушайте, а что с ней? Согласен, Ваня? Согласен, Виктор. Можно? Сказал, пошли в жопу, лузеры. Тут такая ситуация, Павел Иванович. Какая ситуация? Мы в дерьме по уши. Какая ситуация? Я бы так не сказал. Ваш рейтинг снова резко растет вверх. Чудо-шутки тупые. Нет, это не шутки. После встречи с губернатором от Самсонова отвернулась часть избирателей. Процентов семь как минимум. Люди думают, что народный кандидат продался. Отношения народа к губернатору резко негативные. Встреча подорвала доверие к Самсонову. Да-да, вот послушайте, что пишут в интернете. Народный кандидат на подсосе у губернатора. А мы-то думали, Самсонов не такой. Поманили и побежал. Уж лучше старый вор, чем новый. Старый хотя бы уже наворовался. По последним данным, ваш рейтинг выше Самсонова на... Лен. Рейтинги поднялись на 7,12%. Да. Алло, алло, Виктор Степанович, здравствуйте. Чего тебе? Очень тонкий ход. Я все понял, спасибо. И все? Простите меня, пожалуйста. И все? Я дебил. Вы гений. Макиявели. Выдающийся ум современности. Не перелизывай. Ладно, борись давай. Щучело. Марина Сергеевна, Аникеев пригласил вас на ужин. Вы обязаны пойти? Да. Я не хочу больше участвовать в ваших играх. Меня это достало. Осталось совсем чуть-чуть. Соколов! Я! Извините, все никак не могу привыкнуть. Я что, животное какое-то? Марина Сергеевна, размерчик вроде ваш. Можно? Что это? Это вечернее платье. Объект вам теперь полностью доверяет. Не беспокойтесь. Заниматься сексом с ним вам не надо. Конечно. Вы придете в обольстительной одежде. И при попытке близкого контакта вы заплачете. Он спросит, почему. Вы скажете, что больше не можете жить в таких условиях, что вам нужна квартира, а ребенку дорогостоящая реабилитация. А денег нет. Он тогда растрогается и скажет вам, где деньги, чтобы вы взяли сколько вам нужно. Что это за бред? Это не бред. Сам он из квартиры выйти не может. А полностью доверяю только вам. Это не бред. Я не хочу больше к нему ходить. Я не хочу больше врать. Я не умею этого делать. Знаете что? Ищите сами свои деньги. Все. Эдуард Валентинович, подожди. Сейчас, одну минутку. Можно? Марина, я умоляю тебя. Пожалуйста, ради меня, ради нас. Ну, сделай это в последний раз. Пожалуйста. Мы будем свободны, счастливы. После того, как кромыслом защититься у нас, все будет прекрасно. Ну, воровушек мой, ну, посмотри на меня. Ну, спаси меня. Пожалуйста, прошу. Пожалуйста, спасибо. Мариночка. А, согласна? Она согласна. Ты согласна. Она согласна. Она согласна. Что, пришла? А ты уже тут в халате ходишь, да? Уже успели, что ли? А я не обязан перед тобой оправдаться. Что хотела-то? Пошли домой. Не хотят. Я уже это сложил. Мань, да, я... Я перед тобой виновата. Ну, я Даню послала. У меня с ним не было ничего, след от тебя задевает. Так меня от нее никак не задевает. Что ты там хихикала? Ну, продолжай хихикать. Пожалуйста, Мань. Мне без тебя очень плохо. А что ты переживаешь, Нин? Ты же, когда издевался надо мной, что говорила? Хочешь, я перед тобой на колени встану? Хочешь, я встану? Хочешь, я встану, Вань. Вот. Что делать? Ну, пожалуйста. Не поздайся, люди. Мань, ну пожалуйста, у нас же с тобой дети, Мань. Дети, дети, взрослые уже дети. А у нас еще могут быть дети. Мы же с тобой не совсем старые. Спасибо, не хочу, я тебе больше детей, понятно? Вот так, видал как? Вот она, стадия торгов. Ты ненормальный? Ты ее зачем унижал? А то, что она меня унижала, ничего? Вот пусть побудет теперь в моей шкуре. А теперь иди и догони ее. Конечно, сейчас. А что ты так вообще переживаешь? Все, как ты говорила, по твоему плану. Сейчас стадия депрессии, потом это стадия смирения. Да, Аркаш. Ты в курсе, что из-за вашей встречи с губернатором у нас рейтинг упал? Что? Что? А нахрена вы вообще поехали с ним встречаться? Я же ясно сказал, в занницу губернатора. Ну, я думала, ты в смысле отстань? Нет, я с мыслью, что эта встреча нам не нужна вообще. Это же ослу ясно, народ его ненавидит. Ну, значит, нужно было нормально объяснять. Я же не знаю еще всей этой вашей кухни. Что теперь делать? А ничего. Опять лепить из говна конфетку. Илон, озвягни, чтоб еще чипсов притащили. А то же все заточил. Мы видим открывающуюся Александру Муханову. Александру Муханову. Александру Муханову. Идите в задницу. Я не хочу никого видеть. Я сказал, идите в задницу. Марина? Слушайте, я на самом деле очень не ожидал, что вы придете. Но это очень хорошо, что вы пришли. Проходите, садитесь вот. Садитесь. Я вот как раз хотел с вами поговорить. Я хотел вам, хотел извиниться, вот, потому что я вам соврал насчет денег. Вот, а я не хочу вам совсем брать. Я хочу, хотел сказать вам, что деньги я спрятал, но на самом деле не в детском садовке. Почему? Почему? Хорошо. Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают. А кто ей это будет кричать? Кот, что ли? А что? А что нужно ей это кричать? Это нормально? Самсонов, ну ты вечно недоволен. Дяди Ивана с пивом нет, тебе все не нравится. А наш вечер художественной самодеятельности продолжает семья Самсоновых с песенкой из мультфильма «Бременские музыканты». Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Дев, кто дружит в нестрашной тревоге, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла, 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 л Мы вам должны сказать одну очень важную вещь. Мы с вашим папой решили пожить отдельно. Ну что, так говори, как есть. Мы разводимся. Ваш папа совершил большую глупость. И поэтому ваша мама совершила маленькую глупость. Это ваш папа совершил маленькую глупость, а мама совершила огромную. И не глупость, а гнустость. Давай не будем, мы же решили сюда детей нефтянуть. Давай не будем, давай, давай, давай. Мы уже в курсе. Чего вы в курсе? Ну что ты, дядя Даня приспала? Нам Клавдия Викторовна сказала. Класс. Весь район уже в курсе. Мне дверь открывать? Привет. Здрасте. Всемирец, на привет. Значит, смотрите, взяла костюмы в тюзи. В общем, как и планировали, послезавтра на дне города. Вы поете вашу песню из-за бременских музыкантов. По телевизору дадут сюжет про вашу дружную семью. Все круто. А что у нас тут такое происходит? Мама с папой разводятся. Закрой дверь с той стороны, нам поговорить надо. Так я не поняла, в чем дело, а? Дети, мы будем любить вас оба, как прежде. На вас это никак не скажется. А как же, мы песню не будем петь? Две песни и речуху. Супер, но мы пошли, да? Зато позора не будет. Простите. Так, Самсонова. Вы что, вообще охренели? Мне кажется, мы с вами это уже обсуждали, все. Слушай, что ты лезешь? Это вообще не твое дело. Я сказала, выйди отсюда, пока я тебе глаза не выдвинула. А ты рискни. Там-то в ресторане я поддавалась. Сейчас так впечатаю, от полосы отскребать будут. Ладно, все, хорош. А ты вообще заткнись, баран. Чего? Ничего. Вы чем думаете, а? Семь. У нас сложное положение. С губернатором лоханулись. Это выступление наш шанс. У Осипенко нет ни детей, ни семьи. Ну, допустим, она с кем-то там потрахалась. И что теперь? Вы двадцать лет вместе. Ты что, любишь своего этого Даню? Да нет. Вот видишь, он ей нахрен не нужен. Я тебе говорила, не передавливай. Значит так, я сейчас ухожу, а вы сидите тут и выясняйте отношения, только по-взрослому. Разводиться они удумали, а? Тоже мне Брэд и Анжелина. Осла, померяй. Немного там, немного здесь. И вот уже есть миллионов шесть. Вилла в Монако, в Швейцарии счет. Но надо, надо, надо еще. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно? Чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе? Ну скажи, скажи, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Синятерский университет. Синятерский университет. Ну спасибо. В тюрьму я не хочу, не пойду. Санкционов выиграет, станет мэром, но я отсюда выйду. И тратит ты эти деньги куда захочешь. Хоть не благотворительность их все потратит. Уж всякое лучше, чем их разворовать по второму кругу. Или по какому-то. Ну сколько там у тебя денег? Много. Ну сколько, сколько? Два миллиона долларов. Серьезно? Да. А мне на работе двадцать тысяч платят. На какой работе? Я устроилась редактором на телевидении. Я тебе говорила. Ты вообще меня не слушаешь. Слушаю, слушаю. Да ну, вообще не слушаешь. Который час, кстати? Я на работу опоздала, у меня первый рабочий день. Леша, вставай! Не хочу в детский сад, я хочу мультики. А по заднице? Для детей это преступление, ты сама говорила. Значит я буду преступницей. Я ненавижу детский сад. Давай одеваться. Пойдем. Нет. Ну перестань. Нет. Так, ну хватит ссориться. Хватит. Иди одевайся пока. А мы с Алексеем поговорим по-мужски. Иди сюда, Алексей. Пожалуйста. Я не хочу разводиться. Я тебя люблю. Ну ты понимаешь, что это была дурацкая ошибка. Ну хочешь, морду мне набей. А хочешь, лодку резиновую купи. Ты же хотел резиновую лодку. Вот заначка. Ну ты можешь забыть, как будто ничего не было, а. Конечно могу нет. Конечно могу. Что? В легкую. Ничего не было. Ничего не помню. Пришел домой. Кто тут смотрел, трахается на моем диване. А кто точно не помнит. Помнит бабка какая-то немножко на тебя похожа. Нет? Вспомнил? Вспомнил? Нет? Это ж ты была. Ладно, все, разводимся. Ладно, все, разводимся. А я же у тебя как все легко. Ладно. Попробуй забыть. Клодку куплю. По рожу, может, я как-нибудь съезжу. Значит, тебе не дают играть с пожарной машиной? Нет, и танком тоже. И с танком. И вообще, воспиталка орет на всех, кроме Петухова. А почему же она на всех орет, кроме Петухова? Потому что папа Петухова бывает ему постоянно. Что? Так дрюкает мало-помало. Дядя Буря нам сказал, сантехник. Так, погоди, чтобы уточнить. А это ваша воспиталка, она не мама Петухова? Нет, мама Петухова совсем другая, тетя. М-м-м. Знаешь что, Алексей? Мне кажется, сегодня тебе разрешат играть со всеми игрушками. Нет, не разрешат. Если не разрешат, в садик больше не пойдешь никогда. Точно? Да, слава пацана. Договорились? Ну, давай, газо, одевайся. Я иду в садик, мам. Здорово, одевайся. Я не поняла, как тебе это удалось. Мужские секреты. Вот, у него под окнами валялся. Весь в собачьем бельме. Ну, зачем ты его сюда припер? А, не подотчетное? Ну, со стола хотя бы убери. А что ты могла я сама принести? Мы все-таки квоту на ребенка выбили. Ага. То есть, это вы квоту выбили? Я довожу наверх, так и знаете. Что-то такое. Какая-то непруха. Потому что вы мышей не ловите. Оба. Вот вас снимут, назначат меня. А я быстро эти бабки вытащу. Да ты что, и как же? С силовыми методами. Классика. Пытки, угрозы, давление на близких. Соколов. Тебе детского сада мало? Ты слышал, что генерал сказал? Ты находишься в прямом моем подчинении, так? Ну. Баран кигнул, ноги убрал. Значит так. Сейчас идешь и устанавливаешь наблюдение за... За бывшим домом Аникеева. Точно. Нафига? Там же Голяк. Вы что меня сливаете? Да. Но приказы не обсуждаются. Ладно. Не ладно, а есть. Ладно, есть. Прямо на работе? В процессе ее потери. А что у меня из наблюдательного оборудования? В глаза. Ну вы что тут пить собрались? Ну вот, наблюдательное оборудование функционирует. Действуй, Соколов. Отдай! Былинкин, сиди спокойно. Рисуем, ребята. Слушаю. Галина Валерьевна? Да. Замечательно. Галина Валерьевна, у меня к вам есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Интересно. К вам в садик ходит мальчик Алексей Былинкин. Рыженький такой. Так вот, я хочу попросить вас, чтобы его пребывание в вашем садике было максимально комфортно. В противном случае вас ждут большие неприятности. А вы вообще кто такой? Я? Ну, как это принято говорить в вашем садике? Дрюкаю мало-помалу маму Алексея Былинкина, которому вы игрушки не даёте. Не поняла. А вот такой лексикой пользуется ваш дядя Боря, сантехник, когда обсуждает с детишками светскую жизнь вашего детского садика. А точнее, вашу пороченную связь с папой Димой Петухова. Я не понимаю, о чём вы. А ничего страшного. Тогда я обсужу это с мамой Петухова. Быть может, она поймёт. Вы меня что, шантажируете, что ли? Наконец дошло. Неужели вы ни разу в жизни не сталкивались со злом и подлостью? Ну, это омерзительно. Согласен. С женатым мужчиной на рабочем месте. Я был возмущён, когда узнал. Хорошо. Что я должна делать? А вы подумайте. Алексей придёт сегодня вечером домой и расскажет, хорошо ли ему было в садике или нет. Привет Петухову старшему. Предохраняйтесь. Мам, он отстойный, воняет и огромный. И он сказал, что в тюзи ваших размеров не было. Снимай, сейчас подошью. Ну что? Кто меня вставит? Я имела в виду нитку в иголку. А вот папа и вставит. Ну да. Сегодня же папина очередь. Ну как тебе? Сверху вообще супер. А снизу я б конечно изменила. Но чуть-чуть. Самой малость. Разок другой. А можно тебя на муточку? Может вообще выступать не будем? С Самсоном? Мы же договорились. Что я тоже живой человек? Постарайся. Постарайся. Я бы смело на тебя на моём месте. Ну хочешь, измени мне. Чего? Ну чтобы у нас один-один был. Я хочу. Тогда это вечно будет продолжаться. Иди, измени мне. Я тебе серьёзно говорю. С кем? Ну там, Танька добро пожал, спродуктового. Что хочешь, чтобы я со всем районом поранял, что ли? Ну тогда соберись. Ну ты куда? Ну да кто вы меня? Шапку одень! Ну что? Отбросы телевидения собрались. Истрякова, чем порадуешь, кроме смешной прически? Все сюжеты у вас на почте. Да, я видел. Полный кошмар. Ну конечно не такой полный, как ты, Жучкина. Ну что ты лупаешь глазками-то? Не, ну вы поглядите на неё. Щёки по полу, работа пофигу. Двигаться надо больше. Ногами, с камерой. Так и жопа может пройдёт. Так, Терентьев, я твой сюжет о биткоинах снимаю с эфира. Это Нафталин, вторяк. Мы его анонсировали. Да ты у нас анонсируешь в туалете с плейбоем на белых бёдрах. Я не понимаю, что так сложно найти хороший сюжет, а? Чугункова, отца для своего ребёнка каким-то чудом нашла? Или что, опять спасибо водке? Позвольте я посмотрю. Извините. Ничего, ничего, я разберусь. Мне грустно. Отправь мне сиськи. А вы кто? Я новый редактор отдела по культуре. Браво! Премию отделу кадров. Вот точное попадание в должность. Можно телефон назад? Да, конечно, конечно. Вам же отправить нужно. Там человек страдает. Если какая-то помощь нужна, обращайтесь. У нас вот и фотограф здесь. Гриш, поможешь? Читать чужие СМС некультурно? Вот, редактор. Редактирует уже. Откуда вы только берётесь? Месяц кофейного карцера. Что? Это месяц разносить всем чай-кофе. Ну что сидим-то? Вперёд, вперёд. Мне капучино. Кто-нибудь ещё что-нибудь хочет? Мне чай с бергамотом. А мне тоже чай. Зелёный. Два пакетика. Я ему всю себя отдала. Я ему душу раскрыла, а он мне наплевал, как в колодец. Ещё главное, говорит, у нас был просто секс без обязательств. Представляешь? Где он таких слов-то нахватался в своём ЖК? Ну а ты как хотела? Я как хотела. Я хотела, как в кино. Ты вообще «Титаник» видел? Нет. Что вы разговариваете? Ты меня, конечно, прости, Татьяна, но своим поведением ты сама провоцируешь к себе такое отношение. Ты о чём? Ну, ты ведёшь себя, Татьяна, не как приличная женщина, а как неприличная женщина. Но все же поэтому тебя так и зовут. Добро пожаловать. Чего? Хрена тебе лысого, а не пиво в долг! Самсон, слушай, в туалетинах, да? Здорово! Чего тебе, как всегда, синюю слезу? Гвоздь у докторской? Чего? Да нет, да нет. Толь, дай поговорить, а? Что случилось? Ты пыльный. Да нет, я не включаю. Чё? Сос. Сос. Чё, с Никит? А чё у тебя? Ну, секс, понимаешь? Иди, он домой, там тебе будет секс. А чё ты, чё, всем можем и нельзя ж? Сдрись, ну, отсюда! Ты чё, Тань? Вали, говорю, отсюда! Чё такого-то? Смойся, усталка местной канализации! Давай, давай! Да, пожалуйста! Сос. 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 Продолжение следует... Отдай, я первый взял! Так, Петухов, а ну-ка иди в угол! Что смотришь? Иди, иди! Играй, Алёша, не бойся, играй! Спасибо! Кушай, Лёшенька! Приехал, Трохарь! Викусенька, курочка моя, родная моя, я дурак, я оступился, прости меня, пожалуйста. Я тебя очень-очень-очень люблю. Я хочу, чтобы мы все начали сначала. Паша, где деньги? Какие деньги? Которые ты у меня украл из тумбочки. Курочка моя, ничего, не брал из тумбочки. Только ты знал, где деньги лежат. Где они, Паша? Кисонька моя, ну, давай поговорим по-человечески. Руки! Где деньги? Все будет. Все будет, обещаю тебе. Ну, просто это очень большая сумма, я не могу их сразу так взять и вернуть. Когда? Через полгода. Три дня. Максимум. У меня сейчас нету. А я тогда заявление в милицию подам. Угу. И интервью дам. В лайф-ньюс. И накроют твои выборы медным тазом, ясно? Вика, так нельзя со мной, я тебе не Аникеев, понятно? Вот именно. Он хотя бы деньги мне давал, а не воровал. Время пошло, Паша. Ладно, это твое решение. Так и запишем. Скоро стрел. Так, пиши 14. Ага. Здесь у нас 8 плюс 8, 19. Где? В рукаве. 8 плюс 8, 16. 16, 16 пиши. 12, 13, 18 пиши. Где? Здесь, вот в шее. А не он, что? Ну, что? Ничего, что? Выгнала. В смысле? Она же вроде бы всем это... А вот у нее и спросить. А как ты ей сказал? Да нормально я сказал. Как есть, так сказал. Ну, правильно, а ты что хотел-то? Она же все-таки женщина, хоть и эта. Ну, добро пожаловать. Ну, подкати к ней как-нибудь по-человечески. Угу. У меня же такого опыта нет, как у Дани. Что ты начинаешь, а? Ладно, все. Что надо? Ну, цветы мне. Какие цветы? А я ведь... Я знаю, какие. Скажи. Ну, вот эти вроде ничего. Сколько? 350. Держи, это тебя. Что? Ну, держи, держи. Мир? Нет. Ну, я снова другие выбрала. Ну, не вопрос, хочешь, другие куплю. Слушай, что надо? Ну, я тебе сказал уже, что. Ну, давай я тебе вечером заскочу, да? Сейчас заскочишь. Меня добиваться тоже нужно. Все говорят, что я такая, а на самом деле я не такая. Я ничего тебе не говорю, что ты... Ты сделал что-нибудь? Что там мужики делают? Когда за женщиной ухаживают? Ну, что я вот и делаю, как я ухаживаю. В кино пригласи. Не вопрос, пошли в кино. Сейчас, ага, я на работе. Завтра могу. Ну, все, давай, завтра. Прямо все требащие пойдем. Твоей Нинкой теле не ставит? Да ладно, что, Нинка, Нинка, у нас с Нинкой свобода отношения. Да я только не на мультике, не на боевике какой-нибудь, ну, что-нибудь романтическое. Ракелян сказал, что вы профессионалы. Никто не жаловался. Он объяснил ситуацию? Да. Сказал, какую-то бабу надо грохнуть. Ну, тише. Давайте все-таки будем использовать какие-то другие иносказания. Давайте. Нам нужно, чтобы одна снегурочка взяла и растаяла. Она должна исчезнуть, чтобы все подумали, что она уехала. Ну, раз должна исчезнуть, исчезнет. Каков бюджет мероприятия? Ракелян сказал, 10 тысяч. За исчезновение две сверху. Хорошо. Вот фотография. На обратной стороне адрес, ключ и имейл. Как только все исполните, пришлете мне в качестве доказательства фото. Я переведу вам остаток. Да, и еще хотелось бы, чтобы она оставила мне записку. Ну, ну, там... Я уехал навсегда, не ищи меня и все такое. Записка и еще штукарь. Хорошо. Только давайте уже на этой цифре и остановимся. Аванс. Здесь пять. Отменять нельзя. Конечно. Стасик, Гриша, так это что, мы вокруг, что ли, подписались? Квакальник, прихлопник. Так это пятнашка минимум. Хрюкальник с плюсью. Вы точно профессионалы? Я, да. Он стажер. Я не хочу стажера. Никто не хочет. А кто учить будет? Смена-то нужна. Леша! Почему? Ну, иди есть уже, остынет все. Так что, месяц еще так. Чай, кофе разносите. Это очень жестко. Знаешь, я сама виновата. Телефонное совещание. Да. Начальник он и есть начальник. Сейчас приду. Сейчас. Про котлеты не забывай. Да, Аркадий Борисович. Алло, Виталик, привет. Вы не заняты. Да, Саня, я на парковке уже. Все по списку купил и еще кое-чего. Ну, увидишь. Все, давай, а то здесь ловит плохо. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы вам поможем. А вы, вы кто такие? Красивые цветы. Да, красивые. Вы что? Что вы хотите? Что, в конце концов? Вы, по-моему, не соображаете, с кем вы разговариваете сейчас? Что вы можете сказать, что вам надо? Еще рано. Вы слишком нервные. Да не нервные я. Не нервные. Все, я спокоен. Я спокоен. Давайте-ка еще разочек. На всякий случай. Тернистый путь. Драма. Режиссер Фрэнсис Смит в ролях Хэмма Стоун. Майкл Фасс Бендер. Эта история рассказывает о женщине, которая борется с болезнью Альцингимера, чтобы не забыть того, кого она любит. Мрачняк какой-то. О, бабушка этого, комедия. Режиссер Мариус Вайсберг в ролях Александра Льева. Смешно, наверное. Хотя он с этой бабушкой уже задрал всех. И романтики на никакой. Да нафига тебе ее вообще в кино отвезти? Подростки, что ли? Сама сказала добиваться. Вот я добиваюсь. У меня у всех же так по-быстрому получается, как у некоторых. Юль. Бабушка видела? В смысле? Так мы же полгода на кладбище не были. Бабушка, кино. А, да это фигня. Сходи лучше на свадьбу по скайпу. Весела, про любовь. И Таньке понравится. А ты откуда про Таньку знаешь? Так мне Клава же рассказала. А она откуда узнает? Так ей Танька сама и сказала. Дома два какой-то. А воспиталка и правда мне разрешит весь день мультики смотреть? Да. Точно? Век воли не видать. Да! Зуб даю. Мам, я хочу детский сад! Как ты это делаешь? Просто умею договариваться с людьми. Все. Знаете, мне кажется, наше знакомство началось как-то неправильно. Я был на взводе. Семейные неприятности, знаете ли, обычно я не такой. Поэтому я хочу вас официально поздравить с тем, что вы прекрасно влились в наш маленький, но дружный коллектив. Спасибо. Так что работайте. Ну и если будут какие-то вопросы, предложения, то, как говорится, милости просим. Спасибо. Всего доброго. Скажите, а о предложениях вы это серьезно? Ну, конечно. Мы всегда в творческом поиске. Слушаю вас. Вы же знаете, я историк. Я занималась исследованием наших мест. У меня диссертация о Синеозерском монастыре. У меня есть целый ворох архивных материалов, о которых никто не знает. Вот вы в курсе, что именно здесь, у нас в Синеозерске, был утрачен оригинал повести временных лет? Да-да-да, но ведь это не подтверждено. Да я в этом уверена. Вот я и подумала, что мы могли бы сделать фильм расследования. Ученые бы спорили, был оригинал у нас или не был. Но, да что, там можно делать целый цикл программ. Что вы думаете? Прекрасная идея. Просто замечательная. Да? Да, я даже вижу художественные подсъемки, пылающий монастырь. Ну, вы знаете, Марина, мы очень ограничены в средствах. Сейчас. Но как только эти средства появятся, я сразу же вспомню про вашу идею, и мы тут же запустим эту программу. Хорошо. Что у вас с лицом? Аллергия. Фундук. Аккуратнее. Хорошего дня. Спасибо вам. Забегайте. Да, это я сам во всем виноват. Я сам все испортил. Но я не могу без тебя жить. Пожалуйста, умоляю тебя. Если ты скажешь мне нет, то я все пойму. Можно я еще раз повторю свой вопрос? Ты выйдешь за меня, Джессика. Вообще-то я фильм смотрю, у меня слезы на глазах. Ты не видишь? Вот я хата. Дворец. Давай соскучим, дядя Гриша. Пока не поздно. Что-то тревога какая-то на душе у меня. У тебя всегда тревога. Потому что ты ссыкло. Да ничего не ссыкло. Ты сам-то, дядя Гриша, людей убивал когда-нибудь? Ну, не убивал. И че? Я вот котов убивал. И свинью зарезал. Я вот внутрь из сорок штук замочил, когда на бой не работал. Ты бы еще комаров посчитал, дядя Гриша. А какая разница? Человек, он как комар. Придавил и нету. Мне надоело по копейке тут шкелять. Вот смотри, как живут сволочи. Наворовали, кровь народную пьют. Я тоже хочу. А пятнашку-то не хочешь, дядя Гриша? Так, Костик, пошел нахер. Я сам все сделаю. Не хочешь со мной в хорошую жизнь? Оставайся в своей. Че встал? Вали! Ты че ты, дядя Гриша, ну? Да я хочу, я с тобой. Ты че думаешь, Костик? Я не ссу. Я тоже ссу. Но я в отличие от тебя ссу конструктивно. А ты ссу деструктивно. Понял. Понял. Ладно, давай. Поглядимся. Куда? Откуда? Слушай, дядя Гриша, а если все-таки после этого они нас захотят убрать, то че тогда, ну? Пошел нахер отсюда! Че такое? Толя, может, поедем в управление? Второй день уже сидим. Подожди. Я хочу сказать все-все вам, что это я во всем виноват. Я? Я плохой профессионал. Я плохой руководитель. Я вообще плохой офицер. Толя, ты хороший руководитель, ты очень хороший профессионал и отличный офицер. Я бы с тобой в разведку пошел. Ты мой учитель, мой наставник, ты символ всего, что вообще. Вот сейчас растрогал. Дай я тебе обниму. На. Брат. Это стремно под эту музыку обниматься. Соколов, вот ты сейчас в Торксе в самый сентиментальный сука момент и все разрушил. Ну, че там, пьяные, что ли? Докладывай по существу, существо. Короче, там возле Тома Никеева вертились два подозрительных. Типа интернет устанавливают. А сами нифига не похожи. А что, у тех, кто интернет устанавливает, есть какие-то характерные признаки? Да они ничего не установили. Просто возле дома повертелись и сразу смотались. Ясно. Что предполагаете предпринять? Ну, может, мне усиление нужно? Ну, тебе б не помешало. И когда ждать? Когда в спортзал начнешь ходить. Ну, че, как фильм? Ну да, на троечку. Сейчас фигню одну снимают. Вот ты Титаник видел? Не видел? Оно и видно, Самсонов. Ну, че, Барк, тебе? Какой шустрый. Че, тебе даже не покормишь? А че, голодишься? Сейчас он шаурмы возьму. Какой еще шаурмы? Я в ресторан хочу. Ну-ка, мы сразу на чертов мост пойдем, что, замочек повесим. Пошел ты, придурок. Ну, ладно, Тань, что ты, Тань? Мариночка. Ой, Этика, ты меня напугал. Здравствуй. Здравствуйте, Эль, Валентинович. Марина, нам нужно поговорить. Этик, ну, о чем мы разговариваем? Мариночка, ты права, я был ничтожеством, подлецом, я, я действительно крал твой детородный возраст, но сейчас все изменилось, я, я хочу быть с тобой. Я ушел от Аллы Евгеньевны. Здрасте. Здрасте. Я, видишь, окончательно ушел от Аллы Евгеньевны. Ушел. Я теперь хочу быть только с тобой. Это ты зря. Все кончено. Мариночка, пожалуйста, выходи за меня замуж. Вот, вот, смотри. Вот кольцо. Вот обручальное кольцо. Я, хочешь, прямо завтра пойдем в ЗАГС. Я обо всем договорюсь, Марина. Так у нас ничего не получится. Я люблю другого человека. Марина, ну, он же чудовище. Ты с ним погибешь. Я впервые в жизни, по-настоящему счастлива. Марина, подожди, ну, он же взяточник. Суда еще не было. Марина. Так, идите ка, Оливье. Марина, подожди. Я не могу встать. Марина, помоги мне, у меня подагра. Марина. Этик. Все? Не цепляйся. Я люблю тебя, Марина. Будь его мужчиной. Пожалуйста, не кейф, это ошибка, Марина. Добрый вечер. Мы рады, что с вас в вашем ресторане. Мы посланемся взрослой. Все, что пошло, то приятнее. Ну, что, вкусно? На троечку. На троечку. Все, как хотела. Что? Кино, домино. Рисик. Ладно, что, погнали уже. Все одинаковые, мамушки. Можно вопрос, Самсон? Что? Ты думаешь, я всегда такая была? Что? Танька, добро пожаловать. Я вообще ничего не думаю. Я, между прочим, тоже любила. Любила по-настоящему. Ленька, Ленька. Ленька. Ну, что, где Ленька? Сдрязнула? Умер. Да ладно, что? Шоколадно. Что случилось? Нет, правда, все случилось. Ну, все, все. Помнишь, баржа затонула на Синем озере? А, ну, что, давно уже, лет 15. Что, наверное, до фигищи погибло. Мы тогда с Ленькой там на ней плыли. Там она машина, эта баржа гоняла. Да, да, да. Там в одной машине, собственно говоря, первый раз у нас все с ним случилось. Ну, и последний. Потом наткнулись на что-то. Баржа, он начинал тонуть. Паника поднялась. Все начали бегать, орать. Ну, и эти спасательные круги-то нам не достались. И он тогда схватил какой-то деревянный поддон, прям кинул его в воду. И меня на него посадил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я только смотрю ему в глаза, он мне смотрит в глаза. Я вижу, как он идет на дно. Но последнее, что он сказал мне, что я тебя люблю. Ленька, Ленька. Царствие ему небесное. Вот и я утонула в своем горе. Почнулась через пять лет. И уже Танька добро пожаловать. Ну что, поехали? Да ладно, что ты. Время терпит. А что так? Давай накатим что-нибудь. Ну да, как хочешь. Давай, давай. Молодойчик, можно водки? Грамм триста. И профитроли. Танька лежит на этом, на досочке. Смотрит на него, а он так. По воду уходит. А она смотрит на него, видит. Вода прозрачная. Поэтому, не могу я так с ней не поступить. Мы с ней теперь, как эти товарищи по несчастью. Ты же тоже для меня, нет, как будто утонула. Не знаю, с ней опять в кино пойдем. На досточке, значит, лежала, да? А он на дно уходил. Прийди. Эпоха Екатерины Второй. От прабабки досталась. Это монета бесценная. Это китайское фуфло. У меня две таких. Давай, до свидания. Ты что? Ты не охренела? Нин, ничего не было, клянусь тебе, ничего не было. Что это и дело? Подожди, подожди, я вечный. Что происходит? Тебе цветы дарили? Дарили. В кино водили? Водили. В ресторане покормили? Да, вкусно. А ты что моему протитанику тюхиваешь, а? Вообще, я уж у семейное счастье сберегла. А тебя кто-то просил? Так, не джок. Значит так, сегодня мой придет вечером. Будешь ждать гостеприимно, раскинув поганки. Ясно? Или не ясно? Ясно, ясно, ясно. Пожалуйста. Милочка, все, ясно, ясно, ясно. Ну и прекрасно. Так непонятно, нахрен тебе это нужно? И предохраняйтесь. Господи. Что ж, что ж творится-то? У меня в жизни словно белая полоса началась. Ты появилась. Даже Леша в садик начал с удовольствием ходить. И Пальцев оказался милейший человек. Да что ты. Да, в нем такая душевная теплота есть. А то ты просто людей в лучшую сторону меняешь. Жаль. Конечно, что проект про монастырь нельзя запустить. Почему нельзя? Ну, денег нет. Но идея ему понравилась. И это главное. Погоди. Может, все еще образуется. Ребят, денег правда нет. Да, пожалуйста, не надо, выключайте скорость. Пожалуйста, Ребят, не надо. Ребят, слышал? Я прошу, не надо. Готов? Довольте вас. Ребедок, ребедок. Ну, тоже такая интересная. Ерунды всякой наговорила. Ленчик там у нее. Окей. Займемся делом. Ну, давай. Мсти уже скорее. М? Блин. Тань, я не могу так нафиг. Я Нинку люблю, правда. Да, ну. Че? Самсоновы, вы че мне мозг выносите? Тань, слушай, я тебя прошу, правда. Давай, Нинка, скажем, что у нас все было, а? В смысле? Ну, мы скажем, ну, что все было, все, как, все пучком. Давай скажем. Спасибо. Я пойду, а? Иди. Я думаю, это Нинка не поверит, блин. Надо подождать. Я потяжу, ладно? Сиди, господи. Ну, просто поври меня, она поймет, что так. Ну, намучаешься, ты, Самсон, намучаешься. Минка-то будет думать, что все пучком? А ты-то будешь знать, что не пучком. Ну, и помучайся, че. Ну, и мучайся, мучайся. Мученик. Помучайся. Ну, и мучайся. Помучайся, помучайся. Че стоишь на меня? Ты же будешь мучиться, а не я. Ничего. Ну, и мучайся. Слушай, я не знал, что такая. Какая? Такая. Спасибо за комплимент. Ну что? Отомстила? Ага. Это, знаешь, немного обиды еще осталось. Надевай шапку. Давай, давай, давай. Я прошу тебя, давай надевай шапку, мы опаздываем. Я не хочу. А пойдешь без шапки, расстудишься. А я не хочу в детский сад. Это что за настроение? Почему, Алексей? Потому что в садике конкурс поделок, а я не умею. У тебя все будет хорошо, веришь? Да, только один пить не умею. Так ничего страшного. Ты, главное, расслабься и сделай, как тебе подсказывает сердце. Алло, Галина Валерьевна. Это полиция нравов. Перестаньте меня терзать. Привет, жена. Ну что? Не надо меня. Все пучком? Вопрос закрыт? Жаль, я куда. А ты что, довольный ты такой? Песенки поешь? Ну, потому что я рад, что у нас все в порядке. У нас все в порядке? В порядке, в порядке. А ты что, смурная такая? А? Ты что? Да ничего, скотина. А что за наезд? Ну, а все по чесноку. Один-один. Не по чесноку. Я с Даней мучилась. А ты с Танюхой кайфовал всю ночь. С чего ты решил, что я кайфовал? Я тоже мучился. По тебе видно. Лимон, съешь кобель поганый. Ты что, обалдела, что ли? Дети, идите есть! Да, я довольный. Довольный? Знаете почему? Что у меня секса не было два месяца? Ну, не будет теперь, никогда. Может, вообще выступать не будем? Стоп, родцы. Петра Евгеньевича вызывали? А, Мариночка, заходите, заходите. Садитесь. А вот. А что у вас, голосом? Еруда, простуда. Но у меня для вас хорошая новость. У нас есть средства для вашего проекта. Жучкина, позже, потом. Так их же не было. Ну, не было, но мне ваша идея так запала в мозг, что я изыскал. Так что, можно приступать? Ну, конечно. Идите, работайте. Творческих вам успехов. Спасибо. Вам очень идет этот шейный поток. Так элегантно. Спасибо, лечитесь. Лен. Это все? Ты уходишь? Ты что, реально сейчас уходишь? Нет, давай больше никого не будет, а? Ты и я. Ну, давай сейчас сначала. Нет. Ну, что ты? Поход, все-таки поем. Ага. Поздри, смотри, у нас уже. Хорошо. Все наши юные творцы сделали замечательные поделки. Выбрать было очень сложно. Давайте поаплодируем всем перед тем, как я объявлю победителя. Итак, на третьем месте Света Копылова «Она слепила белочку». На втором месте Вова Петухов и его динозавр. А на первом месте первое место у Алексея Былинкина и его работы Леша. Напомни, что это? Барашек. Просто перевернуть надо. Аплодисменты. Все, конкурс окончен. Ребята, возьмите свои работы и подарите родителям. Кошмак какой. Надо переводиться отсюда. До свидания. Спасибо. До свидания. Мама! Галина Валерьевна. До свидания. До свидания. Лешка, я тебя поздравляю. Галина Валерьевна. Да. Спасибо вам. Спасибо и за добрые слова, и за объективное судейство. Будьте вы прокляты, чтобы вы сдохли. Странная такая. Сначала первое место, а потом говорит. Будьте вы прокляты, чтобы вы сдохли. Что это значит? ПМС. Слушай, приходи сегодня домой пораньше. Тебя ждет вкусный ужин. Пока целую. Ну и делай свой вонючий проект. А ее ребенок теперь сдохнет от голода. Нам из-за тебя зарплату урезали вдвое. Ничего, ничего. Еще аукнится. У Ленки вон вообще муж инвалид первой группы. Второй. А за нее копейки платят. Петр Кенч. А, Мариночка. Что происходит? Почему вы из-за моего проекта ущемляете сотрудников? Потому что их зарплаты пошли на ваш проект. Значит, не будет никакого проекта. Я отказываюсь от него. Стойте! Что значит отказываюсь, а? Вы должны делать этот проект. Ничего и не должна за счет других людей. Да подождите. Вы что, совсем куку, что ли? Понимаете, что вы должны делать этот дурацкий проект. Иначе меня убьют. Да, да. Меня бьют каждый день. Два таких здоровенных близнеца, дебила. Так, тачка ее на месте. На ней ее и увезем. Давай, заходим. Тебе что, Костик? Передут их голову щипцами придавили. А что такое? Ты палить, что ли, собрался? Весь поселок сбежит. Валя для форст-мажор какой-нибудь, дядь Гриш. Форст-мажор был, когда твой батька на твою матку залез. Все, короче. Ты куда? А что там, родители? Раз само умы, само вали, я бам. Чего ты в обидки сразу лезешь? Ну, потому что надоела тетя Гриша. Каждый день, а то и то же. Костик дебил, Костик гандом, полношу. Вот это тебе не понравилось. Да ты бросил. Обрест, нормальная мысль. Давай, доставай. А может, у меня настроение уже пропало, а? Что ты ломаешься, как писядка? Давай, пошли, доставай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК КОНЕЦ Ну, как вы? Все хорошо? Все нормально? Нормально все. Точно? Точно, точно. Да. Отлично. Там просто в полный зал журналистов облажаться нельзя. Слава помните? Конечно. Ты не смущаешься, что кандидат мэра в костюме ослали? Ничего. Самоирония. Так, я в зал. Ни пуху не пираю. Ребятки. Черт. Вань, ты прости меня. Я такая дура была. Ну, хоть все. Я ничего не испортила. Я беременна. Чего? Ну, у нас третий будет. Ты что, когда узнала? Ну, когда тебя к мэру послал, тогда я узнала. Так, подожди. Это же два месяца прошло. Ну, да. А что ты мне сразу не сказала? Ну, я как-то все думала. Ну, куда нам третьего с такой жизнью-то? А сейчас видишь, все налаживается. Сука-то, лживая, нет. А мне сейчас все сошлось в голове. То есть ты перед Даньке жопой крутила, да? А сейчас все перспективка появилась, ты все, переобулась. Ну, живая. А сейчас на сцену выйдет кандидат в мэры. Синеозерска Иван Самсонов со своей дружной семьей. Стой! Я с пьяной уже 20 лет. Логи, мешки те. А из детенков все узнаете. Сука-то, 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 сука-то. Ты самая мерзкая, что была у меня в жизни. Я потом это делаю. Мама, шапка. Быстрее, мама. Мама, походу, хочу в голову. Шапка, мама, шапка. Да иди ты! Шаловат. Пошел в жопу. Раньше нужно было дырочку прикрывать. Да лучше уж с ним, чем с тобой. Дорогие дороги. Е-е-е-е. И вдруг... Успех и радость мы принесем, люди. Нам, дворцов, заманчивые слоты Не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Это веселые трубадуры, прекрасная принцесса выбежали из замка и догнали повозку. Друзья снова были вместе. Апофеоз, общество потребления. Дорогая машина, казалось бы. А багажник неудобный. Не на рыбалку. Не бабу засуну. Дядь Гриш. Да? Давай я задушину. Спокойно отвезем, ну. Костик, ты все-таки дебил. Она еще записку должна написать. А как же она ее будет писать, если она знает, что не задушит? Спокойно, женщина! Спокойся! Никто вас не задушит. Мы вас просто похитили ради выкупа. Изнасилуем! Костик, ты меня дискредитируешь. Да, это Гриш. Да. Хруст слышал? Да это собака. АПЛОДИСМЕНТЫ Солча! Наша верт, цветочная поляна, Наши стены сосны великаны, Наша крыша, небо голубое, Наше счастье жить такой судьбою, Наше счастье жить такой судьбою. Ну вот, а ты говорил, собака. Сам ты собака. Вы все арестованы, работает ФСБ. Хреново работает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вас всех найдут и будут пытать наших секретных тюрьмов. Заткнись, огрызок. Дядь Гриша, а если он реальный с ФСБ, а? Костик, ты шокируешь, что постил? Кто же ее возьмет в ФСБ? А же Карли? Ну там же разные есть, я не знаю, ну чтоб в маленькие дырочки пролазить, ну. Сам иди в маленькую дырочку. А корка у него откуда? Эту корку можно в Переходе купить под Зеновым за три рубля. А кобура, а? А пистолет там есть? У меня был пистолет, я уронил его. Это твой папа в твою маму уронил. Заткнись, тварь, родителей не трогай. Ага, это он так всегда на ровном месте обижает. Костик, ты вообще на чьей стороне? Валениях надо, обоях. Нет, надо сначала понять, кто он вообще такой. Я тебе скажу, кто он такой? Извращенец! Он там торчал в кустах и посматривал, как она переодевается. И пипеточку свою телебонькал. А корочкой ему нужно аж от принтов отмазываться. Да пошел ты! Реально, на нанюгу похож. И ты пошел, придурки. Короче, валим их по восходящей. Сначала извращенца, а потом баба. Тащи его сюда. Заткнись! КАК 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 Подождите! Подождите! Ребят, не ФСБшники, а домушник! А? Вор! Домушник! Я в окна залезаю! Брюлики я стырить хотел! Брюлики! КАК 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 Да, брюлики! Ну правда, ну грохтите вы меня и что? А так я вам с каждого дела отстегивать буду. За крышу! Чё-то лажа какая-то, дядь Гриша. Не мороси, Костик. Дай подумать. Нормальный расклад. А если сдаст? Не сдаст. Это почему? Да потому что он сейчас эту бабу завалит. Да, старчак? Заодно и на нас крови нет. Ну да. Развяжи его. Рот закрой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Щас извини! Шваны его! Щас извини! Стой! Стой, падла! Мозила! Сука, стань! Сука! 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 Дядя Гриш! А за карлика меньше сорок девять? Дебил ты, Костик! Кончай его уже! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бойнос ночес! У нас на ужин паста под соусом бешамель, а для молодежи сардельки. Так. Иди в комнату. Что опять случилось? Подожди. Не трогай! В чем дело? Так, иди, иди! Че встал? В чем дело? Что случилось? Какая же я дура, а? Люша пиццу дает. Мне проект. Послушай, я просто хотел, чтобы вы были счастливы, все. А тебя кто-нибудь об этом просил? Да ты сам чудовище и нас чудовищем сделать хочешь. Послушай, Мария. Послушай, Мария. А ну-ка! Я осознал, я был неправ. А, вы уйди! А ну-ка уйди! Послушай! Так и ты уйди! Это что такое? Вот это что такое я вас спрашиваю?! Так он же в бронике, все нормально! Я в тебя сейчас пальну без броника! Да все нормально, дядь Миш! Дядь Миш, выпить это, полегчает. Вы почему его одного отпустили? Сидели там в своем фургончике, водку жрали. Я проинформирую генерал об этом. Дядь Миш, я сам виноват. Я должен был им позвонить, но не стал. Недооценил в опасность. Совершил необдуманный поступок. Плохо, Соколов. Рапорт мне напишешь. Есть. Ну что стоим? За работу. Плохо. Рапорт. Рапорт. Отлично. Подчищай за ними всякая гава. Спасибо, Соколов. Да, спасибо. Пожалуйста. Суки. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну тут же ЗАГС рядом. Ну и чё? А у меня здесь тетя Оксана зуб сломала. Ну и здесь Жора кольцо в заварное засунул, она откусила. И чё? Да ничего, ну живут. Она за это время уже четыре зубы ему выбила. Ну он гуляет от неё. Понятно. А это чё, Самсон? Чё? Кольцо? Я вижу. Ты чё, дурак что ли? Саня, ну чё ты? Если не в пироженку её засуну, а специально в мороженое, он холодный, по чуть-чуть надо есть. Его надо слизывать, а ты ложками хряпаешь. Да эти вообще не про это. Мы друг друга с тобой месяц знаем. Чё чё? Ну чё? Секс у нас с тобой есть. Месяц. Мне нравится. Чё тянуть-то? Я парень с юмором. Ты девка жопой. Чё с советом? Любовь. А жизнь мы с тобой где будет? На что? Чёркома-то в коммуналке есть, всё нормально. Потом разживёмся. Давай, ладно, соглашайся. Чё ты? Пошли уже в футбол скоро. Не-а. В смысле? Нет, в смысле нет. Не, ну ты кольцо, конечно, забери. Может, через год пригодится. Чё ты чё хочешь? Меня верой в себя лечить, что ли? Давай, одевай кольцо. Ты чё меня приведет, позоришь? Нет. Ладно. Хрен с ним с футболом. Подожду. Подожди. Подожди. Подожди, подожди. Вспомнишь. Пошли. 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 Может, и да. Нужно тебе немного там, немного здесь. И вот уже есть миллионов шесть вилла в Монако, в Швейцарии счет. Но надо, надо, надо еще сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе, сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Тук-тук, я твой друг. Сонно в одежде, первый признак разложения личности. Ничего ты, кофе будешь? Слушай, а как вот это они фотографировали? Кто их-то, дети, что ли? Нет, это селфи-палка. Селфи-палка моя. Ты селфи-палку в селфи жопку ему засунуешь? Ты что думаешь, мне лучше? Я вчера к ней подлег, когда она заснула. Ну, ничего не делал, просто мириться хотел. Я думаю, она в коридор меня выставила. Я ей стучу, говорю, ну ты трусы-то мне хоть отдай, не позорь. Ты что, голый подлег, что ли? Зачем? В трусах. Ну, потом-то снял. Я ж думал, мы мириться будем. Смотри, ну, Женя что творит, а? Блин, ну она здесь голая совсем. Смотри, мозгов нет уже. Мы в души, душа в душу. Охренеть. Фу, балевантин какой. Ты смотри, даже не заикается, когда пишет. Надо пойти ему кости переломать, блин. Да не накручивай себя, Самсон. Ты мэром станешь, у тебя сто таких не будет. Еще лучше. У нас что сегодня? День открытых дверей. Опа. Привет, брошенки. Привет. Рыдаете? Жжете фотки, жрете мороженое? Какие мы сердитые. Какие мы страшные, несчастные мужчиночки. А ты че такая радостная крыска? Да так, есть одна маленькая, ну, практически незначительная новость. Чего? Какой еще Путин? Тот самый. Так, ну-ка, еще раз внятно скажите. Президент. Так. Российской Федерации Владимир Владимирович Путин во время своего визита на военный аэродром Воронежской области решил заглянуть к нам. И лично познакомиться с народным кандидатом Иваном Самсоновым. Мы связались с администрацией президента, там эту информацию подтвердили. А со мной? Больше никаких визитов. Не запланировано. Ну, а к губернатору я тоже подъеду. Нет, с губернатором тоже не встречаются, только с Самсоновым. Чего куришь-то здесь? Тебе кто разрешал? Ты че, Хрюш? Какой тебе Хрюша? Че ты мне хрюкаешь здесь? Отстилка! Что мы смотрим, стоим? Что? Идите, идите, шевелите задом, быстрее. Уволю, будете на пенсию жить. Что непонятного? Павел Юрьевич. Да? Ну, в целом, ситуация нормальная. У вас по-прежнему преимущество. Шесть процентов. Да заткнись ты! Какие шесть процентов?! Если Путин приедет, у него будет сто сорок шесть процентов! Ты не понимаешь, что это поддержка прямая?! Это ж... Это... Не... нечестно. Витя. Все, пошли вон. Вон, я сказал! К тебе это тоже относится? Ну что, выборы мы, считай, выиграли? Все дело в правильном пиаре. Возьмите, что-то я не понял. Это что получается? Типа я с ним... Ну... Как я что, как это? Ну что такого? Ты человек из-за народу, он таких любит. Он же тебя близко-то не знает. Ух-х-х. Ух-х-х. У меня вот... Потош выстрел. Не учтите, информация закрыта, это вопрос безопасности. Если слухи поползут, все. Встреча отменят. Нет, ну понятно. Никому даже Нине. Да понятно, что Нине, Нине, что мне... Вон, с Ниной все, разбежались. Это конец. Я теперь никуда отсюда не выйду. А ты почему? Он теперь лично с федерального масштаба. Его теперь под микроскопом все рассматривать будут. Всякие полпреды ФСБ. Он же не сможет ничего сделать. Я никуда не выйду теперь. А... Я и Путин. Нихуя себе. Отменить мы можем? Он и так победит. Ну, давай отменим. Угу, давай. Ты дурак. Ты себе как это все представляешь? Слушай, подождите. Я что-то не очень готов. Я отсюда боюсь с ним встречаться, ну. А ты не бойся. Ты же еще ничего не украл. Сумку дай. Ага. Значит так, здесь все о Семьозерске. Ага. Здесь наша программа. Здесь статистические данные. А это все зачем? Это за тем, что твое все говорят, а я делаю. Тут уже не прокатит. Ага. Он любит информированных людей. Если что-то спросят, должен что-то ответить. Пойду. Держи. Это анекдоты. Выбери себе парочку. Если что, разрезаешь обстановку. Подожди, подожди. Я анекдоты-то знаю. Давай я расскажу про обезьяну и говно. Ну, обезьяна сидит на берегу. Мимо говно проплывает. Про обезьяну и говно не надо. Я что, посмотрю. Слушай, ты прям. Ну что ты, ну все, давай соберись уже. Что ты мне немножко... Да. Я собрался, собрался. А где Никеев? Я скажу тебе, где деньги. Едешь туда, берешь. Немного. Для начала тысячи сто. Десять тысяч программисту. Он снимает с меня мой браслет. Надеваем его на Клавдию Викторовну. Чтоб по квартире было движение. Это еще десять тысяч. Берем машину у Самсонова. Едем на ней за оставшимися деньгами. Набиваем ими машину и прямиком на украинскую границу. Леха, разумеется, с нами. Даем тысячу проводнику. Он проводит настаемыми тропами. На Украине... Пардон. В Украине прошу политического убежища. Всем даю на лапу. Возможно, вхожу в правительство. Живем долго и счастливо. Ты знаешь, какие чудные вечера на Днепре. Ну, что скажешь? Что это за бред? Да, это бред. Ну, я не знаю, что делать. Чем я могу тебе помочь? Ну, посочувствуй хотя бы. Ты знаешь, я уже стольким козлам сочувствую, что пора остановиться. Почему именно на мне? Держи. Что это? Твои трусы. Тебе совсем меня не жалко? Отдай деньги, получишь минимум. Или условный. Что? Отдай деньги? Зачем ты такое говоришь? Это невозможно. Это как... Это... Отдай Леху на органы. Мам, я хочу на органы. Дверь там. Давай теперь... Летучим. Мышь. Вот. Так. А рука в руке ему? А... 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 А что ты все время все выкладываешь? Ты девочка тринадцатилетняя? Я просто сч... А счастливый? А... А ты... А чему такая раздраженная? Мне странно, что он не звонит. Кто? Муж мой. Кто? Что? А... А почему странно? Потому что странно. Я его знаю. Он должен или орать, или умолять. Или хотеть тебе морду набить. А он молчит. А... Хорошо, что молчит. А вдруг с ним случилось что-то, а? Что с ним может случиться? Что? Напился и рвотой захлебнулся. А может его ножом кто ударил? А может он в лесу повесил? Да ты не говори ерунды. Какой ты все-таки бесчувственный, а? Я так не могу. Поеду проверю. Я с... Давай. Бой. Приезд президента путает все карты. При таком раскладе Осипенко точно проиграет. А значит наша операция провалена. Это плохо. Что будем делать? Ясно что. Сворачивайтесь. Что? А то, что поделаешь. Форс-мажор. Хана операция. Все через жопу. Нет, а что его приезд никак нельзя отменить? Конечно можно. На, вон, набирай. Скажи, Владимир Владимирович не переезжай. Отменяй встречу Самсонову. Только пожалуйста не забудь сказать. Ну, может быть вы или кто-нибудь как-то аккуратно шепнете ему? Никто ничего шептать ему не будет. ВВ едет, все, точка. Подождите, Георгий Борисович, ну как так? Мы три месяца работали, почти все сделали. Миллиард рублей на кону. Лейтенанта Соколова чуть не убили. И что, вот это все теперь коту под хвост? Только потому что кто-то стоит президенту вопрос задать. Это ты сейчас на кого намекаешь, майор Лавров? А я не намекаю. Я прямо говорю. Зина, аэрозоль. Ну что он вас съест за то, что вы хотите деньги в бюджет вернуть? Все жопы свои прикрываете, потому ничего и не происходит. А вот это ты сейчас перебрал, майор Лавров. Пиши рапорт об отставке. Да ради бога! Смело! Но глупо. Аркадий! Ты бананы из ушей вынь. Два звонка это к тебе. Че это я должна твоих падших женщин впускать? Послушай, Леля, вот сейчас реально не до тебя. Я люблю другую, давай без обид. Она тебя увидит и без того все плохо. Так что давай лучше. Мне еще никогда никто завтрак не готовил. Ну мне же поручили о вас заботиться. Вот я и заботюсь. Ой, варенье. Секунду. Я вообще готовить люблю. И жене постоянно готовил. Так вы женат? Разведен. Сантехником застукал. Я-то все на службе, да на службе. Бывает же, прости господи. Я конечно тоже мужу изменила. Но я так от безысходности. Вообще я очень женщину верную. В наше время это редкость. Это ужасно. Это ужасно. Почему? Я ничего не чувствую. Я же должен страдать. Неужели Паша на такое способен? Ну, как видишь. У него в телефоне нашла. А что ты у него в телефоне делала? В смысле? Я с ним трахалась. Ни хрена себе у Паши комплексы. Все мое забрал. Кресло, дом, жену. Даже тебя. А что это даже-то? Я положительно в смысле. Так, ну и зачем ты мне все это притащила? Так я же люблю тебя, кот. Ну, мне с тобой всегда было очень весело. А этот он скучный такой, жадный. Ой, и в постели вообще никакой. Угу. А на самом деле? Ну, хорошо. Я сегодня у него в кабинете все слышала. Путин приезжает. И? В смысле и? Ты что думаешь, я совсем что ли дура конченная? Паша выборы проиграет. Ну, нафига он мне тогда нужен? Тем более, ты теперь холостой. М? Более чем. Добавочки? А, нет, спасибо, я наелась. Вам надо восстанавливать силы. Знаете, Лев Егорович, я поправляюсь очень быстро. А кто меня толстуху полюбит? Виктория Олеговна. Любит не за красивую фигуру, а просто так. А знаете что, Лев Егорович? А давайте еще парочку. Вот, другое дело. Спасибо. Называйте меня просто Лев. Хорошо. Лев. А вы меня, Вика. Хорошо. Вика. Так, у дивер... Писи... Диверси... 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 Блин! Диверсификация... Диверсификация... Диверси... 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 Здравствуй, Самсонов. Диверси... 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 Извините, у меня сегодня встреча с Путиным. Я вообще не должен был это говорить, у меня просто... Это тайна, никто не должен знать. Так... По последним статистическим данным. Ты что несешь? С каким Путиным? С каким Путином? Путин у нас один, с каким? Ну что, пришли-то? Завещаем, что ли? Ну, я вам не мешаю, собирайте. Я занят сейчас. По последним... По последним статистическим данным. В 2015 год экономика Синеозерска переживала... Продолжала... Продолжать, продолжать переживать кризис в силу несогласованности... Управленческих решений. В силу несогласованности, в силу несогласованности.. Управленческих решений. Так... А как ты себя чувствуешь, а? Ну как я себя чувствую? Ну плохо я себя чувствую, как хреново! Времени нет, нехрененно подготовиться, ну. Главное, чтобы suspected Владимира Владимировича не облажаться... Да... Валовый продукт на душу населения составляет... Э... Валовый продукт! Весь мозг мне вынул этот валовый продукт, что такое валовый продукт? Ты шутишь, Самсон? У тебя защитная реакция? Нет, какая реакция? Я народный кандидат. Президент хочет со мной встретиться, это нормально. Потому что мне главное перед Путиным не облажаться, понимаешь? Путин же может у меня что-то спросить. Он же такой, а я должен как-то подготовиться. Вань, ну не надо прикрывать свое горе бровадой. Мы за тебя переживаем, между прочим. Благодарю. Чего вы переживаете за меня? Переживают они. Это мне с президентом встречаться, а не вам. Давай, валите отсюда. Валите, валите. Все, шагайте отсюда. Шагайте, я занят. Алло, Паша, здравствуй. Ты там как? В кресле моем, небось, сидишь? Не сидишь, так присядь. Это ты у нас скоро присядешь, Аркашенька. А вот это главный вопрос, Паша. Кто же из нас присядет? На чем это ты? Да я вот, к примеру, до жены своей Виктории не могу дозвониться никак. Представляешь? Ну, не знаю, уехала, наверное. Да? А куда? В долину безмолвия? Что ты несешь? Да я просто наслаждаюсь, Паша. Ты еще не понял? У меня здесь Леля, а у Лели фото. А на фото Вика не очень живая. Что значит не очень живая? А что с ней? Ой, как ненатурально, Осипенович, брось. Леля все с твоего телефона скачала. Ты зачем мою жену заказал, гнида? Я не понимаю, о чем ты. Ну, хорошо. Я тогда ментам все солью. Пускай выясняют. Айпи-адреса, геолокацию, с кем ты в последнее время встречался, как перемещались телефоны. Ах ты, Леля, сука. Ой, какая же ты сука. Ты слышишь меня, да? Ты там, тварь? Я тебя найду, слышишь? Я тебя найду, мраз! Тише, 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 тише. Тише, Паша, ну, как некультурно по отношению к девушке? Ты же джентльмен. Ладно, что ты хочешь? А вот это теплее. Бери ручку, диктую. Да, пил он, конечно, в эти дни много, Нин. И все, в магазин за водкой бегал. Даня, Нин, хотите суп? Нет. Давай ешь. Песни пел все, военные. Я вот вчера заглянула уже к нему и говорю, ну, хватит. Ну, Лешка, он уснуть не может. Он так вот улыбнулся и говорит, хорошо тебе. У тебя хоть Лешка есть. И как начал он головой обстолбиться, все вот это вот бум, бум. Ясно. Да мне показалось, что ночью он выл. Я не уверена, может, это ветер? На сайте Кремля в графике президента Осенней Озерской нет. Подождите. Илона, привет. Скажи, пожалуйста, у Самсонова в графике стоит встреча с Путиным? Чего? Нет, конечно. Ясно. Ах ты, кретин болтливый. Приплыли. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович, что уделили мне время. А вы знаете, я вот развелся, ты считаешь, как и вы, да? Нет, это я не буду говорить. Забыли. Забыли. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Блин, вы задрали уже, Нин. Ну, что надо-то, а? Простите. Простите, Владимир Владимирович. Жена. Бывшая. Он съехал. Что, довела мужика? Полюбоваться пришла. Молодец. А ты уволен. Пойдем. Поехали. Аккуратно. Иди, иди, иди. Встань сюда. Вот, полюбуйся, пожалуйста, простая девушка Лёля. Высшего образования нет, Шекспира не читала, выглядит вульгарно, спит с мужчинами за материальную поддержку. Кто-то скажет, продажная девка. Слышь. А я скажу нет. У неё большое доброе сердце. Она отзывчива и всегда спешит на помощь. Как в постели, так и в жизни. Вот сейчас она пришла и просто спасла меня. Молодец. А ты? Умная, образованная, миловидная, честная. Но кто? Стерва. Вот почему ты, мать-одиночка, не задумывалась? А я скажу. Ты, мать, потому что спать с тобой хочется, а одиночка, потому что жить с тобой невозможно. А со мной? С тобой возможно. Но чёрная аура твоей матери заполнила собой всё пространство. Всё? Закончил? Нет, не закончил. Я пришёл попрощаться. Наши краткие отношения были ошибкой, они закончены. А старые добрые отношения возобновлены. Эта женщина до конца своей жизни будет жить в праздности и роскоши. А ты будешь влачить своё жалкое, никчемное существование. А я? Ты? Ты мне нравишься. Поэтому я оплачу твою учёбу в Англии, чтобы ты поскорее от неё съехал. Я сейчас на тебя молоко выливаю. Вот она, типичная ты. Пойдём, Лёля. Дядя Аркаша ушёл, как папа. Ну, пусть катится на все четыре стороны. Мы себе нового дяди найдём. Ага. Как же. Я думаю, что он просто пытается привлечь к себе внимание, вызвать жалость. Он симулянт. Какой симулянт? Всё очень серьёзно. Это у них наследственно у Самсоновых. Вот у него дядька Никита. Был всю жизнь нормальный. Потом бац и решил, что он собака. Как? А какая собака? Сетр или Спаниель, ну охотничий в общем. Ну, ну, ну. И что? Что? Гавкал два года. Никто вылечить не мог. Слава Богу, Давид Маркович помог. У него своя методика. Он не лечил, а дрессировал. Как? А как? А как? Дань, ну как собака-то дрессирует? Сейчас всё хорошо. Он прошёл курс реабилитации. Его отпустили домой. Сейчас своё место знает. Брюки в шкаф кладёт. Гулять ходит. Да с ним, в принципе, и поговорить можно. Только после каждой фразы надо или сухарик, или печенюшку давать. Не, ну это пи-пи-пи-пи-пи-пи. Не говори. Так что, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, будем равняться на вас. Крепко не жать. Самсонов, с тобой хоть о чём-то можно договариваться, а? А что такое? Попросила же, никому ни слова. Нет, тут же Нине всё растрепал. Блин, ну она пришла, я как-то, ну, вырвалась. Прости, Илон. Ну, всё, я могила. Так, ладно, здесь костюм, рубашка, галстук. Так, туфли. И это тоже тебе. А это чё такое? Бельё утягивающее. Ну на хрен оно мне нужно, ты чё? Пузо твоё, чтоб не висело. Он любит подтянутых. Ну ладно, давай попробуем. Самсонов, ну не сейчас же. Ты хоть дождись, когда я уйду? Извини, да. Понимаешь? Слушай, не волнуйся так, я тебя прошу. Через час приедут люди из протокола президента. Да, нормально. Они тебя проконсультируют, всё расскажут про формат встречи. А ты-то будешь? Я, блин, брошу тебя. Подъеду тоже. Ага. С Путиным? Что ещё? По ночам быть начал. В графике резидента синий одёртка нет. Ясно. Ну, понимаете, в чём дело? Я-то ведь заочно ничего сказать не могу. Приведите его. Он не пойдёт. Ну, неужели встречу с Путиным? Ну, а может санитаров? Ниночка. Ну, вы же знаете, сейчас эти права человека. Надо, чтоб сам. Ну, Давид Маркович, ну, пожалуйста. Ну, вы же нас знаете, вы нас так часто выручали. Насильно тащить нельзя. Надо. С фантазией. Здравствуйте. Нельзя. Здравствуйте. Приветствую. Мы за вами из администрации президента. Санэпидем-контроль. Перед встречей вам необходимо сдать анализы. Это обычная практика. Вдруг вы гриппуете или ещё что-то. Ну, я понимаю, да-да. Видишь, я ещё, чтобы президента не заразить. Утянулся. Ну, он же лимит подтянутый, да? А мне ещё говорили, что должны приехать там ребята из службы, как протокол. Ну, они там расскажут, как себя на встречу вести. Это позже. У нас его по графику. Понял. Чего как-то стране у него сегодня? Рабочие. Рабочие. В общем, ты должен спрятаться так, чтобы даже я не знал, где. Поняла? Угу. Зачем? Если я буду знать, меня могут прессануть, и я сразу всё им выложу. В общем, ждёшь моего звонка до восьми вечера. Если я не позвоню до восьми, сливай эти фотки Вики в ментовку. Да я позвоню, конечно. Ничего он не сделает. Хорошо. А где мне спрятаться? Ну, не дома. Не там, где ты обычно бываешь. Ага. А где тогда? Лёля, если я тебе скажу, где, я буду знать, а я не должен знать. Да поняла, я не тупая. Всё, я тогда у Ленки пересижу. Лёля, блин. Ну, у Ленки теперь нельзя. Блин. Всё, я придумала, где. Молодец. Только не в Санта-Фаре, я надеюсь. Молодец, я тогда. Используйся, извиняюсь. Используйся. Какая-то же психушка. Что вас смущает? Здесь тоже можно анализы сдать. Ребята, вы точно из администрации президента? Из администрации, из администрации. Пойдёмте, президента уже ждёт. Да вы чё? Пойдёмте. Да вы чё, парни? Да вы чё, дебилы? У меня встреча с Путиным. Вы все ща, эти поняли? Вас Владимир Владимирович в гюрягу посадит. Ну чё? Правильно всё ты, Толя, сказал. Я тоже рапорт подам об отставке. Надоело. В чё пойду. Ты-то глупости не делай. Ладно, у меня пенсия на носу, а тебе ещё работать и работать. Да я сам тоже хороший. Вырвалось. Путин, как так? Мы же с ним коллеги. Знаешь, у меня даже какое-то раздражение на него появилось, что ли. Да при чём тут он? Ему же не доложили. Так, это тоже Швёдорович. Ну во всём есть свои плюсы, хоть сушки эти жрать не будем. Это тоже? А что это? Журнал посещения Айникеева в день ареста. Из ментовских вещдоков. Знаешь, в ком нужен? И особо он ему похивался. Самсонов и вы за два часа до того, как Айникеева со взяткой приняли. Ты знал, что к нему Самсонов заходил? Нет. И я нет. Председатель суда Берг, пересмотрев поступившую жалобу на наложенную меру пресечения, постановляет, доводы защиты считают законными и обоснованными. Решение, принятое городским судом города Синеозёрска о применённой мере пресечения, отменить. Все наложенные ограничения также отменить. Изъятые документы и ценности вернуть по принадлежности. Великолепно. Так. Очень хорошо. Очень хорошо. Паспорт. Так. Загран. Угу. И бизнес-жет на Марвелии вылетает через три часа. Очень хорошо. Так, браслетик. Браслет. Браслет. Опа. Очень хорошо. Ну что, Пашенька, надолк, сколько хомячок. Ты серьёзный такой. Ну? А не надо было тётю Вику упивать. И даде Аркаше не надо было завидовать. Что ты всё моё захотел? Ты хомячина, Паша, хомячина. Аркаша, если ты меня сдашь, я таким соловьём запою, что тебя в международный розыск объявят. Ладно, не сдам, не волнуйся. Или сдам, волнуйся. Ладно, не ссы. Не сдам. Машина во дворе внизу. Виталий, тебе помогут деньги перетащить. Всё, пока. Погоди. А ты что, не едешь? Зачем? Тебе что, неинтересно, куда я деньги спрятал? Фу, какой ты скучный, Паша. Это же так интересно. Короче, ты едешь. Всё, давай. Я сейчас. За дверью подождите. Я уезжаю. Поехали со мной. Отстань от нас. Я реально сваливаю. Неужели тебе действительно всё равно? Материться будешь? Теперь иди. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы что с ним сделали? Он же никакой. А что, что? Ролашкой слёпнули? Ещё там пару препаратов. Это по инструкции. Ну, вообще, конечно, изверги. Взяли меня какой-то... Он какой-то, какой-то, макачели. Мы же с Владимировичем Владимировичем Владимировичем. Встречаться же надо. Что делать? Его нельзя в таком виде президенту показывать. Показывать можно. Можно я... Ну, надо ли? Давайте вместе подумаем. Я вас засужу. Да нет, что ты. Долг нормальный. Это он. Нинка, змея. Данька, мразь. Бабу мою увёл. Мне в психушку уже садил. Я боюсь, в таком виде его нельзя показывать президенту. Десять минут вы могли бы подождать в коридоре? Десять. Десять минут. Значит так, доктор. Есть какие-то нормальные препараты, чтобы его привести в человеческий вид? Ну, у нас уже давно нет стимуляторов. Нет, я, конечно, могу вколоть пару кубиков кофеина, но это не поможет. Вот если были препараты амфетаминовой группы, тогда как-то... Это поможет? Это то, что я дома... Ну, знаете, в начале двадцатого века это активно использовалось в качестве стимулятора. Прошу, пожалуйста. Пожалуйста, вот. Приветствую. Это... Иван Самсонов. Приветствую. Иван Самсонов. Во. Во. Это мой политиколог. Это мой психиатр. Давид Маркович. Ну, не мой психиатр, конечно. Слушаю вас. Что вы с ним сделали? Ничего. У него просто очень мощный внутренний ресурс. Ну что? Работаем? Да. Аркадий Борисович? Лидия Алексеевна. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Не пугайтесь, они со мной. Я за денежкой. Прошу вас, проходите. Сюда, пожалуйста. Вот вы, мои дорогие. Ну, здравствуйте. Так, Виталик, сумки достали. Грузим деньги. Как же так, Лидия Алексеевна? Я же вроде вас не уволил, по-человечески к вам отнесся. А вы мне черной злобой отплатили. А я вам еще и в чай плевала. Спасибо, Лидия Алексеевна. С кадрами нужно уметь работать, Паша. Грузите. А если вот такой Анигдут, я изнасиловал уборщицу. Ну, мне приезжает поедется, говорит, как это все было. Ну как, я, говорит, это, пол мыла, говорит, нанулась. Говорит, они сзади пристроились, ну, давай меня начали убивать. Я, говорит, да что ж вы не убежали-то, говорит, ну как, я, говорит, Смотри, говорит, по Намытову. Не надо. Ты не понял, по Намытову, с у себя она помыла, там пол. Я понял, не надо. Политические, вообще, вообще политические, актуально. Смотри, ну, собираются этот Трамп, Меркель, Меркель там и Путин. Ну, он тоже собирается, ну, я ему скажу, Владимир Владимирович, вы тоже собираетесь. И тут приезжает Лукашенко, я струцую. Вообще не надо никаких анекдотов. Вариант. Давайте я просто ему спою, он же любит. Ну, я, я, я просто начну так. Я говорю, сбивая черным сапогом, спрозрачную росу, а вот, хватит просто, там легкие-легкие слова. Погонаряд идет в дозор, Спасибо большое, спасибо, спасибо. Ну что, товарищ, вы же понимаете, да, с ним абсолютно все в порядке, он, может быть, немножко просто перевозбужден, но он вполне управляемый. Вы уверены? Ну, вы что, не в первый же раз, конечно, уверены, конечно же. Машина за вами приедет в шесть. Да, всего доброго, до встречи. Все нормально. Эффект прошел, компенсация. Через полчаса придет в себя. Да, ладно, я все понимаю хорошо, но, но как ты догадался перепрятать деньги за два дня до своего ареста? Чистая случайность. Помнишь, я в феврале Вику на Шопинг-Милан отправил, помнишь? Допустим. Вот. А я с Леолей завис. Я разбила вазу. Что мне сделать, чтобы вы меня простили? Соседи жалуются, что у вас слишком громко играет музыка. Это нарушение общественного порядка, ясно? Предъявите ваши документики. Сейчас предъявлю. Юлия. А резиновая печатка зачем? Это будет плановый осмотр простаты. Ой, а это обязательно. Ну, Аркадий Борисович, ну давай не порчи игру, пожалуйста. Ладно, давай. Аркадий Борисович, все, спасатели в Алибу готовы. Идем тонуть. Вот. Пойдешь. Идем. Мама, Лёва, давай, давай, давай. Мама, Люва, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твою мать! Черт! Твою мать! Эй, сука! Стой, стой! Твою мать! Юля! Дедушки мои! Дедушки мои! Дедушки мои! Дура! Дедушки мои! Как же я вас... Господи! Дедушки мои! До утра все это в мешки грузил. Чуть не сдох. Спину сорвал. Они же мокрые, тяжелые. А все говорят, взятки это легкие деньги. Ну вот, ну кто-то придет сюда. Лидия Алексеевна. У меня семь внуков. Но столько я никогда не гладила. Кто там? Эйзия! Секундочку. Здравствуйте. 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 Так. Распишитесь. Очень вы кстати, а то у меня деньги как раз закончились. Пересчитайте. Спасибо, верю. Как это все нелепо, господи. Как нелепо. Витя Алексеевна, вы что, ни копейки отсюда не взяли? Я деньги не ворую. Так они ворованные. А это не мое дело. Я, Таркадий Борисович, ничего кроме хорошего не видела. Так что ж, я ему откажу. А, вы уволены. Вы что, замерли? Гружите деньги! Ты что, раскомандовался, слышишь? Рот свой закрой. Кстати. Я все понимаю, конечно, нервы. Ну, если я в семь часов не буду в аэропорту, Лиля все зальет ментам. Ты так ничего и не понял. Почему тебя за такого умного сдержат? Ты здесь? Зайди. Развод, Аркашенька. Элементарный развод. Как же ты со своей знаменитой чуйкой-то это не просек? Не тот ты стал, совсем же не тот, да? Лиля. Как так? Ты жадный. Зенег мне мало давал. Я жадный? А он что, щедрый? У нас договор. Миллион сразу. Мне же нужно о будущем думать. Иди. Я все равно ментам могу сообщить, что ты Вику грохнул. А где доказательства? Где? Фотки-то у Лели остались. Ладно, Аркашенька, давай, пора тебе уже возвращаться в свой уютный бомжатник. А где-то? М dent. А где? Помогите. 움ucht. Ну, что ты как будто умер кто? Ну, уехал твой взяточник, ну и что с того? А вам опять скучно, Клавдия Викторовна? Я за тебя переживаю. Можно я сама за себя попереживаю? Ну, я просто хотела сказать, что все у тебя наладится. Ну, вы откуда знаете? А вот помяни моя слава. Кого это несет? Сейчас открою. Боже мой, как давно вас не было! Здравствуйте, Клавдия Викторовна. Я к Мариночке. Здравствуй, Марин. Я вот подумал, ты здесь одна, вдруг тебе плохо станет. Вокруг-то никого и, ну, вот я парсеку принес и ананас. Клавдия Викторовна, а на хрена вы влезаете в чужую жизнь? Вам что здесь, кукольный театр что ли, а? Нет, Мариночка, подожди. Я тебя очень люблю, я не мыслю своей жизни без тебя. Эдуард Валентинович, выход там. Ты представляешь, Марин, ты представляешь, что я обнаружил? Я тут просматривал фотографии и, представляешь, нашел твою дипломную работу. Вот, пожалуйста, татаро-монгольская ига как толчок к укреплению православия на Руси. Очень интересно. Я помню, как пришла Мариночка двадцатилетняя, девчушка такая с пытливыми глазками. И ты сказал, что это полный бред и смеялся на словом толчок. Ну нет, ну я был не прав, я был не прав. Ты знаешь, я сейчас просмотрел очень интересная, крепкая работа. И мы можем, кстати, сделать из нее кандидатскую. Да-да, да, мы можем, я помогу тебе, мы сделаем. Эдуард Валентинович, прошу, уйдите. Ну мне некуда идти, Мариночка. Я же ушел от Аллы Евгеньевны к тебе. Ну ты представь, я ночую в университете, в собственном кабинете, на нашем с тобой диванчике. Мне что, вас выталкивать? Хорошо, хорошо, я уйду, но ты совершаешь ошибку. Ты будешь жалеть об этом всю жизнь, представляешь, всю жизнь. И вообще, подумала бы, Марина, хотя бы об Алексее, об сыне. Возьми хотя бы это, возьми просека и ананас. Клавдия Викторовна, передадите потом Марине. Если ты вдруг передумаешь, я прошу тебя, я жду тебя в ресторане. В ресторане грильяш. Понравился спектакль? Это вместо спасибо. Вот всегда так вот. Сделал добро, ешь говно. Какая же я дура. Я думал, он что-то там переживает. А ему вообще не до меня. А когда ему было до тебя? А зато в твоей жизни есть мужчина, который уже 20 лет только о тебе и думает. Я знаю. Я тебе так благодарна, дай. А может, мороженое поедем? А вон льдинка? Ну не, только не в льдинку. А как скажешь? Хотя какая разница? Давай льдинку. Кузнотищка! Жалко, у Лехи твоего аллергия не попробует. Эх, Марин. Дура ты. Мне бы вот твой возраст, да твое тело. Угу. Вы бы же давно здесь бордель устроили. Ух ты ж. Будулай вернулся. Марин, иди. Судьба тебе сдачу выдала. Аркадий Борисович, небольшая техническая процедура. Браслет работает. Дальше вы знаете. А я знала, что ты вернешься. Зло всегда возвращается. Чего ты молчишь? Ку-ку. Марина. Они. Они. Ну что ты? Ну что ты? Аркадий. Ты чего? Крокодиль, ей слезы. Ладно, Виктор, несите кровавого. Не Витя человеку плохо. Корвалол ему. Может, ему пенсию еще свою принести? Ну, Аркадий. Ну что? Тихо, тихо, тихо. Дядя, Аркадий, не плачь. Иди сровать. Ты чего? Ты перестань. Ну что? А потом можем от Доминиканов смотаться. Там такой белый песок и крабики. Так, беги, 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 беги. Не за... И откуда? А ты чего для своего инстаграма-то не фотографируешь? Я думал, что тебя это раздражает. Да нет, не раздражает. Тогда бери там мороженку. А сейчас. Через пять минут спускаемся. Это, конечно, первый случай, когда человек из психушки едет сразу к президенту. Да все, пучком, не бзду. Ваня, сейчас все очень серьезно. Осталось два дня. Понимаешь? Шансы есть. Сейчас главное не облажаться. Да и будем, будем. Ты лидер. Ты народный кандидат. Тебя все любят. Все говорят, а ты делаешь. Да? Да-да-да, все по плану, да. Ну, минут через пять уже готовы выходить. А, машина здесь уже? Да, хорошо, сейчас. Да, спускаемся. До встречи. Ну, все, мы сейчас выходим. Сорок миллионов миллиончиков моих кровных! Да это хорошо! Что хорошо? У тебя их не было никогда. И не будет. А у меня они были, вот они. Эти деньги краденые всегда вот между нами были. А теперь ты обычный человек. Ну что? Обычный. Я обычный, ты понимаешь? Обычный теперь человек. Возьми себя в руки. Ты мужчина или нет? Давай, давай. Все. Я не мужчина теперь. Я без денег, не понимаешь? Я не мужчина, я ничто. Все, я без бабок, без своих, ты понимаешь? Все, мне второй ребенок не нужен. Не надо, ну подожди. Не уходи. Не бросай меня, пожалуйста. Не бросай меня. Все, все. Буэнер здесь, сеньора. Эдуард Валентинович, я первый раз вижу вас в таком виде. На. Вы же в сопле. В соплю. Да, ну-ка. Мариночка. А где Марина? Она в туалете. О. С Аркашкой. О. Ой, как трогать сильно. Сейчас, за минутку. Эдик, Эдик, ты пьяный, иди домой, а? Вот, воспитывал ее, обучал, так сказать, всему. А она оказалась низкой, подлой особой, да еще с гнилой сущностью. Слышь, ты, кот-ученый, вали отсюда, пока я тебе головой в унитаз не макнул. Послушайте, вы несчастный человек. Да, вы в сущности заблудшая овца. Кто? Нет, вы защищайте ее, защищайте. Женщину нужно защищать. Только она не женщина, она сексот. Да, она информатор. ФСБ. Ой, щеточка. Это моя, я ее возьму. Что ты несешь? Эдик. Что, Эдик? Что, Эдик? У вас в комнате был жучок. И я слышал, как вы совокуплялись. А уж как он туда попал, это вы спросите у своей дамы сердца. Эдик, какое же это все-таки дерьмо. О-о-о, да. Я тебе все объясню. Да, объясни. И объяснительную напиши, Мата Харри. Да, спасибо за писание. О, как мне легко. Что он тебе сейчас рассказывал? Что? Привет. Не помешал? Что за мороженое? Рома Ваззюмов, да? Моя, люди, моя. Она посоветовала. А что ты здесь делаешь? Знаешь, я инстаграм листал. Я тоже, кстати, пользователь. Смотрю, там моя бывшая жена сидит со своим этим новым тобой. В нашем кафе. Ваня, не начинай, пожалуйста. Рот закрой. А знаешь, почему это наше кафе? Это такое наше место. Ну, как в этих тупых комедиях. Я предложение здесь делал. Ну, я вот здесь. Славя, когда она родилась, помнишь? Тоже вот за этим столом сидели. Ну, там всякие торжества, 8 марта. Понимаешь? Это такое место наше, романтическое. Да, Нин? А теперь выходит ваше. Спасибо, Нин. Спасибо. Слушай, а давай тут же это сделаем на память для инстаграма этого. А? Давай. Ты же все у меня украла. Вот так. Даже вспоминания. Давай. Улыбнись, что ты, улыбнись. Улыбнись. Вспоминания были, но сплыли. Да это у тебя они сплыли, сплыли. Потому что ты этого притащила в наш дом. Ваня, Ваня, ты сейчас не прав. Ты, 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 а ты сам все разрушил? Слышь, ты гнида. Это ты влез в нашу семью. Ты все испортил, понял? Да там нечего было портить. Там одни руины остались. А я достал из-под них человека, аж женщину. Слышь, ты говно. Ты кого руинами назвал. Я, в общем, ущербных не трогаю. А то вообще уже все берега перепутал мне. Ты что делаешь? Ты что успокоился, я сказала? Ты так охочешь разговаривать. Я готов. Да неужели? Я и мечтать больше не мог. Если ты его пальцем тронешься, я тебе сама башку снесу, понятно? Скажи спасибо ей, она тебя от реанимации спасает. Отойди, пожалуйста. Ты что, дурак, на рожон-то лезешь? Чем больше шкаф, тем громче падает. Защи, ай! Сука! Из бочечка, да? Нормально. Лови, блядь! Хуже. Ну, ты в порядке? Раз! Куда ты бьешь? У него печень больная. Ты что? Попочки в порядке? Куда ты бьешь? Ужи! Ну, чего вы смотрите? Помогите, пожалуйста! Живёт не могу! А-а-а! 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 Подожди! Так, ну, разошлись! Пойдём! Где сюда? Олег, Олег, пойдём отсюда! А-а-а! 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 Пойдём! Все остались! А-а-а! Пожалуйста, пойдём! Все, тише, успокойся! Пойдём! Пойдём! О! Жучу! Когда у нас с тобой всё это, я тут же убрала! Вот и всё! Я... Я всё понимаю? Прости меня! Извините меня! Нет! Ты не понимаешь, насколько всё это охренительно! Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Мама не отвечает. И дядя Даня тоже. Так. Где они могут быть? Я не знаю. Думаю. Мам! Мам! Чё случилось-то? Папа с дядей Даней подрался. Пап, тебя дядя Даней побил? Ты сподтишь, как козлина. Они же... Драться нельзя. Я же кандидат. Папа с дядей. Папа с дядей, давай! Папа с дядей. Садись! Сам-сам-сам всё! Ну, давай! Ну что, считай, по счастливой звездой родился, Путин опаздывает на три часа. Я пас. Мне хватило на сегодня чудоистов. Щас, все будет нормально. Юль, дай аптечку. Щас. Мам, ты не надо никакую аптечку, её уже обкололи сегодня. Мама! Вот какой эксцентричный поступок совершил народный кандидат Иван Самсонов ради должности начальника стройки. Ну что же, все говорят, а Самсонов делает. А теперь к другим новостям. Да. Путин отменил встречу. Ну, теперь точно всё. Можешь ей перезвонить? Ну, нам показалось интересным, что в день своего ареста Аникеев встречался с Самсоновым. Через наш контакт в местной полиции мы получили копии всех записей и бумаг, изъятых из мэрии, включая видео из кабинета самого Аникеева. Там была установлена скрытая камера, о которой, кстати, Осипенко не знал. Ну, а потом через этот же контакт слили запись пиарщика Осипенко. Всё. Ясно. А где у нас майор Лавров? Майор Лавров пишет рапорт. Так вот передай ему, что пускай он больше в бутылку не лезет. Никакого рапорта я у него не приму. Как они черти туда его засунули, а? Короче, продолжаем операцию, ясно? Есть. Всё, отключился. Бандерлог. Поздравляю. Так. Мы теперь снова коллеги. Какие же у вас сырники, Лев Егорыч? Просто Лев, малышка. Лёва. Поздравляю. Поздравляю. Гэм. Поздравляю. Субтитры сделал DimaTorzok В Швейцарии счет, но надо, надо, надо еще. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Жена топ-модель и любовница тоже, Но только она чуть-чуть помоложе. Белая яхта по морю плывет, Счастье все ближе, счастье вот-вот. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? На кухне картины Дали Ивангога Построена церковь, мечеть, синагога. И для страховки буддистский храм Не выгорит здесь, выгорит там. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег аспектом, чтобы стать счастливыми? А многие в �客 случае поглядали? Кто-тоzent шумеров в кровочечении Сколько денег можно, чтобы стать счастливым? Я за feed все шумеров неdamщиеся. Сколько денег меня заставят у Fort значит? Так что же вы кротите, как мухи сонные? А ну-ка, ребятушки, раз! И же с ними. С ними. Ах ты, плюс! За что, отец Григорий? А за то, Константин, что пишешь, ты медленно. И грязнишь. Возюкаешь ты, ират. А вы того хуже сделали, вон, куды, хвост пошел, а? Подчищай, пока я твой хвост не оторвал. Прости, господи. Времени мало. Через пять лет рукопись обратно в Киев поедет. Лавров. Что застыл, горох козей? Да боязно мне, отец Григорий. Тревога какая-то у меня на душе. Тебе боязно, потому что ты дреста. Прости меня, господи. Да никакая не дреста. Дреста и есть. Давай живее, можешь же. Да не могу, длань уж не имеет. Да потому что не надо ночью этой дланью непотребства разные сотворять. Какие непотребства? Отчего вы мне вечно хуличи? Потому что бесы твоей рукой водят. А ты потом ей же святые тексты переписываешь. Молись и кайся. Кайся и молись. Ижиночна. Да что ж ты такое, а? И раз! Да сколько можно? Что вы разгалделись-то? Мы тоже работаем. Не сюрчай. Покили уже почти. И раз! Хорош, вбивай кол. Ах ты, за святым делом чавкаешь. Больно зелон. Сгинь, выпердок коровий. Сам буду писать. Татары, закрывай! Татар! 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 Бежим, 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 бежим! Куда? А книга? Книга, бестолочь, хватай! На крышу давай! Булл, этел, джокал! Не уйдем мы, иди, прячь книгу! А как же Вася с Григорией? Беги, говорю, грязь, сынай! А мы тут вспомним бывое! Вот так, ребята, был утрачен подлинник повести временных лет. Эта стена, это настоящий памятник, это то, что осталось от сожженного татарами монастыря. И я всегда привожу своих студентов, первокурсников, для того, чтобы они, так сказать, прониклись связью со временем, чтобы они ощутили дух истории. Хабибуллин, вот скажи, ты проникся? Проникся. Это же мы сожгли. Знаешь, нашел, чем гордиться. Хорошо, что сожгли не все, а то, что осталось, это же бесценно. Вы что здесь делаете? На пианино играю, не видно, что ли? Ну, я серьезно. Стену сносить будем. В смысле? Ну, в прямом. Торговый центр тут буду строить. Как строить? Да это же, это же и историческое достояние. Ого, 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 ого. Да вы не сдадите. Э, 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 отдайте, пожалуйста, ко мне какие вопросы. Вон все вопросы в мэрию. А и пойду, знаете что? От иди, давайте, не трогайте меня. Беспредел. Сволочи продажные. Мэр-вандал, 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 мэр-вандал. Мэр-вандал. Мэр-вандал, 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 мэр-вандал. И вот уже есть миллионов шесть вилла в Монако, в Швейцарии счет. Но надо, надо, надо еще сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе, сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе. Предвыборная эпопея в Синеозерске продолжается. Опубликованные сегодня кадры с камер наблюдения в кабинете мэра в очередной раз изменили расклад сил, а заодно и повеселили пользователи интернета. А сейчас к новостям спорта. Олимпийский чемпион... Я забыл совсем, что у меня там камера. Я ее год назад поставил, чтобы узнать, кто мне кокаин ворует. Ты прям молодец. Надо что-то делать. Может, акцию какую? Какую нафиг акцию? Нам сейчас нужен этот прибор, как в людях в черном. Чтобы никто ничего не вспомнил никогда. А ты куда собралась-то? В Москву. Больше здесь ловить нечего. Уиди. Как же я? А ты работающая. Выпей. Расслабься. Ну, никто же не умер. Да все нормально, Нин. Детей в другую школу переведешь. Где их не знают. Фамилию смените. Пусть твою возьмут. Ты чего, Самсонов? А, Дэнка, парень хороший. Да я тебе буду деньги присылать. Откуда? Куда поеду? Ну, ты чего несешь-то, Вань? Все, Нин. Все. КАНЕЦ ВОВОРА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Михалыч, да, на месте. Чё самолёт? А, да хорошо, не вопрос. Да чё три часа подожду, конечно. Слушай, я столько времени не знал, что я три часа не подожду. Всё, добро. Добро принял. Есть? Самсон. Рожук. Нет, мамка твоя. Рожук. Рожук, в жопе пирожок. Здорово, брата. Чё ты как, какими судьбами? Так я чё, контракт закончился, всё, теперь он на гражданке. Чё как родный наш, капитан Тарачков. Какой капитан? Подполковник Тарачков. Хрена себе. Рад тебя видеть. Ну а чё, свободен сейчас? Может, посидим где? Пору ческих-то есть у меня. Ну, только по чуть-чуть, по полтишке. Как скажешь. Да? А чё, здесь есть, посидите. Ну вот, если только казино. Там ты чё, охренелся? О, пойдём, там наливают бесплатно, если поставить чуть-чуть. А? Ну тогда я угощаю. Пошли. Двенадцать красок. Опа! Ну ты монстр, Самсон. Понял. Новичкам везёт. Ваш выигрыш, пожалуйста. А можно коньячку ещё попросить, да? Пожалуйста, ставки. Слушай, да ладно, ты чё, хорош, подвязывай. Нормально, бабла подняли. Забирай это, пойдём отсюда. Давай, давай, давай. Братишка, мне нужно восемьдесят штук. Восемьдесят. Чего? Чтоб фирму строительную купить. Я потом и тебя подтяну, если захочешь. В шоколаде будем. Шестнадцать красное. Охренеть. Ты понял? Пожалуйста, выигрыш. А мне ещё, придесите, пожалуйста. Пожалуйста, выигрыш. Два чёрные. Сука, хотел на двойку поставить. Всё, я в ноль. Чейндж сделай, а? Так, Самсон, ты тоже в ноль, всё, пойдём. Ну, зато побухали бесплатно. Вставай. Подожди, подожди, подожди. Поменяй. Самсон, ты чё? Ты чё, Самсон? Э-э-э, обдерни обратно. Твою мать. Нормально всё, на ряду. Я ж тебе говорил, пошли. Чё ты говорил? Вытаскивать меня нахтутый за шибр. Оттуда было. Тёща на квартире, я три года работаю. Я чё не понимаю, чё Нинке говорить. Ну, скажи, как есть, ты ж как лучше хотел. Ладно, Рожок, давай, чё это? Идите уж, на хату пора. Ну, ты точно в порядке? Может, тебе тачку взять? Да в порядке, в порядке. Всё, давай. Там такое вообще, миг. Короче, он, знаешь, бочку проливает, раз, буш, тут падает, короче, всё, с концами. Отдыхает. Ребята, я смотрю, вы боксёра, да? А можно вопрос? Ну? А боксёры, это те, кто боком срут? Ты чё такой вообще говоришь, мужик? А ты чё, выше долбишься, что ли? Большие города. Пустые поезда Ни берега, ни сна Всё начинать сначала Холодная война И время, как вода Он не сошёл с ума Ты ничего не знала В общем, вот так Никто меня, короче, не грабил А чё ты мне сразу ничего не сказал? Боялся, что ты уйдёшь Хотя надо было сказать Ушла бы, может, жила бы нормально И дети Да никуда б я от тебя не ушла Ушла бы, может, хватит, а? Я сказала, ещё Можё бы, может, она не уйдёт И она не уходила Вау! 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 Спасибо. Спасибо. Ну, так счастливы мы его идем! Чего ты нервная такая? Стукачиха? Дурак. Я за тебя волнуюсь. А ты не волнуйся. Мы все продумали. Вдруг что случится? Куда уж хуже. В тюрьму тебя посадят. А ты радуйся. Вспомни, как ты меня ненавидела. Как я стену твоего монастыря хотел снести. И вообще, какой я подонок. Все. Иди и перестань нести пельверту. Приставай. О! Здравствуйте! Как жена? Как дети, как дома? Так двину, собирайте. Я вас понял. Замы, товарищи. Замы, товарищи. Здравствуйте, Марина Замевна. Здравствуйте. 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 Что-то случилось? Монастырь сносят. У меня сосед на стройке работает. Сказал, после двенадцати начнут. Давайте еще раз все проговорим. Угу. Значит, в три часа у нас встреча с кладчиками. Вы со всеми знакомитесь, и мы закрываем вопрос. Далее пресс-конференция. Подписываем все документы и делаем официальные заявления. После этого едем на закладку кластера. Там уже к этому времени будет все готово. Фасад монастыря мы уберем. Ну и заключительная часть, как говорится, культурная программа. Шашлычок под коньячок. Вкусно очень. Павел Юрьевич. Да. Место. Место хорошее, надежное, заброшенный склад. Я позже вам герлокацию скину. Счетчики банкнота понадобятся? Чего? Ну, машинки, счета, деньги перечитывать будете? Зачем? Ну, как зачем? Денежка же счет любит. Павел Юрьевич, мы вам полностью доверяем? Или мы, может, это напрасно делаем? Денис, конечно, ни в коем случае. Просто, как говорится, доверяй нам, проверяй. Сейчас я герлокацию вам скину. Ум... 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 Субтитры подогнал «Симон» Аж шампанское путите. Субтитры подогнал «Симон» А говорила, что завязала. Я же сказал, что я тебя найду. Ты что такая дерзкая? Я не понял. В Москву переехала, крутая стала, да? Со своими уже не хочешь? Нет, не хочу. Придется! Подождите, лучше я до города доеду с тобой. Я тебе сказал! Ща, а ну-ка пошла, сучка, я тебе сказал. Ща ж ты для меня станцуешь. Ща ж ты так для меня станцуешь. Ща ж ты у меня получишь. Не танцуй-то она, что тебе надо? Ща ж ты у меня получишь. Ща ж ты у меня получишь. Играет музыка. А это вот Сомя, что такое? Тоже я, да? Шампанское буду. Отлично. И что теперь делать будем? Разложить жизни здесь все равно не будет. Надо валить отсюда еще. Куда? Куда угодно, что? Вообще на Дальнем Востоке гектарную халяву дают. Ферму заведем. А поехали. Поехали. Ну поехали, что-то. Ниночка, а где твоя мясорубка? Я что-то не могу найти на кухне. В шкафу, как обычно. Ага. И еще, Клавдия Викторовна, мы сошлись. У нас был секс, оргазм, и мы уезжаем из этого города. Все? Ой, да кому это интересно? Тоже мне звезды Голливуда. Мясорубку дарим! В общем, никакого кластера нет, Виктор Степанович. Все это фейк, галимый. И сегодня всех примут. И Осипенко, и всех остальных. Всем лежать работает ФСБ. И все вот в таком духе. А ты откуда, ты знаешь? А я сплю с их информатором. Это женщина. Вы проверьте. Я вам скажу, где стоит их машина наблюдения, где их штаб. Все скажу. Спасибо, Аркаш. Я ценю. Я таких вещей не забываю. Если вы Осипенко звоните, это глупо. Его так и так возьмут. А потом у вас попросят. Слыхали такую формулировку? В связи с утратой доверия. Секундочку. А я-то тут при чем? Я в их махинациях не замешан. Денег не платил, ни с кем не встречался. Я что, вчера родился? Это вы большой молодец. А вот то, что у вас под носом вот такая вот банда орудовала, а выйти по непределах, это как? А потом вы сами знаете, какими словами вас в Москве называют. Так что, Виктор Степанович, зашаталась креслица? Ну ладно, не нагнетай. Я не нагнетаю. Что предлагаешь? Не зря пришел-то? Да. Есть один планчик. Только я хочу свободу и опять мэром. Нин, а шкатулочка эта вот здесь остается? Да берите. Какие же вы хорошие люди. Как жить-то теперь без таких соседей? Я вот всегда вас больше всех любила. Вы можете мародерствовать без звука? Мешаете. Правильно, Ниночка. Со мной построже надо. Со старой. А вот кофточка вот эта тебе нужна? Нужна. Да она ж тебе совсем не идет. Тем более, там на Дальнем Востоке китайцы все за копейки продают. А вам-то она зачем? С таким декольтетом. Вы кому свои розбифы собрались показывать? Самсонову вы на акцию идете? Да у нас поезд скоро. А Самсонову лучше в люди вообще не выходить. Марин, я бы пошла. Но, видишь, людям вот надо собраться помочь. Понятно. Кто это? Сильверстов. На горводоканал. Приветствую. Панов. Пенсионный фонд. Давай, я сам. Давай, помогай. Здесь шесть. Это, а потом я сумочку могу забрать? Я просто спросил. Ну, вроде все в сборе. Ну, здесь, собственно, вся сумма. Я свою часть сделки выполнил. Так что теперь это ваше. С вами очень приятно иметь дело. Благодарю вас. Можно грузить? Грузите. У нас еще там пресс-конференция. Да-да, я помню. Ну, что приуныли-то? А? Только начало. Работает! Все вы тоже на своих местах! О, пошло. Работает ФСБ. Всем лежать. Всем лежать, я сказал. Работает ФСБ. ФСБ. Давай, подъем. Давай загорать. Подъем, подъем. За машину! Руки на машину! Это кто? Кто это? Не знаю, товарищ генерал-малер. Всем на полу работает СОБР! Работает ФСБ, не стреляй! А мне попарабан, оружие на землю, руки в горы! Это операция ФСБ, дебилы! Идите нахрен! Внимание! Говорит майор ФСБ Лавров! Кто у вас там старше? Ну что, майор ФСБ Лавров, сложная ситуация, да? Потому что не надо работать в моей области без моего ведома! Мы здесь в провинции тоже не мизинцем зачаты! Да, Виктор Степанович? Да. Так, это кто сейчас делает? А надо, покажись! Кто руководит операцией? Разговоры есть! Внимание, группа! Без команды не стрелять! А вот, товарищ генерал, у нас тут непредвиденная ситуация. Стой! Сема! Стоять! Осипрянка, стоять! Павел Юрьевич! Ты где? Чего ты прячешься? Лишь шмальну, рука не дрогнет! Так, компьютер на игре. Сменил оружие. Ах ты скотина, а! Стоять, падла! Вы знаете, это важнейшая историческая реликвия. Исносить ее, это немыслимо. Мы этого не допустим! Мы этого не допустим! Не допустим! Ну, мы видим, ситуация накаляется. Вот прямо сейчас подъехала полиция. Мы наблюдаем за развитием событий. Не бойтесь, они не имеют права нас тронуть. О, смотри, Маринка! Ну, где погромче? Бандаллы! 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 Выдаем им это право, что вы! Расскажите! Где силами раздаете? Вы вынуждены умерли министом силовые меры! Да, Лешка, допрыгалась твоя мамка. Сейчас ей башку-то проломят. Типу, ну, вам на язык, Кларди, Виктор, ну, что такое говорить при ребенке-то? Мам побьет? Нет, нет. Да никто ее не побьет, Лешка, ты что? Это ж полиция. Так вот, а она-то и побьет. Вот жизнь начнется, а? Вы уедете, Маринку посадят, Лешку в детдом возьмут. Я не хочу в детдом! Кларди Викторовна, не плачь. Так, Лешка, ну-ка, не дрейвь. Все будет пучком. Сейчас я привезу твою мамку. Понял, Нилка, я сгоняю. Все, Клавдия Викторовна, она немножечко простоит. Чего? Ты что, Нилка? Я тебе одного не отпущу. Поехали. Хорош, Нилка. Поехали. Поехали, поехали. Ну, господа, давайте решать, как быть. Ситуация сложная. Так что давайте так. Это была ваша совместная операция с областной полицией под четким контролем Виктора Степановича. Да. А если нет? Господа, послушайте. Смотрите, сколько у всех оружия. Вы что, хотите устроить? Мексиканскую дуэль? Да. Товарищ генерал, мы полгода всем этим занимались. Теперь всю хряку этому отдадим с его шоколенком? Капитан, ты вообще помолчи. У тебя преступник сбежал. С твоим табельным оружием. Под трибунал хочешь? Вот правда. Еще и обзывается шоколенок. Сан ты. Ну что, я звоню? Я звоню журналистам. Ладно, я погнал. Все через жопу. Уважаемые граждане! Ваше время заканчивается! Расходитесь! Ребята, давайте расходитесь. Они не шутят. Я не уйду! Я тоже. Это же мы сожгли. Да вас из университета выгонят. Нет, Марина Сергеевна, мы с вами до конца. Да, ребята? Да! Иван Самсонов, кандидат, Мария. Повторяю, расходитесь! Как вы прокомментируете? Что, где нас кандидат? Да, все. Вы скажите, пожалуйста. Не понял? Мария, давай завязывай, поехали отсюда. Слушайте, Самсон, вы уезжали, вот уезжайте. Это уже не ваш город. Слушай, ну что за обидки-то? Мы ведь тебя спасать вообще-то приехали. Слушай, а если ты загремай там 15 суток, мы уезжаем. Лёг, с кем останется? С Аркашей. Ну, он же взятый, что ли? Сюда еще не было. Работаем по команде. Держать строй. Вперед! Начинается! Уходите, уходите. Вань! Санктёнок! Стоять! Братцы, ну, ну правда, ну что вы в самом деле? Ну, это же студенты. Ты смотри, кто к нам пришел, а? Это ты, что ли, мужиков в жопу целуешь? Ребят, ну, ну правда, ну они же здесь не вечно стоять будут. Ну они вот сейчас замерзнут, уйдут и сносите сколько хотите, ну. А ты меня в жопу поцелуй! Может, мы тогда передумаем? Вань, идем отсюда. А? Вань, пойдем отсюда. Вань, пойдем отсюда. Давай, давай, вали! А то ненароком бошку-то проломим! Нечем тебе будет в жопу человать! Вы ее предупредили. Если ее на своего ребенка плевать, то нам на своих детей не плевать. Вань, идем! Вань, идем! Вань, идем! Вань! 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 Вань, идем отсюда! Вань, не сказал! Не тронут они вашу стену! Без тебя! Уходим! Уходим, уходим, уходим! Уходим! Куда, куда, мои хорошие, а? Да? Ну что, страшно стало, да? Страх черепашки! А что вы хотели? 22 тонны, а? Когда успела нажраться? У него появился шанс. А с определением полиции? По совету. Назад! Назад! Ну что, теперь не смешно, а? Ну, да! Опа! Узнаю у твоего отца. Шансов снова нет. Порча исторического наследия. Это тюрьма. Не чокайте. Ну что, ты его еживался? Герой! Ивановкин, приём, ты на связи? Пустите, пожалуйста, его. Ивановкин, у нас тут такое. Все верхушку повязали. Срочно все бросаем, отделение. Принял. Да отпустите вы его, что ли? Отпустите его. Отгой всем по машинам. Скажем! Скажем! Марина Сергеевна! Марина Сергеевна! Отказали! Отказали! Марина Сергеевна, идём сюда! Вон, насос ни хрена не прокачан. Всё, где шапка? Да здесь у меня шапка, всё нормально. Отпустите, Ира! Говори, собака, где швёрток? Какой швёрток? С которым ты по крыше бежал? Швёртка я не видал. Померечилось вам. Вам померечилось. Ух, швёрток! Ух, швёрток! Ух, швёрток! Ух, швёрток! Ух, швёрток! Швёрток! Христоф не расскажет. Ух, швёрток! Хрёрток! Ух, швёрток! Ух, швёрток! Пишу, швёрток! Ага. Не покрестю. Давай. Расскажу, расскажу. Стойкий смельчак. Ну, показывай, где. Авда. Все-таки ты 200, Константин. Да пошел ты, отец Григорий. Не слушай его, живот спасешь. Ну, говори, где? Вон там, в лавке. Григорий. Ловите в лавке. Григорий. 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 В данный момент удивительную находку изучает доктор исторических наук Синеозерского государственного университета Михаил Львович Хлебородов. Потрясающе! Потрясающе! Без сомнения, это повесть временных лет и, судя по всему, самый древний из известных нам списков. Ой, Мариночка, боюсь предположить, ведь друг этот даже подлинник, а? Мариночка, подлинник! Боже мой, боже мой, кто же это обнаружил, а, Мариночка? А он Хабибуллин? Хабибуллин. Мы сожгли, мы нашли. Но больше не сжигайте ничего, я прошу вас. Умоляю. Вор должен сидеть в тюрьме, и сегодня мы это доказали. Я давно собирался разобраться с коррупцией в Синеозерске, и вот при помощи областного МВД и столичного ФСБ нам удалось это осуществить. Конечно же, я держал всю ситуацию под своим контролем, и особо приятно поделиться с вами. Мне только что сообщили, что в Синеозерске обнаружен оригинал повести временных лет. Я считаю, что это совпадение не случайное. Вот и знайте, дети, кто в доме папа. Они в бронике неплохо смотреть, да? Во. А все благодаря кому, Виктор Степанович? А вы у меня под домашний арест. Неправильно это, нехорошо. Ты смотри, что творится, у меня такого никогда не было. Никогда не было. В Инстаграме 17 тысяч новых подписчиков. А мне, между прочим, баню сломали, его чуть не отрезали. Ой, ну ладно, ну прости, ну что ты, ну запутали старика. Не умеет его, Виктор Степанович, до сих пор друзей от врагов отличать. Меня Кадыров лайкнул. Да ладно. Ты у меня монстр, Аркеша. Виктор Степанович, когда мне браслет уже снимать? Да все, ты не заморачивайся на этот счет. Считай, что у тебя его нет. Все, ты в шоколаде. У тебя проблем больше нет. Я такие услуги не забываю. Давай, давай, вон на икорку. Наваливайся. Так, полпред. Да? Сковорода. Ты что там дакаешь, дятел? Что? Ничего. Ты почему меня в курс не ввел? Про операцию про свое. Так, я это, действовать надо было быстро, вот и... Действовать надо было быстро. Ты чем думал? Жопой своей. Ладно, молодец. Че тут скажешь? Спасибо. Всех пересажал? Я думал, ты травоядная. Ты вон какой хищник. Выискался. Ну, как же, ну, мы стараемся. Короче, мне сейчас был звонок из Белого дома. Тебя рассматривают. Что? Ты что там штокаешь? Ты оглох, что ли, совсем? Дятел? На пост министра тебя рассматривают. Какого министра? Рыбного хозяйства. Разумеется, ты там не один в списке. И какие у меня шансы? Зависит от тебя. Успеешь быстро обозначиться? Может, впрыгнешь? Нет, я обозначусь, конечно, но в каком объеме? Вы там сколько сегодня с этих ваших коррупционеров взяли? 150. Вот, нормальный объем. Правильный. Да, но у меня-то такого нет. Виктор Степанович, ну, на нет и портфеля нет. Все, давай. Подождите, Петр Олегович, я вас понял. Я сейчас же начинаю реагировать. Действуй. Я буду министром. Каким? Рыбного хозяйства. Да, ну. Ну, да. Вот это да. Так вот, даже я не ожидал. Это, это, это же, это же какое, это я поздравляю, это же золотое дно. Да. Так, так. Дорогий Степанович. Дом перенем. Настя! Дорогий Степанович. Хотя нет, отбой. Сначала надо дела доделать, потом. Все, поехали. Куда? Обозначаться. Как вы думаете, эта удивительная находка поможет привлечь туристов в наш город? Безусловно. Безусловно, конечно. И, возможно, мы даже пойдем в золотое кольцо России. Ну, что, пойдем? Пусть скоро. Супoca. Чтоб кто-то... ... Для последнего, я так сказала, столетия. И здесь, ну, в сверках от Москвы, в топливе, в шерках от Москвы. Я думаю, сегодня, когда я войдет в Господь, я в этом не вижу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Офигеть! Это все за министра? А ты что хотел? Там все по-взрослому. А не до хрена? Может, как-то поторговаться? Аркаш, там не торгуются. А что это? Это я за полгода отобью. Не ссы, губернатор! Что? Что слышал? Я тут подумал. Губернатором тебе сделают. А что? Молодой, перспективный. Думаешь, я кому-нибудь другому область отдам? Сейчас. Грузите, ребят. Виктор Степанович. Спасибо. Все, расслабься. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Слушай, я чё-то подустал. Может, поехали на озеро? А? Посидим, рыбку половим. Так холодно ж. Так чего холодно? Мы как рыбачить-то будем? Ну, поехали. А заодно и обсудим назначение твоё. Без лишних ушей. Точно. До озера. Чё ты там мычишь? Не мычи. Ты молодая, у тебя ещё всё впереди. Это у дяди Паши проблемы. Да надо. Живи, изверх, что ли. Это место благодарности, да? Ну, давай, Аркаша. За тебя. За вас, Виктор Степанович. Ваше назначение. Очень хорошая водка. Чё-то рыба-то. И не клюёт совсем. Так это ж теперь ваше министерство. Настучите им по голове, и пусть сюда тонны три накидают. Губернатору выговор сделаете. Слышь, Аркаш, тут такое дело, я бы даже не знаю, с чего начать-то. Не могу я тебя губернатором сделать. И мэром тоже не могу. Шутка такая, что ли? Ну, мне-то не до шуток. Ты же у нас взяточник. А я теперь борец со взятками. И отпустить тебя, Аркаша, тоже не могу. Видел ты много сегодня. Ну, чё, там готово? Готово, Виктор Степанович. Виктор Степанович, ну, ты что, серьёзно? Стойте, стойте. Виктор Степанович, не надо вы что творите. Я вас на такую высоту поднял. А ты думаешь, мне сейчас легко, Аркаша? Не надо. Я вот добрый человек, я даже животных люблю. А ты мне вообще глубоко симпатичен. И помог ведь действительно, Аркаша. Ну, правда, ну, поверь, ну, сердце кровью обливается. Я теперь из-за тебя ночью спать не буду. Знаю, как это происходит. Ну, ничего, я храм построю. Я клянусь, я не скажу никому. Я никому не скажу. Давайте, ребята, всё, давай. Не надо, не надо. Не больше всего. Не надо, не надо. Не надо. Тупчик снимайте с него и валенки. Я клянусь вам. Ну, не трави душу, Аркаш, ну, перестань. Ну, и так тошно. Ну, что ты? Не надо, не надо. Давай, пока. Ты, сука. Я тебя сниться, Баракаш, отойду. Не надо мне. А-а-а. Не надо, не надо. Тупчик. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аркадий, ну как же так? А вот так он! Надо ходовочка! Понял? На, смотри! Смотри! Говно! Понял? Ты не понимаешь, насколько все это охренительно! Ну хорошо! Допустим, у губернатора куча бабла! Как он нам его отдаст? У нас на него ничего нет! А вот тут, ребята, вам понадобится Аркадий Борисович! Короче, этот хряк мечтает стать министром! Надо предложить ему пост за взятку! Так все просто! Конечно, нет! Разрешите! Так просто он не поверит! Он же сбитый летчик! У него рейтинг на нуле! И что вы предлагаете? Надо приподнять его! И скупать, так сказать, в лучах славы! Каким образом? Я все устроил! Только для начала давайте договоримся! Мне нужно 3% от бабла губернатора и восстановление в должности! Могу предложить условный срок и премию в 15 тысяч рублей! Свою, между прочим, отдам! На мое не рассчитывай! Нет, ребят! Так дело не пойдет! Идите-ка вы лесом! Он согласен! Марина, это мужской разговор! Я сказала, Аркадий Борисович согласен! Да, Аркадий Борисович? Это исключено! Это исключено! А мне еще премия за твое бабло полагается! 25%! Правда? Правда? Да тебе! Уводить! Уводить! ИСПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Да. А где мама? Интервью даю твоя мама. Да плевать ей на тебя, Лешенька. И всегда было. Не плевать. Ну ты не злись на нее. Она же человек науки. Так, все. Четыре минуты показывать. Не, на хорошем возиться. Давайте, присели на дорожку. Леш, иди к чете Нине. Давай. Да, деткам вы жизнь, конечно, перечеркнули, как они там будут в этой Сибири. Славик, сколится, это как пить дать. А Юлька-то там на панель пойдет. Клавдия Викторовна, вы можете помолчать? А то себе подарки отберу. Ниночка, она на... Так, все, закрыли рты. Машинку дай сюда. Нина, что там эти? Билеты, паспорта, деньги. Да. Все, выходим, выходим. Машина пришла. Погоним. Да. Пока, лё. Так, Славка, булками шевели. Так. Еще взять. Ваня, ну ты скоро? Погоним. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот он! Вот он, Самсонов! Дорогой Иван Васильевич! Давай, давай, машину. От имени всего исторического сообщества позвольте сказать вам огромное спасибо, что встали на защиту достояния России и пожелать вам победы на завтрашних выборах. Мы вас любим. Ага, ты никогда не вставал. Марин, дойдет. Иван, скажите, пожалуйста, вы осознавали, что рискуете жизнью? Чего? Сознательно шли на этот шаг? Прокомментируйте арест Верховского города. Вы же понимаете, что на данный момент вы единственный реальный кандидат на пост мэра города. Все, понимаю, да, ребят, все, мы уезжаем. Этого нельзя допустить! Нельзя допустить! Додержите! Додержите! Давайте поддержим нашего кандидата! Самсон, Самсон, Самсон! Самсон, Самсон! Что за беспределок, а? Марин, что творит? Да куда ты лезешь? Куда ты лезешь под колеса? Мозгов нет, что ли? Мы такшим его чемоданы, чемоданы! Марин, койди! Кобегулев! Кобегулев, второй этаж! Такой Кобегулев, и что? Так только закрыли, Дмит. Мы что, остаемся? Вы что, обалдели, что ли? Положи чемодан на место! Положил чемодан, я говорю! Ир! Давай, выходи! Дома остаешься! Давай машину! Иван Васильевич, оставайтесь! Вы так много сделали для нашего города! Папа, мы поедем или нет? Зачем выезжать? Оставайтесь! Давай! Самсон! 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 Что за праздник такой? Клавдия Викторовна скончалась? Секунду, секунду, женщина! Что вы так сразу бросаетесь обниматься? Я должен все обдумать! Я, между прочим, теперь свободный человек! Шансы опять появились! Я не понимаю, зачем я нужна была! Я не понимаю! Что мы, мы с тобой, а, встретились? Встречалка ты моя! Ты даже не анебина! Ну что, операция «Золотой Ярд» плавно перетекла в операцию «Два золотых ярда»! Вот денег вроде больше, а звучит, кстати, хуже! Ну ладно, ничего! Поздравляю! Все молодцы! Михаил Михайлович, спасибо за содействие! Ну все, мы в аэропорт и домой! Вы меня, конечно, извините, я был резок иногда! Ну просто, не люблю я вас, москвичей! Ничего страшного, это зависть. Михаил Михайлович, тут такое дело. Мы хотим лейтенанта Соколова к нам в управление забрать. С начальством все обсудили. В смысле? А, это, я за. Ну, не знаю. Ну, дядь Миш. Что, дядь Миш? Мне твоя мать волосы на голове все повырывает. Извините, товарищ генерал. Ну, я понимаю. Офицер должен расти. Я не извини. Да ладно, дядь Миш, ничего страшного. Давай, лейтенант, ждем-с. Вот, на память. Спасибо. Гарбировочку от меня сам поставишь. Ну что, вроде все закончили? Да. Стоп. Стоп. А вагон с сабариными шубами нашли? Да шучу я, шучу. Все, я помню. Просто реально тяжелый период был. Самсонов, Самсонов, Самсонов. Ну что ж, многострадальные выборы в Синеозерске подошли к концу. Да и слава богу, явка побила все отрицательные рекорды по России. В голосовании приняли участие не более 6% жителей города. И сегодня в нашей студии представитель проигравшего кандидата Ивана Самсонова. Да-да, я считаю его проигравшим, несмотря на то, что он занял первое место. Потому что нельзя считать победителем человека, набравшего такое ничтожное количество голосов. Тем не менее, кандидат от ЛПР набрал в три раза меньше. Так что мы первые. Самсонов, мэр. Сейчас, пользуясь случаем, я хочу передать привет нашему бывшему сопернику Павлу Юрьевичу Осипенко. Думаю, он нас сейчас смотрит. Куда смотреть? А, прошу. Дорогой Паша, я сказал, что закопаю тебя и сдержал свое обещание. Будь счастлив, Пашенька. Надеюсь, тебя застрелят при задержании. А, ну, Аркадий Борисович, все-таки у нас здесь не место для сведения счетов. А зря. Рейтинги бы поднялись. Берите пример с центральных каналов. Ну, иначе надо к нему заезжать. Ну, мы 15 лет вместе прожили. Как-то неудобно по телефону разводе просить. А, может, у тебя к нему что-то есть? Мил, ты о чем? Не, ну, скажешь, не поедем. Поехали. Зай, а как седенька лучше сделать? А там справа. Давайте выпьем за нового мэра. Давай сюда, босс. А, давай, все. Ну, хватит, хватит. Ну, друзья, надеюсь, что я оправдаю ваши надежды, дорогие мои избиратели. Попробуй только не оправдай. Алло, Верды. Знаете, я вообще не сентиментален. Ну, абсолютно. Барыш, ну, дверь сходит, да? Вот. Ну, сегодня можно. За все это время я очень сильно вас полюбил. Всех. Да. И хоть со стороны вы напоминаете сборище юродивых. Почему-то именно с вами я чувствую себя счастливым. Даже без денег. Я это вслух сказал. Будьте здоровы. Трогательно. Очень. Счастливый, говоришь, да? Лови. Оружие на пол, работа из ФСБ! Упс. Маслята закончились. Руки в гору, говно! Ты кто такой вообще? Паша, ты зачем всех убиваешь? У тебя совесть есть вообще? Вика. Ты же умерла. Кошка, Кошка, господи. Ну, что сказать. Человек он был сложный. Безусловно, у него были таланты. Мог бы быть хорошим городоначальником. Ну, если бы не жадность, наверное, взятки я не брал. Друзей не предавал. Не завидовал чужому богатству. В каждом человеке есть и плохое, и хорошее. У земля ему будет. Да говно он был! Полное! А на человек. Чего ты разусоливаешь? Еще и стрелять нормально вдобавок не умел. Четыре выстрела и ни одного органа не задел. Еще и ссыклок к тому же. Бабу увидел мертвый инфаркт. Аркаш, тихо! Ну, а что у него все равно? Кроме нас нет никого. Ладно, Паш, покойся с миром. Ах! Велком ту хелл. Ну все, товарищи, поехали бухать уже. Где мои деньги? Где мои деньги? Говори! в аэропорт? Да. Давай. Зак? Это в салон. Хорошо. Ну с Бога. Ну что? Встреча с министром культуры прошла отлично. Все пучком. Оказался вот такой мужик. В общем, на восстановление Синеозерского монастыря выделил нам 350 миллионов рублей. Почему 350? Потому что посмейте 350 миллионов. Посмейте! Миллиард надо было просить, лошпед. Аркаш, ну тебе не стыдно, но ты внештатный советник мэра. Я тебе и советую. Короче, в общем, и Синеозерская, они хотят сделать вообще исторический центр. Может, даже войдем в Золотое кольцо. Ну, со временем. Вот, поэтому я хочу послушать, может, у вас есть какие-то по этому поводу предложения зам по культуре. А у меня все готово. Предварительный проект уже составлен. отлично, Марина Сергеевна. Юродел. Даня, ну что мне, ну сразу садишься, ну сам, ну чего, как деть-то, ну? По... 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 Да, документы готовы? Все успеваем? Все понятно. Пресс-служба. А что? Ну, что? Тут как бы все понятно. Это же не то, что тебя мэром сделать. Тут объект сам себя продвигает. Да. Понял. Так, все. Совещение заканчиваем. Министерство здравоохранения рожает. В юном месяце апреля В старом парке тает снег И веселые качели Начинают свой разбег Позабыто все на свете Сердце замерло в груди Только небо, только ветер Только радость впереди Только небо, только ветер Только радость впереди Слывая выше небы Небедая ветра Брылатые подсели Летят, летят, летят Брылатые подсели Детство кончится когда-то Детя, но не навсегда Станут взрослыми ребята Разлетятся кто куда О, пока мы только дети Нам расти, еще расти Только небо, только ветер Только радость впереди Только небо, только ветер Только радость впереди Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе Немного там, немного здесь И вот уже есть миллионов шесть Вилла в Монако, в Швейцарии счет Но надо, надо, надо еще Сколько денег нужно Чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе Сколько денег нужно Чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе Слышь, дочка Вот смотрю я на тебя и думаю Он же тебе нафиг не нужен Ты себе сто раз лучше найдешь Беги от него, беги Субтитры создавал DimaTorzok Ай!